Мужчины, решаемся. Такси, на городе недорого. Да ну, быстренько топчись, решайся. На Волке с ветерком. Ребята, на Волке. У всех Жигули, у меня Волга. Такси, на городе. Девушка симпатичная какая. На Волке. Девушка, на Волке. На Волке с ветерком, не желаете? Решаемся? На городе. А вы что, целевые все, да? Такси, не дорого. Целевые. И что, все, да? А следующий какой? Воркутинский, да? Через час. Ну что, ждем следующих? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и что? Давай так, я тебя везу до автостанции, а там автобус. Нет. Какой автобус? Я с тобой поеду. Деньги вперед. Без проблем. Ну, доставай. Давно бомбишь? Ну, как. Три года как на пенсию вышел, так и бомблю. Что-то я гляжу. Военный. Военный-военный. А в каких чинах? У больших. Старший прапорщик, в отставке. Я корм не в спину. Так мы почти коллеги с тобой. А я старший мичман в отставке. Под сокращение попал. Да, все мы тогда попали. Но я тебе так скажу, я, я не жалуюсь, что я этот армии флота имел. Один гемор. А сейчас дружбаны меня к хорошему делу пристроили. Ну, и чем занимаешься? А, курьер я. Бабки ложу. А, ну и как? Опасно? А ладно, чё там. А как же это? Как там? По безналу там? Не работает? Какой безнал? При нашем деле. И что, так ни разу не грабили? Ай, тихон тебе на язык. В смысле, все спокойно? Я по уму все делаю. Не сычусь. По уму. Болтаешь вот только много. Мне он все разболтал. Так ты ж свой в доску. Ну да. А, военный пенсионер. А, ну и чё? Много платят? А, ну да. Нормально. Не жалуясь. Могу себе кое-что позволить. Понятно. То есть все довольны. Жена довольна. А на хрен мне жена? Если хочешь жить в уюте, спать ложись в чужой каюте. Тебе не предлагают. Ты за рулем у нас. Но если для этого дело, так мне еще ни одна баба не отказала. А было их у меня. И блондинки, и брюнетки. А у тебя как? Все в порядке, да? Жена, дети. Ну, как положено. Сколько? Чего сколько? М-м-м. Детей? Трое. Две девки, один пацан. А по мне, дети — одна обуза. Ну, их на хрен. Пусть растут на чужом подоконнике. Вот они и цветут. На чужом. Слышь, командир, че-то я подустал. Свистите меня. Как жалубочек едет. Ну, свистнуть не свистну, разбужу. Отдыхай. Что ночью же? А, Боня скоро? Что? Ну, где-то через полчаса, если все будет нормально. Машину останови, а? Зачем? Надо. Брат, давай потерпи, а? Немного осталось. Хочешь, чтоб я тебе всю машину уделал, а? Ты ж моряк, ну? Что ты, укачала? Ты чё, издеваешься? Ну, щас. 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 Дай закурить. Прямо. Ничего, давай. Я не всегда мой Альборо курил. Ну, что ж ты? Я подыму. Ну, что ж ты? Намокли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Здравствуйте. Мальчики, доброе утро. Просыпайтесь. Подъем. Пришла бледная с косой. О, утренний кофе. Постель. Ага. А завтрак в постель не хочешь? Я хочу. А для тебя завтрак в духу. Смейся, смейся. Настанется твой черед. Голой задницы вперед. Галочка, от тебя в любое время с радостью. Хоть сейчас. Вставай. Так, руки убери. У Галки рука легкая. Обалдел, что ли, совсем? С утра пораньше уже руки тянет. Да ладно. Не то, что у этой рыжей. Весь зад исколола. Нужно ни лечь, ни встать, ни сесть, ни… А где Семин? А он на лестнице курит. Не успел проснуться, уже курит. Надо же. Да он все равно не спит. Позвать? Не надо, лежи уже. Сама позову. Все. Ну как, Зема? Морозова? Много им уделяешь внимания. Идем. Там надо больного из операционной в реанимацию. Спасибо, Галь. Семин, опять всю ночь не спал, да? Дежурную бы позвала. Она бы тебе снотворное дала. Она бы дала. Ну что ты куришь? Тебе же нельзя. У тебя легкие. Да иди ты знаешь куда. Молодец. Герой. Его лечит, лечит, а он… А не надо меня лечить. Кто вас просил? Кому я теперь такой нужен? Ну ты чего? Жень, ну живой же, а не в цинк запечатанный. Месяц-другой будешь, как новенький. Пойдем. Пошли, укол надо сделать. Пойдем. Пойдем, Жень. Пошли. Постой. Скажи, я виноват, что я такой? Да. А это мне. Я тебя туда не посылала. Кто? Кто-кто? Моя бывшая. Кто? Все, Жень. Кончился Афган. Кончился. Войска выводят. Пусти. Больно мне. Пусти. Выводят. А я там остался. Понятно? Слушай, Лидка, я не понимаю. Чего ты суетишься? Тебе и так медаль светит. Как тебе объяснить, чтоб ты поняла? Ой, куда нам понять? Мы же тупые. Посветиться хочешь, да? Ну, конечно. Это нам, убогим, нужно. Мозоль на пятой точке натереть, чтобы четверку получить. А Лидочка только в класс войдет, сразу все учителя и пятаки рисуют. За красивые глаза. Ой, да при чем тут ее глаза? Они такие уже красивые. Вот сеструха твоя пошла. Я не то хотела сказать. Не слепой увижу-ка посекайтесь. Знаете, девочки, красивые глаза — это лет на десять. Эй! Розово! Розово! И без них можно прожить. А вот без мозгов. Я же не… Да не парься ты. Ты уроки сделал. Не твое дело. Чешей отсюда пока не наваляли. Матери опять за тебя краснеть? За тебя будет бледнеть от счастья. Не бью. Дура! Слышишь, Тарасыч? Эту, конечно, нет. А вот старшенькую твою. Ух, я бы! Вот так вот! Ты че, я пошутил? А ты не шути, так кекс больше. Понял? Да понял. Да, раз понял, вставай. Че расселся? Эй, иди, иди ты. Тя, иди ты! Здесь. Заводись уже. Люди ждут. Давай, заводи. Куда? И что, пули-то? Давай, поехали. Давай, давай. С Богом. Привет. Привет. Как дела? Отлично. А, отлично. Отличница. Медаль-то будет? Куда денется? Смотри. Че пришла? Ключи забыл. Ну, щас. Щас. Здесь подожди. Щас. А, Петрович, слушай-ка, я тебя стал ждать там, а? Что ты не забыла, красавица? Все, потом, Петрович. Красавица Назгалка. Все, все, я, я, я же сказал. Иди сюда. Так. На, держи. Пап, освободите мне ту комнату, которая около кухни. Кладовку. А? Там же окна нет. Можно прорубить. Мне заниматься надо. Галка приходит поздно, уходит рано. Ага. Послушай меня, доченька. Так ведь немного же осталось-то. Потерпи, а? Что? Тут я кое с кем посоветовался. Короче, мы тебе квартиру будем покупать в Ленинграде. Отдельную. Зачем? Поступишь в институт, всяко удобно будет. Я в общежитии могу. Значит так. Никаких общежитий. Общежития отменяются. Я заработал денег, я решаю. Если ты сейчас не понимаешь, то поймешь потом. Все. А сейчас я тебе скажи матери, что партия жинцев должна быть готова завтра. Тебе надо, ты и говори. Что? Ничего. Мне не надо. Мне не надо. Мне это на хрен не надо. Все для них. Иди отсюда. Иди, иди отсюда. Курить будешь? Ты чего так рано? Дополнительное отменили. Что с тобой? Да сквозняки проклятые. Угу. А дед сказал, что следующая партия к утру нужна. Ну да. Ему хорошо говорить. А мне еще ужин готовить. Мам, мам, ты иди, а я за тебя здесь. Тебе тут делать нечего. Твоё дело учиться. Да ладно. Слушай, иди давай. Иди, иди, иди отсюда. Так что, нам сегодня всю ночь опять корячится? Да меня из дома выгонят. Ничего по корячестве. Не выгонят. Чего не жрать будут? Алексей, остынет же. Ну, будет есть холодный. Надо бы у него приходить. И мне налей еще. Хватит. Вкусно. Вкусно. Спасибо. Ты где шастаешь, да? Ну, давай, раздевайся. Сейчас начнется. Да не начнется, не начнется. Все нормально. Ну что, сынок, а мы ведь договорились, что сегодня всей семьей соберемся, поужинаем. Ты б хоть позвонил. Двух копеек не было. Тебе что, мы все ждать должны? Кто вас заставляет? Вы не ждете, трескаете. Ну, мы трескаем, да. Мы вот не ждем, мы трескаем. Вот так ты уважаешь семью. Тварь. Я не тварь. Тарас, не спорь с отцом. Ешь давай. Нет, ты тварь. Ты неблагодарная тварь. Мы тебя здесь кормим. Ты живешь задарма. Обуваем, одеваем. А вы, говорит, трескаете. Молодец. Вот молодец-то. Кто тебя просит? Ну, не корми. Думаешь, сдохну? Да не сдохну я. Прекрати ешь уже. Не сдохнешь. Да пошли вы. А ты чего хлебом швыряешься? Ты заработал на этот хлеб? Ты хоть копейку в дом принес? Вот, если сейчас уйдешь, все, корки хлеба не дадим. Не давать ему. Ничего не давать. А что смешного? Что-то я смешное сказал, а? А ты-то как вырядилась? Посмотри на себя. Ты где работаешь? Ты ведь, по-моему, в госпитале работаешь, да? Не в борделе. Немножко перепутала. Ты чего, солдата-то провоцируешь? Я что, солдат не знаю? Они ж тебя кончатся тем, что они ж тебя в темном углу сожмут где-нибудь и отракивают, в конце концов. Сядь, сядь. Не нравится. А я тебе расскажу продолжение. Она ну в подоле принесет этого ублюдка, хрен знает от кого. Внучка, между прочим. И мы его должны кормить, поить. Что, Министерство обороны будет этим заниматься? Ну что, доволен? Всех разогнал? Ну что ты замолчал-то? Давай, давай, продолжай, ори. На меня, на нее. Господи, глаз обмойте они видели. Ты доела? Доела. Мам! Хоть бы кто поздравил. Папу, с днем рождения. Папу. А! Мам! Папу! Так, а чё ты им? Да, скучно говорю с вами, дорогие мои предки. А не пошли бы вы на… Врёшь же всё. Я ж твоего отца нормально знаю. Он за такие вещи бы тебя уже давно по стенке размазал. Так и размазал бы. Просто я быстрее бегаю. Чё? Я ничё. А, туда глядите. Чё? Ничё. Слышь ты, пацан. Пацан у тебя в штанах, понял? Чё ты сказал только что? Что слышал? Ну чё уставился? Кино вон там. Я тебе сейчас покажу. Кино, сука. Серёжа. Дяденька, пожалуйста, не надо. Я ещё маленький. А ну-ка, пошли отсюда шпана. Пасть закрой. Я тебя сейчас закрою пасть, урод. Вы чё партики? А ну давай, вставай. Граблю бери. Пусти, у нас билеты есть. Не замёрзнет. Ага, потом согреемся. Кто их сюда только пустил? Пусти. Пусти. Уже уходишь? Да, там надо. По работе. Да ладно. Не убежит твоя работа. Не-не-не. Надо, надо, надо. Надо. А когда снова придёшь? Ну не знаю, когда там. Через неделю. Позвоню. Так что ж, я так тебя всю жизнь должна ждать? Ну… Да, там это, я… Ну, я на кухни положил деньги. За кого ты меня держишь? Да пошёл ты со своими деньгами, урод. Ну, всё, 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 не начинай. Хочешь, выброси их в это, в ведро, в мусорку. И не будешь чувствовать себя… Чувствовать этой… Я пошёл. Это всё, что ты мне можешь сказать? Ну, как? Ну, ты это… Спасибо. Всё. Давай. Закрой потом на щеколду. Тарас, пойдём, а? Перестань, пойдём. Подождём. Ну, нафига? Ну, здоровый бык. Ну, порвёт тебя на раз-два, таран. Ага. Посмотрим. Да хрен с ним, успокойся. Прессал? Я прессал? Я не прессал. Тебе надо, ты иди. Ага. А вы что, смоетесь? Да нет, ты чего? Нормально. Так, часы держи. Пошли. Ну чего, солидное кино? Ну да, да. Такое… Европа? Да. Слышь, Крутой, куда торопимся? Я ж сказал, буду ждать. Да иди ты, сопля. Чего, солдат, молчишь-то? За слова будешь отвечать или нет? Или думаешь, так сойдёт, проконает? А, родной? Всё, никак не успокоишься? Нет. Или тебя успокоит? Попробуй. А чего тут пробовать? Серёж, не надо, ты же его убьёшь. Чего тут пробовать? Иди отсюда, салага. Ага. Да нет, Алён, не успокоится он, потому как не имётся ему. Чего тебе не имётся, ты, щегол? Да, Алён, я сам не успокоюсь. Мне помочь надо. Успейте ещё перепихнуться. Серёжа! Эй, солдат! Серёжа! Всё? Тихо-тихо-тихо, успокойся, иди. Серёженька. Эй, солдат. Ну что, щегол? Серёжа, не надо, не надо. Серёжа! Ну как? Так. Опа! Серёжа! Опа! Серёженька! А чё? Серёжа, не надо. Сюда. Держи, держи, Боня, Боня, держи, держи. Серёжа! Серёженька! Куда? Куда? Спусти! Спусти, спусти, ребята разберутся. Помогите! Ну что ты размнёкся? Давай, ну! Поддог, не сволочи! Хорошо, ну куда? Никуда твой, Серёжа, не денься, ну! Спусти! Тебя Алёнка зовут, Алёнка! Серёженька! Пусть, пацаны поговорят. Пусти! 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 Сейчас Серёжка вернётся! Серёжа! Ну давай! Вставай, вставай! Серёжа! Всё, всё нормально! Серёжа! Что ж ты, негодяй, делаешь? Здоровый лоб пристал! Врачи! Сейчас. Сейчас. Не беги, дурачок, беги! Серёжа! Серёженька! Давай, Тарасик! Давай, Тарасик! Да что же это такое? Серёженька! Серёжа! Господи! Может быть, скоро? Жизнь, ты дура! Что? Сейчас. Серёженька! Серёжа, что? Серёжа! Мало вам дали! Эй, это что с тобой такое? Тебя кто так отделал? Не твоё дело! А ну-ка, подожди! Отвали! Тоже мне, сестра, милосердие, блин! Ну что, герой, давай, показывай свои раны! Так! А ну-ка, не кури здесь! Отец тебя прибьёт! Да он скоро всех нас прибьёт! И тебя, и меня! Только Лидочка у нас одна, гордость, радость, солнышко! А мы с тобой уроды! Да и мать туда же! Да отвали ты, а! Да! Да ты что, обалдел что ли? Несёшь бред какой-то! Угу, бред! Бать-то ладно! Ну, а мать, когда она последний раз тебя целовала, помнишь? Ты о чём это? Типа, детку в лобик на ночь поцеловать. Было такое? Не помнишь! И я не помню! А ты не хочешь свалить отсюда? Куда? Ну, не знаю! Там, в Ленинград! Или в Москву! Ага! На какие шиши? А что, у тебя шишей нет? Плохо! Скиснешь тут от скуки! А я свалю! Угу! И без шишей твоих свалю! Конечно! Тебя милиция поймает и домой приволочёт! И отец тебе вот покажет тут! Не поймает! Да, конечно! Куда ты на фиг денешься? Уеду в Владивосток! А чё так близко? Да чтоб от вас всех подальше! Так ты в Африку сразу езжай! Ага! К зебрам! Умник! Ну что, подлечила волчонка нашего? Да нормально всё с ним уже! Угу! Тюрьмой по нему платит! Он ещё себя проявит, если не свалит куда-нибудь! А я тоже куда-нибудь свалю! В институт поступлю! В театральный? Почему в театральный? А куда? Тут же у нас актриса! Директриса до сих пор вспоминает о Гале Морозову! Какой талант! Какой алмаз! Зачем она поступила в медучилище! А правда! Зачем, Галь? Не твоё дело! Спи давай! Свет выключай! Я читаю! Выключай свет, Лид! Привет! Чего не спишь? Лёш! За электричество надо заплатить! За аренду машинок! Нет денег! Денег нет! Откуда их взять? Штаны готовы? Я своих отпустила! Они и так колут, как проклятые! Вот так! А ты им сверхурочные не платишь! Ну, знаешь, я же не государство, чтоб деньги на ветер выбрасывать! Будут штаны готовы, будут и деньги! Вот! А там крутите, как хотите! Хоть сутками работайте! А вот не сделайте заказ! Я вас всех на проценты посажу! Ну, всё! Двигайся! Ты раньше таким не был! Ой! Давай не начинай! Что такое? Был? Не был? Чё тебе надо? Дом есть! Холодильник полон еды! Бизнес свой есть! Всё, что заработали, наше! Ну, чё тебе надо ещё? Всё, спи давай! От тебя духами воняет! Чё? Слушай, давай, ты вернись и спи! Лягу подальше! Опять у тебя свои шлюхи были! Ты чё, с ума сошла, что ли? Ты чё творишь-то? Айди! Не трожай меня! Я сейчас придушу! Я сейчас тебя придушу! Тихо! 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 Что ты так за мной! Всё, всё, всё! Прости! Что ты меня ненавидишь! В чём я виновата? Ну, хватит! Всё! Ты же любил меня! Давай! Это все деньги твои прокляты! И откуда ты их взял? Не трогай! Не трогай меня! Не трогай меня! Ну, поплачь, поплачь! Правильно поплачь! Давай, ты поплачь, только тихо, ладно? Что ж даже и только заплачь! Тихо и недолго! А я спать буду! Мне рано завтра вставать! Тебе, кстати, тушу! Тихо! Сёмин! Ты чё бродишь? Да я покурю и лягу! Чё, снотворное дать? Да нет, не надо! Постой со мной, пока я травиться буду! Ладно! Только недолго! Ладно! Давай! Давай я помогу! Помоги! Ну? Ты чего? Ты чё, с ума сошёл? Ну, повтори, как ты мне говорила. Женечка, милый… Ты чё, Сёмин? Повтори… Сёмин, ты чё, обалдел, что ли, совсем? Я тебе денег дам. Хочешь? Ну, не нужны мне твои деньги! Да чё ты? Люська берёт. Берёт и даёт. Когда дежурит. Её весь этаж всем отделением дерёт. Ну, так иди к Люське! А я не хочу, Люську. Я тебя хочу. А ну, пусти меня! Да вы все моральные уроды тут! Моральные, физически. Мутанты мы! Спасибо Афгану! А ну-ка, иди отсюда! Иди отсюда! Я буду кричать! Кричи! Да не бойся ты! Не захочешь, не трону! Ты здесь в месяц сколько зарабатываешь? Восемьдесят? А я тебе сто за расплатить буду! Да ты больной, Сёмин! Тебе бром пить надо! Старомодная ты какая ты, Морозова! Сейчас время торгашей, всё продаётся, даже танки у нас в части. Сам видел? Через два часа после отбоя я тебя ждать буду. Не бойся, никто не узнает. Иди уже! Ты подумай. Час история. Здрасьте, Алексей Васильевич здесь? Пап! Пап! Привет! Чё пришла? Пап, мне поговорить надо. Залетела, что ли? А? Нет, пап, мне поговорить нужно с тобой. Давай, поговорим. Чё ж не поговорить? Я больше не могу здесь. Ну, в общем, я… В общем, я в госпитале больше работать не хочу. А и правильно! А и бросайте этот госпиталь! Вон, к матери иди, помогай. Нам руки нужны. Семейный бизнес. Я уехать хочу. Уехать и я хочу. Кто ж меня отпустит? Я хочу учиться. Дай мне денег, пожалуйста. Я заработаю и сразу отдам всё. И где ты собираешься учиться-то? В Ленинграде. А кому ты там нужна, в Ленинграде? А? На кого ты собираешься учиться? Ты на себя посмотри, милая моя. Отучилась уже. Хватит. Вон Лида у нас школу заканчивает, медаль ей «Золотая светит». Вот пускай она и учится в Ленинграде. И денег я ей дам. А ты свой шанс, милая моя, упустила. Учился. В Ленинграде. Всё, разговор окончен. А ты куда это? Собралась на ночь глядя? А? Мам, я… Мне в госпиталь надо дежурить. Ты кто утром? Только суток пришла. Да там девочка одна, она мне позвонила, заболела. Попросила заменить ее. Ну, я чего-то звонка-то не слышала. Ну, час назад она где-то звонила. Я пойду, ладно? А то на автобус опоздаю, хорошо? Угу. Иди-иди. Шлюха вся в отца. Мой Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Роспиталь. 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 Она тебе сказала, что придет? Может, зря ждем. Может, и зря. Роспиталь. 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 Подождите! Куда вам? У меня денег нет. Ничего, садитесь. Спасибо. Может, вы меня боитесь? Тогда вам придется идти пешком. Я? Садитесь, давайте. Я сам домой хочу. Садитесь, давайте. Садитесь. 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 Ну, да. А кто родители? Люди. Я понимаю, что люди. Чем занимаются? Кооператив у отца. Варенка там, то-сё. Ага. Твой папа сейчас говорят — бизнесмен. Ну, да. Братья и сестры. Ой. Сестра и брат, и… Привет. Ну, чего у нас там? Да. Всё будет нормально. Я обрелся человечек, он решит все проблемы. Счастливо. О чём это мы с тобой? А, о родителях. Ну, что, родичи достали? Почему? Ну, говоришь им, что на дежурстве, а сама. Куда шла она, значит, глядя? Что ты так смотришь? Я что-то не то спросил? Ну, хорошо, не отвечай. Ну, что ты? Мне деньги нужны. Я уехать хочу. Куда? В Москву. Или в Ленинград. А что ты там делать будешь? У Космоса стоять? Где? Неважно. В театральный поступать. Туда многие хотят, но не у всех получается. А у меня получится. Может быть, может быть. Что, не верите, да? Верю, не верю. Я не знаю, я тебя не знаю. Сколько денег-то надо? Шестьсот рублей. Это теперь столько стоит? Что? Что я такое сказал? Что я сказал-то? Я же ничего плохого не имел в виду. Слушайте, я не хочу больше есть. Я… Ой. О-о-о. Как же ты напилась-то? Все в порядке. Девонька. Все нормально. Как же ты напилась-то? Ну, пойдем. Пойдем. Все хорошо. У... У... Уже проснулась? Я думал, ты вырубилась до утра. Кажется, я напилась, да? Бывает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Я ничего не помню. Ничего и не было. Ты просто спала. Даже если бы что-то и было, я бы все равно ничего не почувствовала. Это меня и остановило. Это ваш дом, да? Почти. А где вы спать будете? Здесь? Не знаю. Посмотрим. А где ваша жена? Вы женаты? Женат. Но моя жена уже пять лет живет отдельно от меня. А дети? Детей нет. Еще вопросы есть? А душ у вас есть? Есть. Там. Я полотенце принес. Куда положить? А? 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 Ну, так как договоримся, Морозова? Так и договоримся. Ты учишь билеты, если что-то непонятно, после уроков занимаемся. А мне уже ни хрена непонятно. Что тебе непонятно? Да мне все непонятно. Что все? Ну все. Слушай, а может, мы ко мне рванем, а? Ну, позанимаемся. Ничего больше не хочешь? Не, ну, если ты хочешь большего, я… Ты дурак. Ну ладно, ты звони, если что. Может, все-таки к дому? Нет, не надо. Боишься? Да не боюсь я, просто не надо и все. Ты могла бы остаться у меня? Могла бы, но… но не могу. Тогда до следующего дежурства? Когда у тебя следующее дежурство? А когда ты хочешь? Сейчас. Я хочу прямо сейчас. Сейчас не получится. Жаль. Тогда не скоро. Я уезжаю сегодня вечером. Надолго? А куда? В область. Денька на три, на четыре, дела. Дела. А кем ты работаешь? Да какая тебе разница? Ну, так. Просто интересно. Я всего лишь скромный второй секретарь обкома. Ой. Что? Ничего, просто… Просто тебе повезло со мной. Ух. Я надеюсь, мне повезло с тобой. Хм. Так что не рассчитывай, я от тебя не отстану. Приеду и устроим ночное дежурство. Окей? И не свести. Денег не будет. Кстати… Тебе нужны деньги? Сиди. Нет, нет, нет. Не надо. Это не… Не надо, пожалуйста. Считай, что это в долг. Нет. Так… Сиди. Считай, что это в долг, если тебе так легче. Отдашь потом, когда захочешь. Бери, бери. Тебе одеться нужно и вообще… Ух. Продолжение следует... Продолжение следует... А пол был! Малявка! Морозова, ты случайно не меня ждешь? А чё пришла? По тебе соскучилась. Ну, я так сразу и понял. Угу. Молодец, догадливый. Ну чё? Заниматься будем. А где? В классе. Так он закрыт. А чё, ключи взять не можешь? А мне дадут? А, сейчас. Мне дадут. Ну, я за. Пошли. Здорово. Привет. Пошли. Ну, пошли. Пошли. Ну, чё ты стоишь? Идем? Пошли. Ну? Ну, с чего начнем? С алгебры. Что тебе непонятно? Мне непонятно, Морозова, ты дура или прикидываешься? Нужна мне твоя алгебра. Слышь, Морозова, а ты когда-нибудь целовалась? Давай поцелуемся. Чего? Ну, ты же не зря сюда пришла. Чего? Чего, никогда не целовалась, что-то? Может, не только поцелуемся, а? Тебе чё, ключи опять забыла, а? Папа тебя в школу вызывает. Ага, сейчас. Матери скажи, пускай она идет. Мать не пойдет, она себя плохо чувствует. Как миленькая пойдет, она всегда себя плохо чувствует. Пускай мозги заодно проведет. Мама не пойдет. Я говорю, пойдет. Ты сказала? Ну, пойди и скажи. А я про это застранство уже слышать ничего не хочу. Все, все. Это не из-за Тараса. А из-за кого? Из-за меня. Из-за меня. Тетя новенькая. Че случилось? Тук-тук? Здрасте. Заходи, Лид. Я отец. Лидии Морозовой. Вызывали? Здравствуйте. Что стряслось? Лидонька, я, по-моему, просила привезти маму. Да? Да. Ну, а пришел отец. Что такого? Или что? Папа уже не родитель? Как она? Да нет, папа родитель. Дело не в этом. Ну, а в чем? В чем дело? Давайте рассказывать. Ты как тесно тут, а? Хорошо. Это ваша дочь. Вам. За нее краснеть не мне. Ну, да. Морозова, подожди нас за дверью. Мы с отцом твоим тет-а-тет поговорим. Не-не, постой. Останься. Пусть. Слушают. Извините, как вас, Алексей? Васильич. Алексей Васильич, я не намерена при ребенке обсуждать эти темы. Ну, не ребенок уже. Выросла. Давайте. Это вам кажется, что она выросла? Слушайте, по-моему, это вам кажется, что у меня времени, вагон и маленькая тележка. Давайте ближе к делу. Что случилось? По существу. По существу. Ага. Хорошо. По существу, так по существу. Значит, вчера… Ну? После уроков я дала вашей дочери ключ от этого кабинета, чтобы Лида могла позаниматься с одним из отстающих наших учеников дополнительно. Вот. Так, постойте. А чего это моя дочь должна заниматься с отстающим учеником? А вы-то на что? В каком смысле? Ну, чего Лида это занимала? Вы же учитель. При чем здесь Лида? Видите ли, Алексей… Васильич. Да-да, я помню, Васильич. Дело в том, что у Лиды есть еще общественная нагрузка. Закройте, пожалуйста, дверь. Так сказать, комсомольские обязанности. Ну, понятно, комсомол. Дальше. Что дальше? Ну, что дальше? Что произошло дальше? Лида… В общем, они… Они здесь целовались. И все? Нет. Нет, не все. Я думаю, что если бы я опоздала на пару минут, то вот на этом столе могло произойти… Ну… То есть, прямо на столе, что ли? Слушайте, вы же взрослый человек. Вы же понимаете, о чем я говорю? Понятно. На столе… Знаете что, простите, я вот… Как вас… Людмила Николаевна… Людмила Николаевна… А может, как-то… Посмотрим на это дело как-то с другой стороны, а? Ну, вот скажите мне честно, а вы что, в школе никогда и не целовались? Вы эти старшеклассники же все-таки, а? Может, закрыть глаза? Да… Алексей Васильевич? Да. Да? Ну, мне все понятно. Мне все понятно. Разрешите? Пожалуйста. Мне все понятно. И с вами, и с тобой, Морозова, мне тоже все понятно. Ты молодец. К сожалению, я не смогу дать тебе ту характеристику, которую хотела бы дать. Да, в принципе, и о медали мы можем забыть. Ты бы, Морозова, вместо того, чтобы… Я очень прошу у вас прощения за то, что срывала вас с рабочего места. Больше я вас не задерживаю. Всего хорошего. Ну-ка, выйди. Выйди, 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 выйди. А теперь послушай меня внимательно. Старая дура. Что? Надо чаще трахаться самой. Тогда тебе целующиеся школьники не будут мерещиться. Вы вообще что себе позволяете? Попробуйте. Значит, так. Если ты позвольшь себе хоть как-то напакостить моей дочери, я тебя на твоем собственном столе… Нет, я тебя трахать не буду. Старовато слишком. Но я тебя прибью. Веришь? Поняла меня. Веришь? Поняла меня. Пап, ничего этого не было. Мне плевать. Вернее, было, но не так, как она… Мне плевать. Было, не было. Все. Ты что, поверил ей? Слушай. Слушай, я вот… Я ради чего свою жизнь гроблю? А? Если он к тебе пристал — это одно. Это понятно. Но если ты вдруг… Если тебе самой не терпится ноги раздвигать, то скажи мне, пожалуйста, чем тогда ты лучше своей сестры? Тут медали не надо золотой. Тут особого ума не требуется. Хотя нет, вру. Здесь тоже требуется особый ум. Потому что можно всю жизнь ноги раздвигать и ничего не добиться. А можно один раз. Но с умом. Что я говорю? Прости. Говори, не говори вам. У тебя появился папик? Что? Ну так говорят, когда старенький дядька за тобой ухаживает. Не старенький он совсем. Ему всего тридцать девять лет. Ну да. А тебе двадцать один. Восемнадцать лет разница. Я как-то не считала. А что тут считать? Ну конечно, в нашей семье же у тебя с математикой хорошо. Ты его любишь или так? Слушай, не лезь не в свое дело. Понятно? Ну что ты нервничаешь? Я же просто спросила. А если и так, то ничего плохого. При деньгах. А женится, считай, повезло. Так что не упускай. Слушать тебя противно. Несешь всякую фигню. Вот это все противно. Явно на твоем месте. Ну чего бы ты на моем месте? Ничего. Ну конечно. Ты бы свой шанс никогда не упустила, да? Никогда и ни за что. Смешно. Малявка, а все туда же. Мне давно кажется, что старше – это я. Учись лучше. Палец не пришей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тебя что-то не устраивает? Меня все устраивает. Ну, я же вижу, что тебе что-то не нравится. Ну не может же нравиться все, правда? Конечно. Что-то может не нравиться, я согласен. Но тебе же не нравится абсолютно все. Нет, не все. Не все? Ну хорошо, скажи, что тебе нравится. Прости меня. Мне нравится быть с тобой. Мне тоже нравится быть с тобой. Тебе нравится быть со мной. Но тебе не нравятся мои деньги. Что? Что? Деньги… Деньги здесь ни при чем. Хорошо, проехали. Не хочешь в ресторан – пойдем в столовку. Да. Прошу. Беточков по тридцать копеек поедим. М-м-м, вкусненько. А, нет, хотя в столовку не получится. Воскресенье не работает. Куда же нам поехать? А, знаю-знаю. В стекляшку эту. У вокзала. В Тошниловку. Ты там в своем платье будешь замечательно смотреться. Я уже никуда не хочу больше. Ну, утром-то хотела. Я просто хотела побыть с тобой, и все. Что тебе мешает побыть со мной в ресторане? Ты боишься, что тебя со мной кто-нибудь увидит? Милая моя, это я должен бояться, что тебя со мной увидят. Останови машину, пожалуйста. Перебьешься. Я хочу выйти. Останови машину. Выходи, кто тебе мешает. Стой! Ни фига себе. Повезло. Ты что творишь? Тебе жить надоело? Слушай, Таран, не твоя сеструха? Где? Да вон, Галка. Быстро в машину, быстро. Не трогай меня! Пойдем. Пойдем в машину. Пойдем в машину. Отпусти. Слушай, а что у нас со старпёром-то? Не знаю. Да. Лезь в машину. Ну что, садись, поехали. Сейчас подожди. Давай садись быстрее. Да сейчас. Успокоилась? А теперь послушай меня внимательно. Я уже однажды был женат на одной сумасшедшей и терпеть другую не собираюсь. Если ты еще раз позволишь себе такое, то я тебя… Что? Что ты меня, Валь? Я тебя пошлю к чертовой матери, как маленькую паршивую шлюшку. Отлично. Так я же и есть паршивая маленькая шлюшка. Я ж согласна, Валь, я не спорю. Все точки на дыр оставлены. Ну, при чем здесь точки, Гавя? Ну, все. Я на все согласна, Валь. Что ты хочешь? Куда? Куда ты хочешь поехать? К тебе? Отлично. Я согласна. Едем к тебе. Ой! Почти! О. А! А вам. А вам? А вам? А. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Чего там? Да не видно нифига занавески. КРИК 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 Выпить хочешь? Нет. А я выпью. А поедем? Да, есть. Икорка имеется. Нет, Валь. А я поем. Ну, чё ты там не видел? Как твою сестру? Заткнись. Не, ну чё? Чё заткнись? Я ж ничего не сказал. Скоро это дурацкий день города. Мороки. Слушай, будет конкурс красоты за первые три места путёвки в Югославию. Давай сделаем тебе третье место. Так скромненько. Съездим в Югославию на шару. Хорошо, Валь. Да. Я там дела в августе разгребу. Я тебе платье порвал. Извини. Завтра новое купим. Да? Анекдот слышала последний про Горбачёва? Брежнев и Черленко встречаются на том свете? Ну, кто там у нас наверху? Мишка Горбачёв говорит. Ну, и что? Забыл чё-то я. Ну, чё там, а? Подожди. Тихо всё. Ладно. Слушай, Галка, чё-то я соскучился. Я к тебе иду, слышь. Галка! 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 Галя! Галя! Галка! 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 Ну, чё? За ней? Сиди, тихо. Ты всю жизнь будешь жалеть! Я постараюсь, чтобы ты всю жизнь об этом жалела! Рвём! Ты куда это собралась, а? В Ленинград. А что ты там делать будешь? Придумаю что-нибудь. Только попробуй. Домой можешь, не возвращаться. Ты вот это вот ищешь? Отдай. Откуда? Откуда у тебя вот такие деньги, а? Отдай. Я сейчас вообще отца позову. Он с тебя три шкуры спустит. Да зови. Зови. Он же с тебя постоянно шкуру спускает. Ничего, живая. Я тоже выживу как-нибудь, понятно? А потом всё равно уеду. Пешком уйду, понятно? А ты… ты… шлюха… Внимание! Пригородный поезд от станции «Дно» отправляется в третью платформу. Мальчик, возьми яблочко. Возьмите, пожалуйста. Ой, ну не надо. Спасибо. Помойте только. Внимание! Поезд номер шестьдесят семь, Симферополь-Ленинград прибывает на второй путь. Серёжа. Красная вагона с хвоста поезд. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Валентин Юрьевич, протокол и восстановление. Да, да, спасибо. Сам напишу, сам. Иди работай. Хорошо. Валентин Юрьевич! Здравствуйте! Здравствуй. Ты кто? Я — Лида. Лида Морозова. Морозова? Я сестра Галли Морозовой. Ну и чего тебе надо от меня, сестра Галли Морозовой? Мне? Не мне. Мне от тебя ничего не надо. Характеристику? Какую характеристику? Характеристику от обкома для поступления в институт. А с чего ты взяла, что мы даем такие характеристики? Спасибо. Не за что. Садись. Садись. Таран, может, не надо? Боня, это мое дело. Я сам разберусь. Ты лучше валяй отсюда, а. Ну, а. Там скажут, что я прессал. Ничего я не скажу. Держи бутылки. Ага. Ага. Вот это таран. Извини. Блин, проглотил. Ну, ты бутылки давай. Боня! Боня, куртку скидывай! Кидай куртку! Боня! Эй! Скорей! Падай! Падай на землю! Падай на землю! Лежи не шевелись! Это вы, что ли? Падай! Стоять! 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 Вот, суллочи! Эй! Стой! Стой! Куда ты? Черт! Так! Вот написал. Ну что, узнали, кто они такие? Засажу их по полной! Засадятся, вот они еще несовершеннолетние. Что там? Ну, тот, кто обгорел, Виктор Боняев, шестнадцати лет. Угу. Второй, Морозов Тарас, тоже шестнадцати лет. Он утверждает, что Боняевин оказался рядом случайно. Хорошо. Случайно. Они скажут. Это я случайно не сгорел! Подожди. Как фамилии? Боняевин Виктор. Другой. Морозов Тарас. Морозов Тарас. Дай заявление мое. Морозов Тарас. Задрожный. Я его забираю. Что значит, забираю? А как я оформлять буду? Как несчастный случай, я не знаю, сам придумай. Курил в постели. Все. Дело закрыто. Отпускай. Пацанов. Как я их отпущу? Как я могу дело закрыть? Так! Закроешь и все! Все! Ты знаешь, что я такой? Знаю. Хочешь со мной дружить или воевать? Дружить. А кто ж неприятности на жопу хочет, да? Отпускай. Хорошо. Ну, вы как? Да я-то нормально, а вот дом сгорел. Давайте, может, я вам куртку… Да не надо. Выходи. Выходи. Короче, поедешь к моему брату, поживешь у него. Будешь ходить в вечернюю школу. Вот, билет на поезд. Будешь работать. Ну, дурь вылетит, захочешь — вернешься. Не захочу. Ну, а не захочешь — и слава Богу. Никто-то тебе страдать, переживать не будет. И не звони тогда сюда больше. Все, давай, дуй, собирай вещи. Ну-ка, иди сюда. Чего? Иди, иди сюда. Ну, сынок. Пошел вон. Пошел вон. Привет, сынок. Так. Побить за двойку. С плюсом. Тихо-тихо-тихо. Меня-то не зашибите. Волнуешься? Да. Там уже была? Угу. А что читала? Ну, читала монолог Нины. Из «Чайки». Да, еще Багрицкого и басню. Багрицкого зря. Почему? Тебе Багрицкий не идет. А Нину нормально. Но они тебя дослушали? Нет. Значит так. Ребята, я сейчас буду называть фамилии, кто прошел на второй тур. Точно не дослушали? Это тоже нормально. Они просто про тебя все поняли. Слушайте свою фамилию. Говорите громко «Я». Серегин. Ну, кричать не надо. Ласточкин. 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 Я. Я перетану. Окей. Ты поступишь. Ой. Откуда ты знаешь? Морозова. Интуиция. Морозова. Морозова. Прости. Морозова есть? Я здесь. И… Зыкова. Я… Ага. Значит, всем остальным, ребят, спасибо большое. Извините. Кого я назвал в шесть часов, пожалуйста, вечером приходите сюда. Мы вам расскажем, что вам нужно на второй тур. Вот. Все. Спасибо. До свидания. Опа. А че ты здесь делаешь? Почему не на работе? Заходи. У меня выходной. Выходной? По поводу? А у нас сегодня праздник. Какой такой праздник? Тишина. Тишина. Слышь? Ты послушай. Теперь тут всегда будет такая тишина. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Расходов меньше. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Поверь мне, все будет хорошо. Я тебя ненавижу. Да-да. Господи, если б ты знал, как я тебя ненавижу… Хорошо-хорошо. Хорошо-хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анатолий Класс Мальчиками вот так вот ее мнём-мнем, мни, мни, да-да-да-да. А мнём это зачем? Там столько всякого дерьма напихали, ты ее потом не раскуришь. А так вот размяли и оп. Так, всем привет. Привет. Ну как ты, ес удачу свой. А для меня релье… Релье для тебя будет, будешь в два часа, ходишь по ранже. Так, именинник. Да. Это мы вот так вот учимся, да? Курить учимся, да? Ну тогда, учитесь разливать. С днем рождения. Подарок. Давай-давай, иди разливай. Здрасте. Привет. А я говорил, что ты послепишь? Пошли. Да. Ты должна меня слушать, я почти ясновидящий. Пошли. Че стоять? Ну зачем тебе эта вонючая палочка? Серый, пойдем. Пойдем. А чтоб не идет? Пойдем отсюда. Куда? Пошли. Дай потом. Пошли. Пошли. А? Я ж даже не знаю, как тебя зовут. Вот и познакомимся. Тихо. Тима. Галя. Ага. Слушай, сбежали как враки. Побежали, побежали. Мишка обидится. Что это такое? А че тут он обидится? Он что, влюбил в тебя? – Ну? – Ну? – Да нет. – Да нет. Ага. Влюблен. И ревной. Как я. Я знаешь, какой ревнивый. Ты ревнивый. Страшно? А-а-а! Садушу! А ты где живешь? В общаге? Да, в общаге. Ага. Ну, тогда пошли ночевать ко мне. Я тут недалеко. – Чего это? – Вот там комнату в комнате снимает. Чего ты взял, что я пойду ночевать к тебе? Нет, конечно. Попожди, а у тебя что, кто-то есть? Нет, никого нет. А какая разница? Да я вообще от тебя ничего не знаю. А я тебе по дороге все расскажу. Могу тебе рассказать, что пошел я рано. Месяцев семь. Поэтому ноги кривые. Ну, это не важно. Да нормально у тебя ноги. Ну, а вот это важно. Я женат. Ну что ж. Спасибо, что предупредил. Да нет, ты не поняла. Мы не живем вместе. Просто, пока я был в Афгане, моя жена нашла себе одно развлечение. Ну, в общем, когда я демобилизовался и понял, что могу писать, моя муза окончательно упорхнула к одному балетмейстеру. Она балерина. А сейчас будем пить чай. Сахара, извини, нет. Есть только варенье. А я сахаром не пью. Ну и отлично. Накинь. Сахара, извини. Ты как любишь? Покрепче? У меня все равно. Давай покрепче. Садись. Абрикос. О, слива. Это, по-моему, смородина. И абрикос. Ой, абрикос. Абрикос. Угу. Это что? Тебя могли убить, да? Могли, конечно. Да не, ну это смешное ранение. Нас сбросили на одну высоту, и я просто неудачно приземлился. Кровищей было ужас. А ты знаешь, что мне в тебя понравилось тогда, летом, во время экзаменов? Что? Все вокруг дерганые такие стояли, нервные. А ты была такая… отрешенная. Такая неземная. Ну, конечно. Инопланетянка. Я сразу понял. Это не истеричка. Как ты это интересно понял? Да. Пардон. Че, Вась? Дима, иди сюда. Что тебе? Ну говори уже. Дай три рубля до получки. Три рубля? Васенька, сухой закон. До 14-0-0 пить запрещено. А до десятого? Вась, экскьюзми, сам стреляю. Понял. Я извиняюсь. Угу. Да, извиняю. Видишь, я еще нищий драматург. Зато очень талантливый. А откуда ты знаешь? Интуиция. Угу. Абрикос? Слышь, парень, я тебя прошу, помоги заправить. Потому что у меня, видишь, светлый плащ. Абрикос, я тебя прошу, сделаешь? Давай. Ага, хорошо. Полный бак. Хорошо? Привет. Привет-привет. Девушка. Девушка. Не узнал, что ли? Почему не узнал? Узнал? Ира? Не угадал. Ты меня с сестрой перепутал. Нас все путают. А где сестра? Зубрит английский. Угу. Сочувствую. Девяносто второго. Полный бак, пожалуйста. Угу. Тарасик, поцелуй меня. Ну, быстренько. Угу. Если твой отец увидит, оторвет мне яйца. Не оторвет. Оторвет. Сегодня в дискотека придешь? Нет, сегодня не получится. Меня дядя не отпустит. Да ладно. Я буду ждать. А то, смотри, не дождусь. Там Васильев на меня глаз положил. Я буду сильно плакать. Привет Васильеву. Дурак. Ага. У меня и справка есть. Показать? Так что? Не придешь? А если я все папе расскажу? В подробностях, ладно? Готово! Сделал? Да. Вот, спасибо. А лючок закрыл? Нормально. Ну, все, счастливо. Че, знакомый, что ли, твой? Да так. Катя, как его настроение? Может, денег сегодня даст? Вот. Ага. А пошли сегодня на дискотеку? Не люблю громкую музыку. Что? Громкую музыку не люблю. А-а-а. Уши потом, как ватой. Да-да. Заложены. 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 А может, тогда просто погуляем? Тарас, ты что, за мной ухаживаешь, что ли? А что, нельзя? Я ж тебе старше. Да ладно старше. Старше. Старше она. Ну, лет на пять. Ну, не на двадцать же. Да, это аргумент. Пирожок хочешь? Давай. Спасибо. Свеженький? Вчера пекла. Ну, так что? Гульнем сегодня? Хватит, поза… Иди сюда. Что-то твой отец за весь год только два раза позвонил. Ему что, наплевать? Ну, почему же? Он же знает, я не у чужих людей живу. Тем более, если что, вы же ему сами позвоните. Позвоню? Слушай, я все понимаю, сам был молодым, но не таскайся ты с этими девицами. Какими девицами? Что ты все… Дурака ты из себя все строишь. Ты что, не знаешь, кто у них папаша? Не дай Бог, что случится. Проблем не оберешься. Что ты ищешь приключения на свою задницу? Я работаю. Нормально? Здесь за месяц и небольшая премия. Отцу я сам позвоню. Да. Да. Я думала, ты пожутил. А у меня хреновое чувство юмора. Жаль. Я учту. Куда идем-то? А я не знаю. Можем в кино, а можем сразу. Сразу. Это рано. Можем просто погулять. Можем и просто. Что-то… Ну, на самом деле… Ну, в общем… Это меня. А это папа твоего что-ли? Какой папа? Ты смотри, ни кожи, ни рожи, а туда же. Да уж. Куда едем? Поедем, красотка, кататься. Как учеба? Нормально. Как в столовке-то вашей кормят? Нормально? Вполне. Слушай, а ты со своей сестрой видишься? Редко. Как она? Зачем она тебе? Ты чем-то недовольна? Лид, по-моему, договорились. Не надо. Чего не надо? Встречать меня не надо. Девочка, что надо, что не надо, решать буду я, хорошо? Хорошо. Хорошо. Только у меня тоже одно условие. Какое? Не называй меня больше девочкой. Принято. Все-таки устрой мне встречу с сестрой, хорошо? Нам надо кое о чем договориться. Галка! К вам пришли! Ну, кто там? Открой! Ну, выйди, ну. Чайник у меня. Ой, Лида! Не ждала. Ну, привет. Рад тебя видеть. Заходи, я убираю. Садись. Я сейчас. Да. Ледненько, но чистенько. Как всегда. А где… Дима? А он в театре. У него пьесы покупают. Ну, вернее, покупают. Это, конечно, громко сказано. Так, сейчас чай будем с тобой пить, да? Он договор подписывает с одним театром на постоянную работу. Будут платить сто рублей в месяц. Деньги, конечно, небольшие, но деньги. Потом еще имя на афише. Имя на афише — это здорово. Пушкинский берет. А, нет. Не Пушкинский. Маленький такой театрик на сто мест. Но все равно хорошо. Надо же с чего-то начинать. Конечно, надо с чего-то начинать. Тридцать три года. Лид, он очень талантливый человек. Ну, да. В доме ни копейки, зато талант. Понимаю. Какая ты меркантильная. А ты дура. Ты чего пришла? А? Настроение мне портит, да? На. Что это такое? Откуда это у тебя? Он там внизу. Хочет встретиться. А ты чего, его сюда привела? Он мне в институт помог поступить. С твоей золотой медалью. Что, с луны упала? Сейчас либо деньги, либо связи. А он тебе просто так помог, да? Просто из человеколюбия. Может быть, из любви лично ко мне. Короче, ты свои шансы упустила. Место занято. Спишь с ним? Что ты понимаешь? Ку-ку. Здрасте. Ну что, меня тут ждали или как? Привет. О, ты прямо сейчас задушишь меня на пороге славы. Смотри, что я купил. Ох, откуда это? Я получил аванс. Взяли, да? Пьесу взяли? Да нет. Ну, есть другое хорошее известие. По этому поводу гуляем на весь аванс. А жить на что будете? Галка, а кто эта зануда? А это моя сестра. Сестра? Очень приятно. Лид, ну как-нибудь проживем. Не беспокойтесь. А вы оставайтесь. Через час здесь соберутся самые интересные люди нашего города. Оставайтесь, будет весело, я обещаю. Спасибо, не идти надо. Проводишь? Сейчас. Ты задорожному передай, что у меня все хорошо, все отлично. Хорошо. И что у меня обширный склероз, ладно? Что я его вообще не помню. Вообще не помню, кто такой задорожный, ладно? Лид, подожди. Ты про Тараса что-нибудь слышала? Не слышала и не хочу. Пока. Галчонок! Так. 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 Галь! Слушай, приготовь что-нибудь по-быстенькому, а? Дима, а ты чё? Ты правда весь аванс потратил? Да нет, ну почему? Послушай, Дим, а что если я, я тут подумала, может быть мне академку взять? Зачем? На работу пойду. Буду зарплату получать. Да ну, не говори ерунду. Слушай, я встретил одного режиссера. Рассказал ему свою идею. Он скоро придет. Он жутко загорелся, предложил мне написать сценарий. Так что будем снимать кино. Кино снимать? На какие деньги кино снимать? Ну, деньги ему дают. А кино — это совсем другой заработок. Так что проживем. Слушай, тебе нужно его обаять. Удиви его своими кулинарными талантами. Ты-то умеешь. Ладно. Нет, давай пока никого нет. Выпьем вдвоем. Повод-то есть. Я сейчас. Что-нибудь будешь? Нет. Спасибо. Живет с каким-то гением. Снимает комнату в коммуналке. Они счастливы, у них все хорошо. Поидеть не смогла. Поехали. Повыдеть не Instrumental. К искаж security ну меня не успокоишь. Вкусно хочешь finest. Опять-вкусно? ПОДПИСОМОХ. Вкусно в С Ajablке лучше. А ему-estial мосок. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поехали. Ничего. Я подожду, пока ей все это надоест. Я терпеливый. Дима, в дверь звонят. Здрасте. Здрасте. А я к Дмитрию. Это к нам. Проходите. А вы его жена, да? Ну, ну да, наверное. Проходите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Скажи, а вот ты когда напишешь сценарий? Это вопрос не ко мне, это к режиссеру. Давайте я заберу. Водочки. За успех общего дела. Нет, спасибо. Мне бы чай. Галочка, мужа моя. Нам бы чайку. Ну так, Дим, а я чем занимаюсь? Да. А скажите, пожалуйста, а что вы еще снимали? Что? Как он тебе? Да, ну, нормальный мужик. Баксами платит. Так-с. Дима, я прошу тебя, Дим, пожалуйста, не надо больше пить. Голчонок, ну если контролирует, ну что ты? Димочка. А знаешь, анекдот? По ночам к писателям приходит муза, а к писательницам музыка. Димочка, я прошу тебя, миленький, ну не надо больше пить. Хватит тебе уже, правда. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Дима говорит, что вы актриса? Да не, ну, да, буду. Скоро. Я учусь в театральном. Угу. Думали, что закончилось, а у нас всегда есть. Да. Да ничего себе. Давай я помогу. Нет, нет, не надо, не надо. Я все сама. Спасибо. Вот поближе, да. Так. Ура, спасибо. Проходите. Нет, спасибо. Ура. Подожди. Чего? Ну давай, ты иди, а я за тобой. Зачем? Давай по очереди, а вдруг кто увидит? На, с тобой. Да приехал с утра пораньше тебя встретить. Фигня все это. Слышь, ты как ребенок в самом деле. Пошли, ну пойдем. Тарас, живо в машину. Иди. Иди, Тарас. Я же сказал, живо в машину. Да не пойду я. Понимаешь, что мы с теткой чуть с ума не сошли? Дочке всю ночь не спали. А вам-то что? Что значит вам-то что? Мы что, не родные тебе? Ты можешь думать о других, а не только о себе. Ну-ка, садись быстро в машину. Мало того, что там дома накуролесил, здесь еще хочет нас до ручки довести, что с тобой разговаривать. Садись, я сказал. Отец по шлюхам бегал, и ты туда же. А вы думаете, что лапок в машину в машину? Отец. Отец по шлюхам бегал, и ты туда же не понимаешь, как же лапок в машину? Э, да, я не знаю, что лапок в машине. Э, да. Солнышко, это я. Не волнуйся, я его нашел. Где? Где? Не, но это неважно где. Главное, что нашел. Подожди, 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 подожди. Подожди, подожди, подожди. Давай я ему дам трубку, а ты ему это все скажешь. Хорошо? А он тебе будет рассказывать свое. Иди сюда. Иди сюда, не стой, как пень. Алло? Алло, Тарас? На фига это? Тетя Надя, это… Я? Угу. Угу. Да, я понял. Да. Нет, это уже я, Надя. Нет, сейчас он придет домой, и ты выскажешь ему все, что об этом думаешь. Все. Я выскажу, Надя. Значит так. У меня девочки, подростки. И ты не должен быть для них плохим примером. Я требую, чтобы ты отныне не смел больше встречаться с этой. Иначе у меня не будет выхода. Я заявлю на нее в милицию. И твою подругу привлекут за совращение несовершеннолетнего. Или за отсутствие прописки. Понял? Ага. Все, иди, объясняйся с теткой. Не переживай, все нормально. С теткой сейчас поговорил. В общем, она переживала сильно. Но сейчас все хорошо, так что не ссы. Мне в восемнадцать уже не было. Скоро будет. Так что мы с тобой поженимся и все. Тарас, ты все-таки еще ребенок. Поженимся, не поженимся. Ну куда я? Что ты понимаешь? Мне некуда деваться. А если он… Так. Я тебя люблю. И все. Тарас. Я сказал. Тарас. Ты еще здесь? Здесь. Катя, зайди ко мне, пожалуйста. Дверь закрой. Ну что ты мне хочешь продемонстрировать? Я ничего не хочу тебе продемонстрировать. Ну что, я тебе мальчик, что ли? Он просто у меня переночевал. Ты поиграть со мной решила? Ну что ты выдумываешь? Что ты выдумываешь? Он мальчишка. Чего ты добиваешься? Ничего я не добиваюсь. Не нравится мне все это. Ну прекрати. Слушай, ну ты же знаешь, что мне никто не нужен, кроме тебя. Как тебе в голову-то могло это прийти? Ты что? А ну-ка, а ну-ка вернись, зараза такая. Вернись, я тебе сказал. Я тебе вернусь! Я тебе так вернусь! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот гаденыш! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что за фокусы? Садись в машину. Я не хочу ничего слышать о своей сестре. Садись в машину, или я уеду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. В общем, заведено дело. И дело без насилований, да. Переспал с несовершеннолетней, можно понять, но она-то забеременела. Ну, а папашу ее мы с тобой хорошо знаем. Ну хорошо. Что ты можешь посоветовать? Теоретически. Конечно, дело можно замять. Я понимаю, ты не родной ему отец. Он твой племянник. Сколько? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Понятно. Деньги, передашь через меня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, естественно. Спасибо. Это Зареченская. Так, подожди, что-то я не понял. Дима. Дим, у тебя что, начальника увольняет, а потом трахает свою секретаршу на столе? Против ее воли. Ну, дурацкая ремарка. Нет. Это он насилует ее, я так понимаю, да? Ну? Ты где это взял? Ты зачем эту сцену написал? Откуда эта пошлость, Дима? Откуда эта пошлость? Ты что, ты романов западных туалетных начитался, что ли? Зачем ты это написал? Это такая жизнь. Какая жизнь? У людей сейчас такая жизнь. Ты выгляни за окно. У тебя? У меня другая жизнь. Я оттуда пришел. Пойдем посмотрим. Где там? Где там? Секретарша на столе. Где? Нету там этого? Нету. Ты что, Дима? Откуда эта пошлятина? Стоп. Когда я тебе рассказывал идею, она тебе понравилась? Да, понравилась. Только там не было изначилована секретарша на столе. Ну, ты что, Митя? Подожди, ты собираешься сказку снимать? Какую сказку? Ты сказку будешь снимать? Нормально человеческую историю. Здравствуйте. Галь, я просил, не мешай нам, пожалуйста. Подожди, подожди. Извините. Вы нам не мешайте. Вы нас извините, Галина. Как раз наоборот. Вот помогите нам, пожалуйста. Рассудите нас, как будущий зритель моего кино. Извини, нашего. Интересно вам будет смотреть сцену изнасилования начальником секретарши на столе против ее воли. Молодец. Вырвал из контекста. Вы, вы меня простите, я, я выйду на мину, на минуточку на улицу, ладно? В магазин. Хорошо, хорошо. Ты лицо ее видел? Видел? Каждый день видишь. Не будет она смотреть такое кино. Не будет. Все, Дима, переписывай, переписывай и все. Я не понимаю. Я как автор что, не имею права голоса? Имеешь. Ты автор, ты имеешь права голоса, да? Ну? Но надо переписать. Хорошо. Пусть она трахает своего начальника. Угу. Против его воли. Пойдем. Иди сюда. Сейчас, Сережа. Короче, у меня были деньги. У меня было много денег. Куда я их хотел потратить, сейчас это не важно. Зато ты на свободе. А денег у меня нет. Верни, есть. Еще. Вот. Держи. А теперь послушай меня внимательно, сынок. Сделай так, чтобы мы тебя больше никогда не видели и не слышали. Сережа. Катись на все четыре стороны. Прощай. Сережа. 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 До Владивостока. Сережа. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выкинуть такие деньги на ветер, а? От тюрьмы он его откупил. Как же? Да ты сам от него откупился. Конечно, тебе так проще. Заплатил и живи спокойно. И наплевать, что твой сын ублюдок. Слушай, ну такой же мой сын, как и твой, понимаешь? Вместе растили. Так что не надо с больной головой на здоровую. Он растил, как же. Как ты его растил, а? Когда ты его растил? Хорошо, хорошо. Да тебе дела до него не было. Ты палец на палец не ударил. А я малоу терял внимания нашим ягодом. Поразит, ты ни секунды на него не потратил. Он его растил. Ты растила. И ты, кстати, вот вырастила. Растил. На свою голову. Так что хватит. Что хватит? Что хватит? А как же Лида? А что ты ей скажешь? Лида, Лида у нас единственное светлое пятно, умная девочка. Она как-нибудь переживет и поймет. Мы же обещали ей квартиру. Да, в конце концов, работать пойдет. Можете совмещать учебную работу? Куда она пойдет работать? Когда она пойдет работать? Ей учиться надо. Переведется. Вот по твоей милости, одна дочь стала шлюхой, ты и вторую на панель тянешь. Сволочь. Что по моей милости? Что? Ненавижу. Ты шлялка шлюхой по моей милости стала? По моей милости? А ты-то где была, тварь? Ты-то как ее воспитывала, пока я вам деньги зарабатывала? Не ори на меня. Я на тебя не ору. Не ори на меня ненавижу. Прошлюху, чтоб ни слова. Чтоб ни слова про шлюху, понятно? Чтоб я не слышал больше этого слова. Тебе не нравится, что твоя дочь шлюха? Я сказал ни слова. Не шлюбишь, шлюх. Я сказал, зацкнись, сказал ты же. Я сказал, зацкнись, сказал ты. Дори нафиг. Попробуй. Давай, бей, бей. Зашкин, я сказал. Доченька моя приехала. Мама. Приехала. По моей милости. Слышитка, а? Это значит, по моей милости она говорит, галкой шлюхой стала, по моей милости. А как? Да не слушай ты его, он тебе скажет сейчас все, что лучше. Да не слушаю я. Доченька, откуда у тебя шума такая? Подруги взяла. По моей милости вы не сдохли. Ой, начал, начал. По моей милости вам было, что жрать, а я, чтоб вам было, что жрать, жизнь свою сгубил. Да провались ты. И не только свою, и чужую. Я человека убил, чтоб вам было, что жрать. Что ты? Господи, что ты народишь? Да что народишь? Да что народишь? Что ты не идешь-то? Мама. Мама, иди сядь. А вы думали, деньги откуда, а? Вы думали, что папа их украл, да? Папу у нас срок, да? Да ты всю жизнь украл. Ты всю жизнь украл. Да вам так удобно было думать. Удобно. Паразит. Они что, с неба свалились? И что, мне Родина их дала? Да Родине наплевать было. Все равно. Живем так и сошли. Что ты, ты всю жизнь воруешь? А по моей милости вы не сдохли? Дочка, не слушай. Не верь его. Я там в лесу. Я ведь не его убил. Ты его не слушай. Я же себя убил. Мама, не верю я ему. Я себя убил, понимаете вы это или нет? Что ты, Городина? Попоряди уже. Что ты, гад? Ты подумай, ты что? Ты его не слушай, доченьку. Говори себе правду. Он ерунду говорит. Мама, говори. Он сдурел совсем. Не верь ему. Да не верю я ему. Верите мне, не верите? Мне сейчас все равно. Это не имеет никакого значения. Покедова. Я ненавижу. Ненавижу. Мама, успокойся. Да что ты ждал? Мама, успокойся. Мама, успокойся. Все, все. Дедочка моя. По его милости. Дедочка моя. Моя любимая. Моя хорошая. Я люблю тебя. Люблю. Мама, успокойся. Так, завязывай. Все, все. Все, работа окончена. Завязываю. Оставь. Чего? Оставь, оставь. Дай сюда. Дай! Дай сюда! Вы уволены. Кооператив закрыт. Убирайтесь. Убирайтесь. Быстро, быстро, быстро. Можете жаловаться кому угодно. Убирайтесь! Убирайтесь! Быстро! Пошел ты, знаешь, куда. Куда ищут? Ты что стоишь? Пошел вон отсюда. А это ты? Курить будешь? Только прямо. Ну, скажи что-нибудь. И, наверное, cluster менять с каждой часть. Мама, мама, стучат. Сержант, ты верёвку снял? Да бегом. Да сниму сейчас. Может, хватит? Поехали. Сейчас, сейчас поедем. Сюда поехали. Ну что, ну? Иди, иди. О, вот дождались. Сейчас начнётся. Я вижу. Ну, вы тоже нас поймете, у нас нам учили. Закончили. Жизнь весёлая. Валь, дай на штыря, а то здесь у нас второй друг намечается. Понятное дело, не надо влажать. На, вот. Да, да, да. А, ну шатырь. И вату дай. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, там в сумке возьмем. Сейчас, сейчас, сейчас. Еще двадцать ночи. Давай, ты где? Сейчас, сейчас. Ну, я сказал, в моей сумке, в карманчике. Ты второй, второй, второй. Чего ты сделал-то? Сволочь! 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 Тихо, тихо, тихо. Что ты сделал? Что ты сделал? Сволочь! Ну, женщина! Ненавижу… Ненавижу! Пустите меня! Пустите меня! Чего ты сделал, сволочь? Ненавижу тебя! Пустите меня, пустите… Пустите меня! Пустите! Пустите меня! Тихо, Aleza, останусь! Собраться! А ну, что? Вставай! 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 Держите воду. Благодарствую. Аня? 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Парень! Парень, иди сюда! Чего? Кому говорю? Иди сюда! Стой! Кому говорят! Так нормально, все отлично. Кадр? Здравствуйте, Андрей. Вашему клубу исполняется на днях три года. Да. Три года. Клуб у нас еще молодой. Достижений у нас еще, пока еще практически никаких еще нет. И поэтому похвастать особо нечем. Подождите, можно я, я еще раз попробую? Конечно. В чем проблема? Можно еще раз? Работает камера. Работает камера. Здравствуйте, Андрей. Вашему клубу на днях исполняется три года. Да. Нашему клубу три года. Клуб у нас еще молодой. Достижений особо пока еще никаких нет. И поэтому похвастать особо еще нечем. Блин. Ну, зачем же вы так? Ваш клуб достаточно хорошо известен. И прежде всего тем, что это ваш клуб. Да. Клуб чемпиона страны в легком весе Андрея Каманина. Да. Да. Ну, когда это было? А когда это было? Это давно было. Угу. Угу. Я, я по поводу достижений-то, может, немножко поскромничал. На самом деле, наши ребята участвуют уже в региональных соревнованиях и занимают призовые места. Но это не главное. А что главное? А главное, что… Главное, что ребятам нравится заниматься боксом. И это главное, я считаю. Но ведь не секрет, что детские и юношеские группы содержатся на те средства, которые вы получаете, тренируя взрослых. Да, не секрет. У нас есть коммерческая группа, где тренируются предприниматели. То есть взрослые люди, которые хотят просто поддерживать себя в хорошей физической форме. И вот, на эти средства мы и содержим младшие группы. Потому что государство практически, ну, никак не финансирует уже молодежный, юношеский спорт. И ребята просто, они могут уйти на улицу. Либо пойти к тренеру, который их научит, ну, просто убивать, а не побеждать на ринге в честном бою честного соперника. Мне кажется, что вы очень категоричны. Ну, это реалии жизни такие. Вот, но мы сейчас… У нас сейчас есть небольшие трудности с кадрами. Нам нужны молодые спортивные ребята, чтобы работать спарринг-партнерами. Вот, в эти коммерческие группы. Поэтому, если есть такие, вы, если… Андрей, спасибо большое. Спасибо большое за интервью. Все понятно. Всего хорошего. Спасибо. Вам тоже. До свидания. Раньше приехали, мы вам еще детскую группу показали. На самом деле, очень прошу прощения, потому что мы немного задержали… Да ладно… Тут к вам парень по поводу работы. А, хорошо. Скажите, Андрей, а можно еще как-то к вам приехать, поснимать, как ребята тренируются? Конечно. Точно? Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания, да. Как звать? Тарас. Сколько тебе лет? Восемнадцатом. А если я паспорт попрошу показать? Я сюда работу пришел искать, а не паспорт показывать. Переодеться есть во что? В смысле? Ну, в смысле, бить тебя буду. В зал пойдем. Ну, пойдем, пойдем. Че сидишь? Пошли. Ты? Тарас. А фамилия не Бульба, случайно? Нет. Морозов. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Спасибо, что пришел. Извини, что позвонила. Я тогда не права была? Ну что? Да ладно, проехали. Мои соболезнования. Как ты? Перелаз на заочное. Мать на мне. Работать надо. Тут еще стажировка в Англии. Не знаю, поеду ли. Понятно. А, ну, забирай мать, привози сюда. Куда? Мне самой жить негде. Все решим. Извини, у меня сейчас мало времени. У тебя телефон есть? Звони. Звони обязательно. Стоп. 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 Молодец. Но так нельзя. Да. Если ты будешь так же продолжать, то я тебя завтра живу в волю. Наши клиенты не любят, когда их бьют. Они любят сами бить. Просто я хотел показать вам, что я умею. Живешь-то где? Нигде пока. Ну, сам-то откуда? Из Ореченска. Родня-то не будет искать? Отец, мать? Не-не. Я сирота, круглый. Здесь коморка есть. Я там проберусь. Диванчик старый есть. К вам выкину. Поживешь там пока. Спасибо. Буду платить немного, но на первое время хватит. С голоду не помрёшь. С голоду не помрёшь. Душ там. Потом ко мне зайдёшь. На дружку. Давай, стартуй, Васенька. О! Привет, Галёк. Привет. А это… У вас праздник какой-то там? Нет у нас никакого праздника. А он твой весёлый такой, червониц дал. Так. В чём дело, Дим? Ты почему пьёшь с утра, а? А ни в чём. Меня Героев послал. Нахрен. Да это не нужно никому. Он вам не рассеровался. Господи. Козёл. Ну что это такое? Ты барно, приличная киношка. Ты барно. Он вам не разочаровал. Так. Объясни же. Ничего не может. А то м-м-м-м-м. Вот так с туркин. Вся же ситуация. Он самец. Любой идиот может взять деньги и снимать кино. Кино снимать. А? Кретины. Галя, они все идиоты! Алё! Николай. Ой, здравствуйте. Это… Это Галя, Дима Короткова, жена. Помните меня? Вещи работайте. Извини, я сегодня… Давай, мы в следующий раз. Ну так, если не можешь работать, верни деньги за тренировку. Сегодня ты их не заработал, а ты понимаешь, все равно, что ты достал деньги из чужого кармана. Вы не против, если я его заменю? Шлем одень. А у тебя помельче нету пионера? Ничего, ничего, он справится. Ну ладно, но без рыбий, как говорится. Все равно я собрался курами помахать. Давай, пионер. Ну, как тебе пионер? А, Бася? Ну, как тебе пионер? А, Бася? Ну, как тебе пионер? А, Бася? Работаем. Галя! Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Кофе? Нет, нет, спасибо. Вы зачем меня позвали? Хотите, чтоб я вам в лицо сказала, что считаю вас вором и негодяем? Господи, вором-то за что? Да все, все про вас понятно. Украдете чужой сценарий, выдадите за свой. М-м, ерунда какая-то. Тут и красть нечего. Конечно, нечего. Просто полгода работы, вот и все. Вот именно, полгода работы, а красть нечего. Вы читали его сценарий? Нет, но это к делу не относится, неважно, потому что… Ну, вот видите, оговорите. Послушайте, я… я ничего не говорю, просто… Да я понимаю. Рассчитывали на гонорар? Да. И на гонорар рассчитывала тоже. И на Канны. И на всемирную известность. Я… Я просто надеялась, что ему наконец-то повезет. Он же ничего больше не умеет. Только писать. Вы мне измените, Коля, но писать он тоже не умеет. Ладно, я пойду. Спасибо. А вы… Встали в стойку. Одиночные удары перед собой и без движения на месте. Ребят, перерыв. Стоп. Под левую руку. Вы ушли вправо-влево. Раз, ушли в другую сторону. Раз, в другую сторону. Живот, голова. И на правую ногу. Мягче, мягче, мягче. Вот. Идем. Раз, два. Раз, два. Морозов. Раз, два. Морозов. Ко мне зайди. Ты у меня сколько работаешь? Ну, где-то… Короче, какой-то урод ворует у наших клиентов бабки. Ворует помаленьку, тут бумажку, там бумажку. Хрен поймаешь. И никто бы ничего не узнал, если бы не наш общий друг Басин. Он четко знает, сколько у него бабла в лопатнике лежит. Орешку хочешь? Нет, спасибо. Спасибо. Он обзвонил всех своих знакомых, и они в один голос завопили, что у них за последнее время тоже исчезали бабки. Ну, а я тут при чем? Ну, до тебя у нас такого не было. Вы думаете, что это я? Да. Короче, постарайся быть на виду, пока мы не разберемся с этим делом. Все, иди. Давай. Ой, спасибо, галтенок. Трудоголик, поедь, пожалуйста. Спасибо. Хорошо. Что-то сахара много. Да? А ты… Ой, не смотри, пока не смотри, пока не смотри, ой, прости. А я с Бероем встречалась, знаешь? Зачем? Он что, приставал к тебе? Да нет, ну ты что, случайно, случайно встретились. Ох, не нравится мне эти случайности. Может, ты ему морду набьешь, а? Хотелось, ты знаешь. Но он же ж на лысую голову больше меня и такой. Непростой в плечах. А вдруг он мне набьет? У-у-у. Как я буду без морды? Похоже, я в трусы влюбилась, да? Ну, так случается иногда с понциалками, они ошибаются. Ну, как? Как он там? Шевелится? Да нет еще, не шевелится. Ты что, рада? Мальчишка наш. Как не шевелится? А вдруг девчонка? Нет, 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 нет. Ну, а вдруг девчонка? Может быть, мальчишка. Толкаться локтями, такой крепкий. Продолжатель рода. Я тебе говорил, что я уже скоро разведусь. Да, ты мне уже говоришь, это последние три месяца. Галчонок, уже скоро. И мы сразу с тобой поженимся. Ладно, ладно, ладно. Ладно. А ты в курсе, что в этом дерьме подозревают меня? Тебе что, жрать нечего? Мне позвать всех? Тебе не поверят. Тебе никто не поверит. Позвать? Не надо. А куда я вещей столько набрала уже? Все на мусорку надо выкинуть давно. Так я вроде ничего не взяла. Подожди. Я не знаю. Может, они еще вернутся? Кто вернется? Нас хоть встретят. Такси возьмем. О, Господи. О, Господи. Привет. Привет. Я мог бы сказать кое-кому, и тебя грохнули бы. Мог бы. Но ты же этого не сделал. Собрался уже? Ну да. Я вот тут. В общем, я думаю, тебе на первое время хватит. Да не надо. Держи, держи. Спасибо. Слышь, ты это, руки не опускай. Ну вот. Держи ключи. Потом потренируешься. Ой, Господи. Спальня. Гостиная. Туалет. Ванная. Холодильник. И там. Мам. Мама. Мама. Мам. Мама. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дим, а ты чё, дома, что ли? Да. Консультация закрыта. Без объявления или чего, просто закрыта и всё. Получается, что я, ой, зря по этому городу вонючему таскалась. А сегодня всё закрыто, даже винные. Кто о чём? Господи. А ты что это, к классике, что ли, приобщаешься? Ага. Вы сегодня к ней всех решили приобщить. По всем каналам одно и то же. Ну, смотри. Чёрт-те что. А что это такое? Дим, это ж не война? Что ты ерунду говоришь? Ну какая война? С кем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мам? Мама? Мам? Здрасте. Здравствуйте. Мам, это я продукты принесла. Хлеб тебе? Макароны? Морковь? Мам, ну что ж ты меня? Ты бы посуду хотя бы помыл, развела бардак. Доча, я чё-то не пойму, сегодня в третий раз по телевизору «Лебединое озеро» показывают. Нет, мне, конечно, нравится. Но, может, помер кто? Кто умер? Ну, не знаю, кто-нибудь там. Мама, никто не умер, это поча. Молоко скисло у тебя. Да. В холодильнике держи. Ну и хорошо. Ты не мой посуду, я сама помою. Ага, да. Толь, у нас же как вот, у нас если валет по телевизору, значит, кто-то помер. А вот сейчас ты сказал, и легче стало. Мам, я сырки тебе купила. Отлегло. А, спасибо. Отлегло, да. И картошку. Они ж, поди, с ума сходили, искали тебя. Ага. У них своя жизнь, у меня своя. Я заехал-то так, должок отца отдай. Да где ж он? Они ж мне адрес-то оставили дома своего. Квартиры. Нет, это, нет. Вот Ленинград. Вот. Да не надо. Послушай, так, может, хоть на кладбище сходим? К отцу-то на могилку. Я за ней присматриваю. Хоть самоубийца, все ж таки человек был. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Андрей Феликсович, снизив цены, мы привлечем новых покупателей и выиграем от оборота. Это все вилами по воде. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да нет же, эта мировая практика уже 10 раз проверена. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как мы вот это научились говорить? Мировая практика. Как же мы раньше-то без этого жили? Вот именно. Вот навязал этот задорожник тебе мне на мою голову. Где он тебе только откопал? У меня, между прочим, красный диплом. Что? У меня красный диплом. А я дальтоник. Ладно, дай твои расчеты, я полистаю. Да. И вообще, я чего-то тебя начинаю бояться. Листайте, листайте. Что? Листайте. О, вот тут, что ли? А я вас там зали ищу. Вадим, ну ты же видишь, мы здесь работаем. Пожалуйста, пойди и подожди в приемной. Вадим Андреевич, может кофе? Ну, дверь-то закрой. Я здесь. Вадим Андреевич, может кофе? Вадим Андреевич, мне кофе сделать, говорю. А где твой… Мой? Я не знаю, дома может быть. С сыном? Нет. Сыну подруги. А Дима, я его приглашала, хотя и знала, что он не придет. Почему? Потом. Вот она. С цветами? Да. Понял. Поехали. Ну, понятно, жалко. А что его жалеть? Да не его жалко. Тебя жалко. Это вам. Мне? А где у нас остальные там? А вот здесь все написано. Красиво стоишь. Ты опоздала. Сеанс уже окончен. Ну как, а банкет? А банкет не здесь. Ну вот, на банкет я не опоздала. Познакомься, это моя сестра Лида. Очень приятно. А что же вы не были на премьере? Она очень занятой человек. Ей не до этого. Да? А на банкет-то она с нами пойдет? Далеко? Да нет. Пару часов. На оленях. А, нет-нет, недалеко. Я на машине. Поехали. Ребят, мы сами доберемся. Кого-то ждете еще? Кого-то ждем? Нет-нет. Пойдемте. Пошли. Кого-то ждем? Кого-то ждем? Откуда машина? Купила. А я думала, подарили. Ну, кто ж мне подарит? Ну, мало ли. Задорожный, например. Ты же все еще с ним? Да. Почему все еще? Слушай, мы, кажется, их потеряли. Ничего, доедем. Сколько мы не виделись? Года два? О! Заодно отметим вашу встречу. Кстати, поздравляю с премьерой. Угу. Спасибо. Видите ли, все зависит от цвета, от ракурса. Вы необыкновенная женщина. У вас есть какая-то… У вас есть какая-то трагическая нота. Правда? Мне это никто еще не говорил. Лидочка, так я еще фотограф, между прочим. Приезжай ко мне в мастерскую, я сделаю твой портрет, и ты увидишь, какая ты на самом деле. Сема! Там сейчас за операторскую группу будут пить. Без тебя никак. Так. Иди-иди. Домой. Я сейчас вернусь. Угу. Угу. Обещал сфотографировать красиво. Этот может. Может? Соглашайся. А приставать будет? Обязательно. Отговоришься. Да. Хорошо. Ну, ладно. Я пойду. Проводишь меня? Да я тоже пойду. Да? Я могу тебя подвезти? Да. Они не обидятся? Да не заметит никто. Пойдем. Пошли. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ПОСТОВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗОСИЧЕСКИЙ СИГНАЛИЗОКОЙ СОРОДИЦИКИ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что-то там зависло. Ты посмотри, это Тарас. Какой Тарас? Это Тарас. Да ладно. Однофамилец, наверное. Ага. И одноименец тоже. Ты что, не видишь, что это он? Ага. Легко проверить, какое сегодня число. Так это ж сегодня. А я знаю, где это. Поехали посмотрим. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Странное время сейчас, да? Ты о чем? Так. Обо всем. По киностудии ветер гуляет. Все павильоны закрыты. Представляешь, в первом павильоне в прошлом году мебельный магазин открыли. Мы вот какую-то ерунду сняли. По-настоящему талантливые люди, уже который год без работы сидят. Ты зачем о них переживаешь? Ты за себя переживай. А за тебя можно? А за меня-то что? У меня все хорошо, все отлично. Куда это мы едем, а? Брата увидеть. А может, это не он? Ты же сама сказала, что это он. А может, я обозналась. Ну вот, мы и проверим. Лида. Лид. Подожди. И я не пойду. Почему? Не хочу. А вдруг это действительно он? Ну, тебе не интересно? А ты сколько раз о нем вспоминала за все эти годы? Вот именно, и я тоже вообще не вспоминала. Да мне ему в глаза стыдно смотреть. А мне не стыдно. Он сам был неизвестно где. Наш с тобой младший брат был неизвестно где. Да мы даже представить себе не можем, в кого он превратился. А он сейчас возьмет и пошлет нас куда подальше. Вот что мы будем делать? Ну, ты права. Ну, пойдем посмотрим, он или не он. И все. Лида. Лида, посмотри. Лида, пойдем отсюда, пожалуйста, а? Ну, что мы здесь делаем? Пойдем. Послушай, по-моему, это точно он. Смотри. Да какая разница? Это уже не важно. Лидусь, я тебя на улице подожду, ладно? Давай. Лидусь, я тебя на улице подожду. Лидусь, я тебя на улице подожду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, девочка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Да куда ты падаешь? Поехали с нами! Да куда ты падаешь? Да куда ты? Ребят, ребят! Да у нас дела были! Чего ты постоянно вот это бля... Господи! Ну где ты хочешь? Лида, я тебя обыскалась! Все закончилось? Я понял? Закончилось! Это он! Это сто процентов он! Я его узнала! Ты представляешь, какой он молодец? Он того уложил! Кто? Кого? Кто кого-то раз того! Он его чуть не убил! Нет, ты что ты такое говоришь? Какой ужас! Пойдем поздравим его! Какой ужас! Нет, нет, пожалуйста! Я прошу тебя, пойдем отсюда! Да ты что, с ума сошла? Ты же понимаешь, что он не знает, что мы здесь! Представляешь, его лицо пошли! Да сиди ты! Чего там? В больнице нужно! Вся, Володь! Отдышусь, да пойдем! Черт! Чего такое? Чего тебя так возбуждает-то? Я думаю, что я буду делать, если ты сдохнешь? Пойдешь с победителем трахаться! Придурок! Какого черта? Кто вас сюда пустил? Попробовал бы нас кто-то не пустить! Пошли вон отсюда! Лид, может, мы не вовремя, а? Тарас! Тут Галина спрашивает, может, мы не вовремя? Может, нам записаться на какое-то другое время или на счастье примешь? Чего за фигня я не поняла? Это не фигня, Юль! Это две моих родных сестры! Хрен сожрать! Господи! Утипучих, кто к нам приехал? На кого ставили-то девчата? Дурак, а! Дурак был, дураком и остался! Чего совсем, что ли, заврался? Какие нахрен сестры? Я чего-то не поняла! Ты чего в уши, что ли, долбишься? Это две моих родных сестры, Лида и Галя! Отвали, Юль! Я тебя в машине подождал! Ага, давай, Володь! Ему в больницу нужно! Да ладно, нахрен! В больнице так заживет! Тарас, тебе действительно в больницу нужно! А мы пойдем, чтобы не мешать, хорошо? Тихо, гони телефон, я позвоню! Сейчас! Сбежишь опять? Да не, не сбегусь, я оклемаюсь немного, позвоню! Там долзок за мной! На! Пока мы пойдем! Давайте! Мы тебя поздравляем! Я позвоню! Приятным было познакомиться! Меня Юля зовут! Я жена его! А чего ты забилась-то? Ты чего, ревны, что ли? Кто это? Это две моих родных сестры! Иди сюда! Не пойду! Иди ко мне! Я сказала, не пойду! Иди сюда! Не хочу, ты меня испачкаешь! Ничего, я тебя помню! Иди сюда! На, иди! На! Не врешь? Нет! Это две сестры! Я пойду, дверь закрою! Да ладно, потом закроешь! Как ты думаешь, он позвонит? Я что-то не поняла, он про какой долг говорил? Понятия не имею! А зря мы все-таки поехали! Да ладно, зря! И так разбежались, дальше некуда! Так ведь тоже нельзя! Нельзя! Что там? Похоже, у нас там свой банкет! Сколько время? Да, не слабо! Ну, пошли! Куда? Дальше праздновать! Кристиночка, куда? Подержи! Это кто? Да откуда я знаю? Дима, Дима, Дима! Давай! Он их, похоже, на улице собирает всех подряд! А вот и она, героиня нашего вечера! Моя драгоценная жена! Яркий пример того, как можно не учиться! А зачем? Можно просто украсть у любимого мужа идею и написать сценарий блокбастера! Браво! Браво! Что? Что вы здесь ищете? Курить не надо здесь! Идите! Идите! Нормально, они уже здесь освоились, знает за что! А Жорик здесь? А ты что? Нет, конечно! Ну, поехали отсюда! Поехали! О, сестренка! Мы как-то не поздоровались, принимая поздравления и подарки! А ты тут при чем? Ну, как же при чем? Я же этот, муж! Галочка, а наши друзья волнуются? Куда ты пропала? Иди! Иди отсюда! А что ж такое? Я твоих друзей не знаю и знать не хочу! Как грубо! Ну, так нельзя! Это грубо! А где мой сын? А зачем тебе сын? Чего ты про него вспомнил? У тебя водка есть! Водка? А водки больше! Нет! Идем! Идем, я говорю! А куда ж вы собрались в такой ранний час? Не твое дело! Хорошо, ваши дела меня не касаются, но тогда мои вас тоже не касаются! Уходим мы! Катись! А вам счастливо оставаться! Скатишьте дорожка! Знаешь, я прочитал сегодня в твоем компьютере, твой новый сценарий, да? Полный эгэ! Ну вот, я-то мне на ту кнопочку нажал! Ты исправь, если что! Ну, пиши! Пиши, пиши! Уходим! Уходим! Выметаемся! А чё такое? Жена не в духе! Ей требуется тишина! Пошли, пошли, пошли! Ну, продолжение! Продолжение банкета! Там! О, сестренка, ты с нами? А ты как думаешь? Ну, тогда удачи себе! Продолжение банкета! Я твоему! Этому! Продолжение банкет, я не могу! Продолжение банки... Продолжение банки... ЗВОНОК В ДВЕРЬ А можно мне? Спасибо. Извините. Извините. Ох… Что ты так смотришь? Думаешь, мне это всё нравится, что ли? Не знаю. Твоя жизнь, ты её выбрала. Нет, это уже не моя жизнь. Так разводись скорее. Ну, что здесь думать-то? Да мы даже не женаты. Тем более. Да. Ох, как прав Задорожный. Кто? Никто. Задорожный прав был. Он знал, что ты наживёшься в дерьме и снова к нему прибежишь. Он-то здесь причёл. Я о нём вообще уже сто лет не вспоминала. Всё. Давай. На одежду одевайся. Бегом, а то мы в сад опаздываем. Слышь? Выходи давай. Не один живёшь. У тебя там что, запор, что ли? Ребёнку в туалет надо. Да просто в ванну схожу. Какая ванная? У нас вообще-то туалет есть. Выходи, я сказала. Слушай, отвали ты, а. Понятно, в кого у тебя столько понток. Стоит только на твоих сестёр посмотреть. Какого хрена они вчера припёрлись? Да какого хрена твоё дело? Да иди ребёнком занимайся. Выходи давай. К папашу, что ли, решил поиграть? Если твоя морда заживёт, он тебя вообще не узнает. Выходи, я сказала. Оделся? Молодец. Давай, я тебе помогу. Опа. Всё, не плачь. Вот так. Штаны надевай. Давай ножку. Угу. На чём нам нужно доезжать? Мы поедем на автобусе. Мне деньги нужны. В сумке. В сумке деньги у тебя. Хорошо. Если хоть одна твоя сестра сюда придёт, я её с лестницы спущу, понял? Не обломайся. Увидишь. Давай, ботинки быстро. Лидка, привет. Лидка. Мила. Мила. Привет. Что тут рано сегодня? У тебя ж не переплюнил, что он секретарший говорит, с полдевятого здесь сидишь. Я не сижу, я работаю. Ну да, да, тогда извини. А ты приготовил договор? Помню, я помню. Встреча есть три дня. Чего ты, расслабься. Ищуся, расслабься. Я ж дождаю его как-то проверить, правильно? Как-то что-то внести, какие-то коррективы, в конце концов. Да что ж такое? Может мне второго ареста взять просто и всё? Невозможно. Или отцу твоему пожаловаться, как в школе, в конце концов. Лид, ты мне слов не даёшь вставить. Да принесу я тебе этот чертов договор, после обед принесу. Если после обеда принесешь, то ты сейчас припёрся? Просто так. Вот тебе вот, на. Осторожно, но на бумаги-то зачем кладёшь? На бумаге важнее, чем человек. Увидимся после обеда. Мила! Лидия Алексеевна. Возьми, пожалуйста. Я выходила. Я тебя звала, не могла найти. Извините, я выходила. Там человек пришёл, говорит, что он ваш брат. Значит, он мой брат. Ты должна его привезти сюда. Хорошо. Проводить его нужно в любое время, когда придёт. Ну, здорово, сеструха. Привет. Тебе не пробиться. Хорошо устроилась. Отличница. Послушай, я тут освободилась до обеда случайно. У меня не готовы документы. Может, пойдём куда-нибудь сходим? Слушай. Посидим не здесь. Да нет, давай никуда не пойдём. У меня времени мало, в общем. Ну, хорошо, давай чай, кофе. Милый, сделай нам, пожалуйста. Что ты, кофе, чай? Не-не-не, не надо ничего. Спасибо, не надо ничего. Ну, привет. Ну, привет. А что это? Сюрприз. Глянь, посмотри. Это что такое? Ну, разверни, посмотри, что это. Ну, я всё равно не понимаю. Да. В общем, Лид, там какая история-то? Нудная, длинная. В общем, я попробую её рассказать как-нибудь повеселей и покороче. Мне там пару лет назад тюрьма ломилась. Вот. А батя, короче, выкупил меня оттуда. Ну, в общем, он сказал мне, что это бабки твои были. Ну, хату тебе хотел купить. В общем, он выкупил меня, да, и сказал, чтобы я исчез. Я исчез, потом хотел его найти, там, долг это отдать. Вот. Папа… Да, да. Я знаю, Лид, я знаю. Я и заезжал туда. В общем, мне соседи всё сказали. Я в курсе. Вот. В общем, чё, я всё вернул. Вот твои деньги. Откуда они? Как ты их заработал? Ну, убил инкассатора, да съел. Да какая хрен разница? Откуда они чего? Главное, что я вернул всё. Я больше Морозовым ничего не должен. Всё. Пока. Постой. Мама хотела тебя видеть. Какая мама? Твоя, моя, Галкина. Какая мама? Она живёт здесь. С тобой? Нет, не со мной. Я ей снимаю квартиру. Помощницу ныла. Какая разница? Я сказала ей, что я тебя встретила, она захотела тебя увидеть. Скажи, что опять пропал. Так и сказать. Ну, скажи, позвоню. Всё, пока. Лида, я тебе очень благодарен. Нет, правда, все твои идеи работают, как ни странно. Почему как ни странно? Ну, как тебе сказать? Потому что я женщина? Потому что ты не только очаровательная женщина, ты ещё и молодая женщина. Подвиньтесь, пожалуйста. Нет, я хочу сделать тебе одно предложение. Я слушаю. Лидия Алексеевна. Да. Лидия Алексеевна. Дорогая Лидия Алексеевна. А почему бы вам не влиться в нашу семью? Только не делай вид, как будто ты не понимаешь. Ну, честно говоря, я действительно не понимаю. Вы делаете мне предложение сейчас. Вообще-то я об этом тоже думал. Ну, как-то вот, как боюсь. Пиво. А? Взять ещё пиво, а? Ну, боюсь вот… Что боитесь? Что я откажу? Да нет, боюсь, что вдруг согласишься. Смешно. А я человек уже старенький. Я ещё жить хочу. Почему ты не хочешь выйти за моего… Чёрт. Моего Вадима. Так как? Бесприданного берёте. У-у-у. Твоя голова на миллион тянет. А я думала, так побольше. Тем более. Ну, так как? Ну, он мне предложение не делал. Потому что как раз боится, что откажешь. Правильно делают. Почему? Ага, понимаю. Если бы я был женщиной, наверное, тоже бы за него не вышел. Да не в этом дело. А в чём? Ага. Задорожный? Вот дурак старый. Ну, в общем, это ваши с ним дела. Лида, жалко. Жалко, Лида. Я хотел всё тебе передать. Ну, всю, так сказать, свою империю. Потому что оставить Вадиму, ну, это как по ветру пустить. Спасибо большое за доверие, но боюсь показаться невежливой. Да. Ну, понял, понял. Тема закрыта. А империю оставьте Вадиму. Я свою собственную построю. Верю. Верю, Лидочка, верю. Может, всё-таки передумаешь, я буду рад. А? Опять за пивом побежал. Да. 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 Кто там? Кто там? Мам. Мам, это я. Кто? Я, Тарас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет, мам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты какой? Сынок, ты какой? Какой ты? Какой? Проходи, сынок, проходи. Какой ты? Какой ты? Ой, Господи, как это неожиданно-то всё, сынок. Сыночек, ну что ты такой лохматый-то? Ну, вот так, вот так. Мам, я же говорил ей, что приеду. Ага, я сейчас уберу. Она мне говорила, да, да. А где она сама-то? Так она же, она же со мной не живёт. Она же, она же работает. Вот она всё, деньги, продукты мне привозит. Слушай, сыночек, я посмотрела на тебя, у тебя куртка такая прям дорогая, наверное, да? Чё это? Да не, мам. А чё у тебя с носом-то? Ты, наверное, есть хочешь? Ты обедать, да? Ты не обедал, да? Сейчас, сейчас, сынок, у меня суп есть. Нет, мам. Подожди, сейчас, вот он. Сейчас я погрею. Мам, мам. Мам. Поехали в ресторан. В ресторан? Поехали. Я не знаю. Я в ресторане когда была? Когда свадьба была? Да и то она была не в ресторане, а в столовой. Ну, и… Ну, надеть мне нечего. Да ладно, мам, надень чего-нибудь. Ты и так красивая. Поехали. Так… Мам. Мам. Мать, ты чего плачешь? Ничего. Не обращай внимания. Не обращай внимания, сынок. Я когда немножко выпью, я все время смеюсь. Да все нормально, мам. Мам, эй, поди сюда. Не надо, сынок, не надо. Извините. Заменить? Не, не надо, не надо. Извините. Все, иди. Я так виновата перед тобой, сынок, ты прости меня, прости. Мам, не надо. Ты был такой несносный. Надо было, конечно, тебя, но надо было бы, а я ничего, ничего. Да. Я ведь не хотела сюда ехать. Это лидо. Я понимаю, конечно, она не могла меня там оставить, но… И сейчас не до меня тоже. Ну, а когда Иена работает, конечно… Мне так одиноко. Да нет, она иногда заезжает. Зачем она меня сюда привезла? Мам. Все понимаю, да. Лучше б я там. Отец знаешь? Да я знаю, заезжал. Заезжал. Когда? Да давно, Майя, это не важно. Да, да, да. Я так и думала, что ты приедешь, а нас уже и… Все хорошо. Все хорошо. Хорошо. А ты женат? Да. Да, женат. А как ее зовут? Юля. А детки у тебя есть? Да, сын. Сын. А как его зовут? Вовка. Вовка. Ты должен обязательно ко мне привезти. Да, мам. Хорошо как-нибудь. Мне нужно с ним познакомиться. Это ж… Это ж мой первый внук. У Галки сын. У кого? У Галки сын. Нет. Нет, нет. Ее нет. У меня есть только ты и Лидочка. У меня больше никого нет. Здравствуй. Ты опоздала на пятнадцать минут. На тебя это не похоже. Здравствуй. Все меняется. Тем более, пятнадцать минут не так много. Десять минут приемлем, а пятнадцать уже нет. Я же не на деловое свидание опоздала, правда? Другие мужики ждут своих теток. Часами ничего. Другие мужики ждут своих теток. Я не другие, а ты не тетка. Ну? И зачем ты меня сюда позвал? Я хотел обсудить с тобой одну интересную тему. Ну, я слушаю. Тебе не пора замуж? Так, подожди. Мне? Ты что мне делаешь? Предложение? Я? Я не… Тебе уже сделали предложение, а ты отказалась. Чем тебя не устраивает Мамонтов, младший? А-а-а… Нет, спасибо, я не хочу замуж. Семья мне как раз не нужна. У меня была уже одна семья. Спасибо. Достаточно. Тем более, мне очень устраивают наши с тобой отношения. Это сейчас, а потом. Ты ж не собираешься всю жизнь пахать на свои супермаркеты. Ну, Вадим не такой плохой парень. Ну… Дело не в деньгах его папы. Хотя их очень много. Так что, если хочешь быть сильной, независимой, то… Я сейчас ни от кого не завишу. Ну, это тебе так только кажется. Толь, вот. Привет. На, держи. Все нормально? Нормально. Спасибо. А то ты смотри, если что, мне же голову оторвут. Так, ну все, все, пацаны. Хватит кочегарить. Давай домой уроки делать. Мать, наверное, заждалась. Давай-давай-давай-давай. И ты тоже. Гуляки. Извините, зал заказан, но мы не обслуживаем. Ну, что, мы так и будем сидеть? Или лучший друг что-нибудь скажет? Ну… Какой я друг. Какой-какой? Скажу, конечно, скажу. Какой-никакой. Тихо. Всем заболчали. Все, все, все. Лидия Алексеевна, дорогая Лидия Алексеевна, мы с вами знакомы, ну, ни слова о возрасте. Тем более, это не мой день рождения. Ну, почему? Почему? Как руководитель вашей предвыборной кампании, я обязуюсь сделать все от меня зависящее, чтобы, я не побоюсь этой фразы, поднять вас к звездам. Да. Тем более, что вы, как никто другой, вы имеете на это право. Вы заслужили это. Вы с вашим обаянием, с вашей нечеловеческой энергией. Я уверен, что через десять месяцев, здесь же, ну, вот этим же составом, мы будем праздновать вашу оглушительную победу и захоть нам покориться. Такой каламбурчик получился. Более того, в недалеком будущем, я думаю, вы станете первой леди этого города. А там мы уже на и президентский выбор замахнемся. Ну, ладно, это будущее, за которое, я думаю, просто необходимо выпить. Ура! 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 У-у-у! Ура! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты с ума сошел? Это дамская комната. Да ни к цени войдет. Я соскучился. Пошел ты к черту. Соскучился. Лид, сколько времени ты меня уже за нос водишь? Ну, что ты, что ты, Лид? Нам же с тобой так хорошо было. Это было один раз. И то случайно я напилась, как дура. Да и ты ни хрена не соображал. Я как раз соображал, я все помню. Лид, я же ни на кого, кроме тебя смотреть не могу. Ну, что ты? Ну, давай уже, выходи за меня. Отец вон только рад был. Попошка тоже без ума от тебя. Если мог бы, сам бы драл за милую душу. Душ лучше с ним, чем с тобой. Только у твоего отца еще есть какие-то нормы. Да какие нормы? Ладно. Он свое бабло, он на материнных партийных связях заработал, поэтому сидите сейчас. Тихо. Остынь. Ой. Ты что, душ принимал? А? Ты что, охренел? Пардон, мадам. Мадемуазель. Ой-ой-ой, так я и поверил. Зырка. Ну, что, не утерпела? Так, что тут у нас? Ну, что ты села? Что? А ну-ка, марш в постель. Сейчас все принесу. Ти-и-и. Ти-и-и. Спит? Что? Иди-ка сюда. Куда? Садись. Так, ну? Вот так. Будем сидеть и смотреть друг на друга. А давай. Так они сидели и смотрели друг на друга целую вечность. А я согласен. С чем? Смотреть на тебя целую вечность. А работать ты когда собираешься? Ты кино снимать собираешься? Вот так-то с небес на грешную землю. Ты что? Всего год в Москве, а вон уже сколько всего сделали. Да будет, будет, все у нас будет. Завтракать можно? Угу. Что будешь, кофе или чай? Кофе. Кофе. Ну, кофе так кофе. Здрасте. Я тебя не знаю. Костя, я тебя тоже не знаю. Костя. Че дальше? Юлька тебе привет передает. Принято. Развода хочет. Так что без проблем. Замуж, что ли, собралась? А ты что, против, что ли? Вовку пистолет даст? И на все четыре. Ну, Вовке тебе не видать. Она на алименты подала. Ну, ты что? Зачем это тебе? Мой пацан. Во-первых, это не твое дело. А будешь мешать, Юлька на суде докажет, что ты псих ненормальный. И бьешь ее по потере пульса. Понял? Топ-пот-пот-пот. Ты сама придет. А я добавлю. Тише, тише. Я добавлю, чтоб тебе все мозги отбили. Понял? Вали давай. Чего залить цирк устроили. Давай работаем. Че там? Да, видно, Тарас с Костяном в цене не сошлись. На что? На бабу. Это ж Костян. Он в этом районе главный потелком. Да я и сам у него пару раз девчонку заказывал. Ну и прикольно. А, так себе. Сережа, команда начали, была. Мы поехали уже давно. Вот. Замечательно. Задница крупным плановым у тебя. Что они делают? Кошмар. Кошмар. Что? Марин, ну в чем дело? Смотри, синий купальник. Ну, ты видишь синий купальник? Вон тоже синие цветы. Ну, есть там синий полоска. Ну, мне больше делать нечего за полосками смотреть. Вон, зафактуй в черном. Ребята, давайте вы расправьте эту штуку. Как ее? Давайте, песочек граблями. Вы будете работать или нет? Слушай, мне работу в Праге предлагают поснимать. Кино, что ли? Ну, кино. Кино. Рекламу. Пока. Потом посмотрим. Поедешь? Ну, поеду. Конечно, поеду. А я? И ты поедешь. И ты. А что я там буду делать? Работать будешь. Найдем тебе работу какую-нибудь. Диктором на радиоустроюсь. Голос Америки там есть. Колечка, ну я же не могу. Почему? Потому что Жорик. Ребенку надо учиться. Ну, какая ему Прага? А с Жориком мы поступим так. У меня в Питере есть хороший приятель, у него частная школа. Галь, очень хороший. Честно. О! Два-три месяца. Мы устроимся и его заберем. Правда? Да. Заберем. Это так не решается. Давай мы поговорим еще, ладно? Потом. Поговорим. Да. Так. Что, готовы? В общем, тебя можно поздравить. Народу ты нравишься. Все идет нормально. Ты подумала над моим предложением? Чтобы выйти замуж? Да. Да, подумала. Ну, и? Я беременна. Подожди. Какой срок? Ну, где-то три месяца уже. А, да. Да. Почему раньше не сказала? Мы давно не виделись? Ну, ты не маленькая девочка. Знаешь, что делать, да? Я… Я не могу делать аборт. Почему? Потому что слишком большой срок. Врач сказал, что это очень опасно. Плохой доктор. Я знаю хорошего. Он скажет, что можно. Знаешь, мы не можем размениваться на мелочи сейчас. Да? Ну, что мы… Подожди, ты считаешь, что… Ты считаешь, что это мелочи? Как вы мне надоели, сестры Морозовы. Как вы мне надоели, сестры Морозовы. Ну? И зачем ты меня сюда позвал? Тебе замуж не пора. Ты что мне делаешь? Предложи? Я? Я не… Прости, что позвонила, и я тогда не права была. Извини, у меня сейчас мало времени. У тебя телефон есть. Звони. Что за фокусы? Садись в машину. Я не хочу ничего слышать, извесистый. Садись в машину, холодно. Ты совершенно запустила. Место занято. Все. Спишь с ним? Че ты понимаешь? Поехали. Девочка, что надо, что не надо, решать буду я. Хорошо? Ты чем-то недовольна? Ты ей-то по-моему договорились. Ну, конечно. Ты бы свой шанс никогда не упустила, да? Никогда и не за что. Летень Юреч, здравствуйте. Да? 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 Не до Морозова. Морозова? Я строгаю Морозова. Садись. Ну и что же тебе от меня все-таки нужно? Поцелуйте меня. Я хочу быть рядом с вами. Я хочу быть рядом с вами. Зачем? Хотите? Нет. Что ж мне так везет на сестричек Морозовых? У тебя таких, как я, не будет. Я не буду. Я не буду. Поживем, увидим. Вы же передумаете? Нет. Разрешите? Третья, четвертая. Проходим. Заходи. Ну вот. Двигайся. Вот здесь вы и будете ехать. Так, это у нас будет здесь. Это мы сюда. А это мы… Ой, это не убирай далеко, оставь здесь. Где? Сюда? Вещи буду доставать, хорошо? Ну что, Жорик, ты давай там себя хорошо веди, не балуй, не подведи, как говорится. Ладно? На каникулах тебя заберем. Хорошо? Все, оставь его. Пошли. Пойдем. Ну что, все? Ну точно завтра летишь, да? Ну конечно. А ты устроишься и позвонишь, хорошо? Ну конечно, да. Ну все, давай. Пока. В окошко сейчас тебя увижу. Иди. Все, иди, иди. Ну ладно, все. Ну иди. Жорка, давай сумку и снимай курточку. Раздевайся. Простите, а вы не знаете, что мы стоим? Да кто их знает? Уже второй час. Девушка, а что случилось? Почему мы стоим, а? Ремонт пути. А где мы стоим? Балагое. Надолго это? Девушка, идите в вагон, пожалуйста. Мы в любой момент можем тронуться. Вагон, пожалуйста, пройдите. Сынуля. Мам, куда ты ушла? Сыночка. Ты что, миленький, встал? Ну-ка давай, пошли. Пошли. А ты все время куда-то уходишь. Ну прости, прости. Ложись. Жорик! Жорик! Жорка! Жор! Привет, пап! Солнышком. Извини. Пусть на три часа опоздал. Я уж думал, где дождешь. В буфете дождался, да? Дай руку. Ладно, поедем в гостиницу. Слушай, тут недалеко. Давай бы это, на метро. Ты что, с ума сошел? На каком метро? У нас сумки тяжелые, потом… Ну какие тяжелые? Что, все деньги оставил в буфете? Ладно, поехали. Я заплачу за такси. Одень капюшон. Спасибо тебе, что встретил. Ты хоть бы ребенка постеснялся. Я тебя в жизни ни о чем не просила. Единственный раз попросила. А давай при ребенке об этом не говорить. Да конечно. Это будет умнее. Ой, сынок. Давай-давай, проходи. Тяжело. Извини, что вас к себе не позвал. У меня ремонт. Да знаю я, какой у тебя ремонт. Краска везде, шпаклевка. А тут хорошо. Чисто. Нам позавтракать нужно где-то. А я что-то в последнее время совсем не завтракаю. Никакого… А при чем здесь ты? Аппетита. Совсем обалдел. Мне ребенка покормить надо. Вставай. А, ну то-то конечно. Пошли. Пошли кормиться. Мам, а можно я у папы живу? Сынуль, ну папа ж сказал, что у него ремонт. Закончится ремонт, поживешь. Да, я… там грязно у меня. Дышать нечем. Ну потом, как ремонт закончу. Туалет. Руки мыть. И пойдем. Только не забудь мыло. Вот. Давай-давай, аккуратненько проверь рубль, знаешь? Ой… Отпечательно. Молодец. Жорик, ну не лезь в грязь. Испачкаешься. Где ты видишь? Там грязь. Где грязь? Вот же грязь. Под листьями. У моей жизни сейчас. Даже не представляю, как я его оставлю здесь. Да я тоже. А ты мне очень хорошо выглядишь. Мягко говоря. Работы много. Устал. Жорка! Не переживай, пока он здесь, я пить не буду. Я надеюсь, что не будешь. Слушай, смотрел я ваше кино. Неплохо. Хотя мотивировки героев невнятные. Затянута. Резать там надо, конечно. Спасибо, Тим. Спасибо. Ты можешь сказать доброе слово. Ну ладно, несу какую-то ерунду. Нормальный мелодрам. Был бы теткой, сам бы всплотнул. Жор, не замерз? Да хоть фотографии пришли испать. Голова не кружится, Жор? Тихо. 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 Алло. Алло. Привет. Привет. Нет. Сутки прошли, а я уже скучаю. И я? А ты что, в самолете уже, что ли? Нет, я еще в машине. Я забыл телефон зарядить, может отключиться. Слушай, вот что я хотел тебе сказать. Ты не думай, что я от Шорика избавиться хотела. А Коль… Галь, вы мне самые родные на свете люди. Ладно. Подожди, я боюсь, не успею. Галь, я тебя очень люблю. Я… Ты слышишь? Алло. Ладно. Через неделю. Жорочка, ты не волнуйся. Ты будешь учиться в самой лучшей школе нашего города. У нас есть возможность устраивать зарубежные поездки. Обучение. Англии, Штаты. По обмену. Замечательно. У нас чудесный кружок изобразительного искусства. Ты любишь рисовать? Солнышко. Да. Жорну с тобой говорят. Прекрати. Так невежливо. Не волнуйтесь. Это всегда так бывает. Вы извините. Просто мы вообще никогда не расставались. Ничего страшного. Я думаю, мы обязательно подружимся. Он скоро поймет, что наша школа станет для него второй семьей. Правда? Ну? Хочешь посмотреть свою новую комнату? Ну? Инга, покажите, пожалуйста, Георгию и его новую комнату. Пойдем? Иди, солнышко. Иди. Будь мужиком. Жора, ну что вы? Что вы так нервничаете? Правда, у нас очень хорошая школа. Вы будете довольны. Замечательный педагогический коллектив. Масса кружков. Даже не попрощаемся. Ну и правильно сделала. Знаешь, ты сама виновата. Если бы у тебя хватило ума немного подождать, пока у меня хоть что-то начнет складываться. Все было бы у нас тогда хорошо, но тебя ж когда-то не слов. А на ребенка тебе всегда было наплевать. Дим, ну что ты такое говоришь? Ну то и говорю. Ну на меня-то ладно. А на его-то за что? Ну что ты такое говоришь, Дима? Ну зачем ты едешь в эту странную браку, а его здесь просто? Ну что ты касаешь? Что здесь? Здесь невозможно ноги раздвигать. Что ты летишь в Прагу? Ну конечно. Ну конечно. Ты королева. А я неудачник. Но только запомни, Жорка будет таким же неудачником, потому что это передается кинетически, по наследству. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Так я что, должна за неделю к ней на прием, что ли, записываться? Я ей имидж создаю, милая моя. Благодаря мне ее сейчас только ленивый в телевизор не зовет. Да меня не волнует ваше собрание. Мне бабки пладят за то, что я вашу начальницу мылом намазала и пропихнула в этот гадюжник. Поэтому свяжитесь с ней, придумайте что-нибудь, а я подожду. Угу. Блин, кругом одни лохи. Девушка! Девушка! А? Извините, у вас зажигалка не будет? Прикурец. Извините. Извините, ради Бога, я вас не могла где-то видеть? Лицо знакомое, башка дырявая, не могу вспомнить. Не знаю, может быть. Мы в театральный вместе поступали. Точно. Еще этюды на двоих делали, с какими-то птицами. Нет, да? Да, да, точно. Я Булкина, Наташа. А ты и… Галя. Галя Морозова. Галя Морозова. Я ж тебя по телеку видела. Ты кино снимаешь? Нет. Я к рекламе пишу сюжеты. А муж снимает. О, слушай, так все смотри, как все отлично складывается. А я тут одну красавицу пиарю. Мор… Слушай, она тоже Морозова. Вот совпадение. Вы с ней однофамилица, что ли? Галка, мне тебя сам Бог послал. Короче, мне надо снять ей рекламный ролик. Может, ты возьмешься, напишешь сценарий? Платят они хорошо, а Морозова тетка толковая далеко пойдет. А? А как ее зовут? Сейчас, извини, секунду. Алло. Ну вот можете, когда захотите. Через двадцать минут буду. Пока. Ну что, поехали? Я вас заодно и познакомлю. Давай-давай, я на машине. Пошли. Сейчас я барахло заберу. Вы знаете, я, честно говоря, себе вас немножко по-другому представлял. В смысле? Нет, ну, мне сказали, сеть супермаркетов, кандидатов, депутаты. Это все-таки предполагает какой-то формат. Большой человек. Ну, в некотором смысле. А вы… Просто обычные девушки в вашем возрасте стараются выйти замуж, нарожать детей, стать тенью мужа. Ну, я думаю, семейное счастье у меня еще впереди. Ну, конечно. Так… Вы что собираетесь делать? Фотографировать? Да. А вы что, против? Конечно. Почему? Ну, потому что нужно, во-первых, согласовывать с моим имиджмейкером. Ну, и при том, я не готова сейчас. Да вообще, я люблю, когда все делают профессионалы. Я так понимаю, вы журналист? Вы, ради Бога, не волнуйтесь. Я, так сказать, един в двух лицах. Прекрасно. Но все равно нужно с Наташей все это согласовать. Вам понравится? Главное, что понравилось ей. И ей тоже. Я давно фотографирую. Это практически моя вторая специальность. Ну, если не верите, можете прийти ко мне на выставку. В галерее на Малой Садовой. Там все увидите. Лидия Алексеевна, к вам пришли. Наташа еще кто-то? – Кто кто-то? – Не знаю. – Привет! – Привет-привет! Я привела тебе такого сценариста! Проходи. Галина. Здравствуй, Лид. Галь. Ну, Галь, да что ж такое? Где она тебя откопала? Сценарист? На улице. А вы знакомы? Это моя родная сестра, с которой мы сто лет не виделись. Ну, и почему-то не сообщила, что приехала. Ну? Где ты остановилась? – В гостинице. – В гостинице. Почему не у меня? – Потому что… – Ты с Бероевым? – Нет. Он в Праге, а я с Жориком. – С Жориком? Ну, почему тогда не у меня, Галя? Ну, я же его не видела сто лет. Он, наверное, вырос очень, да? Угу. Он в школе. Мы его здесь устроили. В Питере. В школу частную. Да? Ну-ка, пойдем, выйдем. Ты знала, что они сестры? – Я? – Нет, я. Естественно. Я же работаю. Зови не секундочку. Черт. Мила, на сегодня спасибо. Все. Свободно. – До свидания. – До свидания. До свидания. Ну, что-то я не поняла. И что ты? Отдала своего ребенка в интернат? Почему в интернат? Это хорошая частная школа. Дмитрий будет забирать его на выходные. А на каникулы мы забираем его к себе. Все нормально. Почему сдала? Ты выражение выбирай. Слушай, ты писательница. Ты выбирай свое выражение. А я тебе говорю, что я думаю. Что ты думала? Посмотри на меня, на себя, на Тараса. Ладно, ты из дома сбежала. Тебе так захотелось. А Тараса отец выкинул, как щенка. То же самое делаешь. Только прикрываешься своим Коленькой Бероевым и все. А при чем здесь Бероев? Это я в Прагу еду. И это я считаю, что ему нечего там делать. Куда я его возьму? И что он будет там делать? Ему учиться надо здесь. Ну, а ты спрашивала его? Ему, наверное, хочется в интернате учиться. Да, я так понимаю? Да откуда он-то знает, что для него хорошо? Да вырастет мне, спасибо скажет. А ты заимеешь своих детей? Тогда и… Пошла ты знаешь куда. Куда ты? Куда ты меня послала? Галь, ну хорош. Галь, ну хорош. Да. Десятое, восемнадцатое, двадцать второе. Ладно? Слушай, мы же тут целую серию статей про тебя придумали. Короче, бизнес, благотворительность. Всякая фигня. Еще ролик с… Так, стоп. Может быть, мы поговорим в другом месте? Не против? Нет. Вы расскажете, Лея Алексеевна… Отлично. Я на машине, поэтому спускайтесь за мной. Где-нибудь там найдем. Сейчас Мамов должен зайти. И что? Что? Ну, поговори с ним, ты же знаешь все. Все, я пошла. Я вас жду внизу. Какая у нее машина? Машина у нее какая? Да беги быстрее за ней. Привет. Королева у себя? Королева отчалила. Куда? Откуда я знаю? Вот только что, что-то очень срочное. Что срочное? Да я не знаю. Она схватила Женьку в охапку, и они убежали. Интервью. Какое интервью? Все закончилось. Подожди, что закончилось? Вадик! Все закончилось. Финансирование ее компании прекращено. Совсем. В смысле? Подожди, она-то об этом знает? Она в курсе? Ну, точнее, в курсе. Нормально. А, я тут как дура, значит, сижу, все делаю. А, нет, ну тебе-то хорошо, тебя отец прикрывает. А мне куда? Мне-то что теперь делать? А? А ты здесь при чём? А ты здесь при чём? Конечно, я тут вообще ни при чём! В гостиницу «Москва» отвезёте? Всюдитесь. Вы знаете, что я… Я передумала. Отвезите меня на Крюков канал, пожалуйста. А это там, где школа новых русских? Что? Ну, детей в смысле. Это будет немножко дороже. Ничего. Ничего страшного. Я и заплачу. Езжайте. Хотя, нет. Знаете, я передумала. Давайте лучше к гостинице. Дамочка, вы бы решили, куда вам? Я бы что, личный шофёр, что ли? А… Алексей, простите, а… Мы от кого сбежали? Это первый вопрос? А, нет, нет. Это… личный вопрос. Сбежали. Я должна извиниться. Интервью уже не актуально. Я не буду баллотироваться. Что-то случилось? Ну, это же теперь неважно. Тебе куда? На работу, домой. Домой. Прекрасно. Едем к тебе. Адрес. А… Самохина. Самохина, пятнадцать. Это где? Ну, сейчас прямо, а потом… Ну, я, в общем, покажу. Адрес. Алло. У меня мало времени. Ты просил, чтобы я пришла? Я пришла. Чё тебе надо? Если ты не явишься в суд в третий раз, нас разведут автоматически. И Вовку я спрячу так, что тебе его никогда не найти. Понятно? Чё ты хочешь, а? Квартиру. Мне и Вовке. И можешь с ним видеться, когда захочешь. С хрена сала ты получишь, гнида. И Вовка со мной будет. А вот это ты видел? Инвалид конченый. Хрен тебе, а не ребенка. Понятно? Ты на голову отмороженный. Понятно? Значит так, суд через неделю в десять. Вали отсюда, гнида. Пока не придушил. Урод. Дергай отсюда. Пошел ты. Тварь. Вот. Проходи сюда. Моя русская села… Я сейчас… Чай, кофе? У меня там, по-моему, чуть покрепче есть. А мы кофе сюда пришли пить? Не, ну, в принципе… Ух ты. Тихо! 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 Подожди, подожди. Подожди, ну подожди. Минуточку, секундочку. Чего? Секундочку. Да че так? Че не так? Нет, ничего. Прости. Знаешь, мне кажется, я погорячилась. Че, в смысле? Не-не-не-не. Да че, нормально сейчас? Все нормально, все хорошо, хорошо. Мне все понравилось, здесь очень красиво. Я пойду… Да подожди, я… Нет-нет-нет, провожать мне не нужно. Ты че? Блин. ЗВОНОК В ДВЕРЬ – Алло? – Алло, Галя? Сем, ты? Да, это я, Галя. Привет. 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 А ты где? Я в Питере. Слушай, да, Коле не могу дозвониться? Он долетел? Все в порядке? Галя… Галя погиб… Галя погиб… Алло, Галя? Кто погиб? Коля, Галя… Коля… Вчера вечером по дороге в аэропорт разбился… – Алло, Галя? – Все, я сейчас… – Галя? – Все, я сейчас… – Галя? – Я сейчас… – Ага… – Все, все, все… – Все, все… – Так… – Сейчас… Сейчас. Так. 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 Ну, сейчас. Так. Так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Жень, зачем ты меня преследуешь? Я не звезда экрана, не поп-дива. И депутат из меня тоже не получился. Да ерунда, это все. Тебе спать не с кем? Да я с кем. Но я с тобой хочу. Что же мне с тобой делать-то? Замуж, что ли, за тебя выйти? Выходи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, что ты стоишь? Садись. Поехали. Куда? Жениться? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Михаил? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уклоны, уклоны. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Какого хрена? Чё ты на мне виснешь? Найди себе бабу, на ней висни. Бабки получил, так работай. Халявщик. Хорошо. Стоп. Отдыхаем. За такой спарринг ты мне должен заплатить, а не я тебе. Понял? Розовый не вышел, чтоб с тобой спариваться. Что ты сказал, урод? Уши прочесть. Тарас, Морозов. Палыч, если я его еще раз увижу в зале, я его инвалидом сделаю. Успокойся, успокойся, Змея. Я с ним поговорю. Отрабатываем челнок. Бокс. Да знаю я, Палыч. Знаю я все. Знаю. У него бой через три дня. Отобьется, юрой. Хреново, ты работаешь. Хреново. Хреново ты работаешь. Знаю, Палыч. Знаю, Палыч. Ты у врача давно был? Да вот, только от врача. Ну, че ты врешь? Нормально, Палыч. Все нормально. Ну, я же видел твое нормально. Ага. В общем так. Если до конца недели ты не пройдешь мне досмотр, я отстраню тебя от работы. А то на баб сил хватает, а здесь никак. Да на каких баб? А догадайся с трех раз. Да, ё-моё. Это пока Змею на тебя не настучали. Да и кто этому дураку стучать-то на меня будет? Найдутся добрые люди, найдутся. Не против тебя, а чтоб ему на мозоль наступить. И тогда он тебя точно прибьет. Чемпион. Обломается. Ну-ну. Чемпион. Я тебя предупредил. Слушай, ты выкручь ты его к чертовой матери. Слушай, ты выкручь ты его к чертовой матери. Да. Привет, Лид, это Галя. Да, я поняла, Галя. Привет. Лидочка, прости, что я тебя дергаю. Спасибо, что со школы заплатила. Галь, давай по существу, а? Хорошо. В общем, тут такое дело, мне Жорик позвонил сегодня. Плачет, просит его забрать, а я не могу сейчас. У меня, у меня на завтра суд. В общем, с первой женой Николая. До Димы я дозвониться не могу. Я тебя очень прошу. Может, побудь с ним или забери на выходные, если есть время. Пожалуйста, я тебя очень прошу, Лид. Я поняла. Я сейчас поеду и поговорю с ним. Я бы не хотела тебя беспокоить, но… Все нормально, я поеду и потом тебе позвоню и все тебе расскажу. Спасибо. Да, хорошо. Пока. Куда я его возьму? Ему, наверное, хочется в интернете учиться, да, я так понимаю? Да откуда он-то знает, что для него хорошо? Он даже не попрощался. Знаешь, ты сама виновата. Два-дри месяца. Мы устроимся, его заберем. Правда, заберем. Это так не решается. Сынуля, куда ты ушел? Сыночка. Ты что, миленький, встал? Ну-ка, давай, пошли. Пошли. Ты все время куда-то уходишь. Ну, прости, прости. Ложись. Мне нужно срочно уехать. Ой, прости. Так что, если хочешь, можешь и остаться. Полотенце в ванной. Ах ты. Ключ около двери. Когда будешь уходить, оставь с консьержки. Хорошо? Пока. КОНЕЦ 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Тарас! Алло! О, Господи! Почему не работает твой мобильник? Он отключен. За него плата. Да ты идиот! Платить надо! Я тебя уже два часа ищу! Тарас, слушай меня внимательно. Алло! Ты меня слышишь? Тарас! Тарас! С кем я разговариваю? Алло! Алло! Че надо? Да? Да, блин! Он все про нас знает! Представляешь, ему какая-то тварь все настучала! Слышишь меня? Че надо? Да ты слышишь, что это? Ты что, пьяный или что? Он к тебе поехал! Он сейчас, наверное, придет, он ударил на тебя! Он убьет тебя! Ты слышишь? Он убьет он вообще! Тарас! Алло! Алло! Да ты меня слышишь или нет? Кто там? Это кто там? Это он! Не открывай! Да не открывай! Ну, здравствуй, урод! Ну, откуда? И как тебе она? А! Заходим! Ты уже твоя баба! И трахаться не умеет! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я бы хотела увидеть мальчика. Это возможно организовать? А вы простите, кто ему будете? Я его тетя родная. Я сестра его матери. Угу. У вас есть какой-нибудь документ, который это подтверждает? Да, конечно. Вот паспорт. Там видно, что я являюсь Морозовой Лидией Алексеевной. Пожалуйста. Угу. Тем более я оплачиваю обучение в вашем заведении мальчика, поэтому у вас есть документация. Угу. Благодарю вас. Меня его мать сама попросила. Можете ей позвонить, проверить. Сама попросила приехать. Странно. Она меня не предупреждала. Да, странно. Но у нее недавно погиб муж. Может быть, она еще не может прийти в себя. Угу. Не может прийти в себя. Я понимаю, что у нее трагедия, но хотела… Ну, в общем, я вас слушаю. Она разговаривала с Жориком. Он ей сам позвонил. И ей кажется, что мальчик находится в подавленном состоянии. В подавленном состоянии. Ну, как бы вам сказать, Жор… Георгий очень хороший мальчик. Сейчас вообще такие дети – большая редкость. Но он очень замкнутый. О нем никто ничего не знает. Он ни с кем не дружит. А мальчик, который живет с ним, попросил, чтобы Георгия перевели в другую комнату. Он его побил. То есть, я имею в виду… Они подрались? Нет. Просто… Георгий с ним не разговаривает. Понимаете? Он вообще ни с кем, ни о чем не разговаривает. Если к нему обращаются, он отвечает односложно – либо да, либо нет. В общем-то, причина мне ясна. Ну, так я могу его увидеть? Да, безусловно. Безусловно. Они сейчас в парке, и если вы подождете, вы скоро его увидите. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Тарас! 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 Где? Кто? Змей. А у Наташи? Ядринь. Черт! Ну, и что прикажешь мне с ним делать? А? Ты знаешь, сколько денег вложили в этого быка? А? Палыч, да он сам первый начал… Ты понимаешь, что они с тобой сделают за это? Че? Что? Чего? Да он пришел, че ты… Я бы на твоем месте чесал бы отсюда как можно быстрее, пока я этого быка не успел довезти до больницы. Ты меня понял? И лучше всего самолетом не пользоваться. Потому что где бы ни приземлился твой самолет, тебя обязательно встретят. Без оркестра. И цветов. Палыч, да куда я поеду? Я на Кудыкину гору. Значит так, внизу стоит моя машина. Какая машина? Значит так, сейчас ты едешь на автовокзал и садишься в международный автобус. Едешь до Белгорода. А почему на автобус? Потому что на автобус не требуют паспорт. Кстати, где твой паспорт? Ну, где? В сумке там, слева. Хорошо. Ты должен исчезнуть. Испариться. Никому не звонить. Приедешь в Белгород, позвонишь вот по этому телефону, Ага. Скажи, что от меня. Он поможет тебе спрятаться. Переедешь в Украину. Там тоже бардак. Я думаю, что тебя не будут искать. Хотя, черт его знает. Лучше всего, если ты устроишься куда-нибудь строителем. На частную стройку. Только без регистрации. Потому что по регистрации тебя могут вычислить. Вычислить. И про бокс ты можешь забыть. Все. И советую не появляться здесь лет десять. Пока тебя помню. Ты меня понял? Понял. Палыч, а с квартирой-то че как? Какая квартира? Тебя нет! Ты понимаешь это? Ты умер! Тиши отсюда. Спасибо, Палыч. Палыч. Небось и не помнишь меня, да? Это мама бы просила вас за мной приехать? Мама. А кто за меня платит? Ничего себе ты вопросы задаешь. Палыч. Поехали, поедим. Хочешь? Я вот есть хочу, а ты? Поехали. Тебе нужно отпрашиваться в воспитателей? Нет. Если вы здесь, они уже в курсе. Ну все тогда. Вот моя машина. Садись. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Может, все-таки вниз пойдем? Холод? Нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты есть-то будешь? Нет. Ну, а с отцом видишься? Редко. Приезжал где-то месяц назад. Может, у него какие неприятности? Да у него всегда неприятности. А в школе как дела? Как ребята? С учителями как? Им наплевать на меня. Я учусь и все. И я не могу так больше. Если я там останусь, я умру. Ты чего говоришь такое, а? Я хочу домой. Ну, не в Москву, а просто хочу, чтоб у меня был дом. Я подготовила документы. Пожалуйста, свидетельство о рождении, личная карта, пожалуйста. А деньги, к сожалению, мы не сможем вам вернуть. У нас в договоре сказано… Никто не потребует с вас денег. Не беспокойтесь. Передайте, пожалуйста, Жоре, что он сможет вернуться, когда захочет. Вряд ли. А это остается у нас. Мне очень жаль, что так получилось. Право, очень жаль. До свидания. До свидания. Ты не хочешь? До свидания. Так, как можно. До свидания. Стро пожаловать. Пошел, блин. Кошель. Поживешь пока у бабушки. Должно тобой когда-нибудь познакомиться. Она хорошая. Мама просто не поссорилась, когда-то давно, но ты тут ни при чём, правильно? Конечно. Ну вот. Хватит, Козефина. Брось свои кости. Пойдём. Давай. Раздевайся. Нет, пока не поговоришь, Леонар. Жарко-то как. Не будь жестокой, Хосефина. Прошу тебя. Я не спал две ночи. Аурелио, Аурелио. Ну вот. И проходи. Вот в эту комнату проходи. Она как раз пустует, будешь здесь жить. Алло. Асенда Касабланка. Добрый день. Это из Мехико. Да. А я вот думала, ты никогда до меня не доедешь. Делаполь, мама открыла бы окно. Что ты в такой дух отец? Мне нормально. Ходишь, открой. Подождите минуточку. У нас в гости? У нас в гостях твой внук. И чтобы опередить твой глупый вопрос, сын Галины. Я не знаю, кто это. И не хочу знать этого мальчишку. Очень хороший славной мальчик. Тебе понравится. Я уж всё сказала. Диека? А я тебе говорю, что мне это надоело, он будет здесь жить. В конце концов, это не твоя квартира. Я так и знала, что ты когда-нибудь этим меня попрекнешь. Мамуль, я тебя не попрекаю. Я тебя предупреждаю. Если ты сейчас не встанешь, и не выйдешь к своему внуку, и не будешь вести себя, как нормальная бабушка, то я тебе куплю хибар в деревню. Без телевизора. И все твои сериалы будут проходить мимо тебя. Слышишь меня? Давай быстрее. Мы обговорим это с остальными членами семьи. Я отношаю сбор всех членов правления на следующий понедельник. Я должен кое-что им сообщить. Я, мой Господи. Скажи мне, пожалуйста, тебя не учили первым здороваться со взрослыми? Здрасте. Я твоя бабушка, бабушка Маша. Я в курсе. А тебя как зовут? Меня Георгий. Читать умеешь? Умею. А вы? Не называй меня на вы. Я все-таки твоя бабушка. Хорошо. Мам, ну не кури здесь. При ребенке. Ты че? Ой, ой, сегодня. Я не курю. Куда ты это прешь? Так туда. Ты из Симперополя это прешь, что ли? Давай уже. Люди жду. Там бетон привезли. Так, часа его не было. Он ходит в дом. Тебя как забуду? Я сураль. Я присяду, да? Можно? Тебя как забуду? Я сураль. Я присяду, да? Можно? Сам откуда? Че надо? Че хотел? Да так просто поговорить. О чем? Ты один, у тебя нет друзей, у меня здесь нет друзей. Один человек очень плохо. Не знаю. Прячешься? Здесь все прячутся. Один из Тюмени. Вот тот вот вообще из Турции. Что ему здесь надо? Что он здесь забыл? Сам ты бегаешь? Я нет. Мне податься некуда. Сначала война была, понимаешь, а потом жена из дома выгнала. У нее любовник, судья. Они меня выписали и гуляют, Сураль. Вот я и гуляю. У тебя родственники есть? Сестры две. Две сестры — это хорошо. Один человек совсем плохо. Нормально. Смотри, Сураль тебе подружку нашел. Да. А это кто? Это плохие люди. Да я сам не подарок. Давай не спи, шевелись. Так, я не понял, это что за курорт? Что, устали, да? Ладно, зовут. Я сейчас вам устрою курорт. Спасибо. А что? Да так, что послушал, дал поговорить. На здоровье. Суральчик, ты объяснил своему товарищу, какие у нас тут правила? Тридцать процентов. Тридцать? А что не пятьдесят-то? Пятьдесят-то больше? Ну что ты, мы же не звери, мы люди добрые. Не злые. Пока тридцать. А там посмотрим. С хрена сало получишь. Чеши отсюда. Ха-ха-ха. Веселый у тебя товарищ. Не будешь платить, да? А ты платишь? А что остается делать? Что это строго, что другая? Везде одно и то же. Выбора все равно нет. Выбор всегда есть. Нанесение тяжких телесных — это серьезно. Да, у нашего брата заведено уголовное дело. Есть еще одна неприятность. Сплыли и прошлые его дела. Обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. Что-то такое. Насколько я знаю, дело было тогда закрыто. Ну, кто-то когда-то его закрыл, но ведь его можно и открыть. И все усугубляется тем, что его никто не может найти. А я тут при чем? Ну как же, вы родная сестра, все такое. Вы считаете, что этого достаточно, чтобы я знала, где находится мой брат? Ну, чего ты тут Ваньку валяешь? Ясень пень. Извините. 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 Угу. У меня, да, у меня небольшая проблема. Ко мне пришли люди из прокуратуры. Ой, извините, не надо. Прошу прощения за беспокойство. Пойдем. Че? Я говорю, пойдем. Пойдем, пойдем. Че, за дела я не понял? Я потом объясню. До свидания. Пойдем. Вот ты мне, Тарас, скажи, мы на этой стройке долго будем горбатиться, а? Горбатимся, гадимся. Я знаю, что ты скажешь. Ты скажешь, денег накопим, потом что-нибудь придумаем, нет? Нет. Знаешь, надоело жить потом. Я вот всю свою жизнь так живу. Потом, потом. Не сегодня-завтра, не завтра-послезавтра. Потом. Все потом. Угу. Знаешь, когда этот потом только наступит уже. А у меня, между прочим, мечта есть. Гостиницу хочу. Большую не хочу. Маленькую хочу. Большая, шумная, как базар. А я хочу маленькую, уютную. Чему смеешься? Что, плохая мечта? А я там еще ресторанчик сделаю и буду шеф-повар. Ты жрать-то готовишь, умеешь? Обижаешь, Тарас. Я тебе, знаешь, такой шашлык могу сделать, пальчики оближешь. Ты кефту ел когда-нибудь? Вот я такой кефта делаю, что… Ух, тепленок жареный, табак. Тьфу. Хашламос, знаешь, это… Красивая, на свою башку-то. Мягкое-мягкое мясо два дня взбивается вручную с молоком. Это заотрез все! Нет! Хорошая мечта. Тебе нравится? Нравится. А у тебя мечта есть? Какая мечта? Мечта у него. А ты спасешь? Мечта? Тебе, ты? Тебе, ты твачок-то. Он не пошел, он не на своих жители. Ты товарищи, ты как? Тебе, это ты прощаешь? не на своих жителей, а ты детям, Тебе, ты ливишь, не на койтое... А ты не смотришь? А ты у тебя любим...? Все, пошел. Ты чего пасешь? Эй, брат! Ты девчонок, кто не надо? А ты твачок! Ты платить будешь? Бабки подними. Нарываешься, брат. Нарываешься. Отвали. – Хлеб возьмешь. – Че черной жопой? Защитника себе нашел. Борзеем. Смотри. Хе-хе-хе-хе. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Че в стол? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК АНТОРОА, ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот такие дела, майор. Несчастный случай. Да какой несчастный случай? У меня вся рожа разбита. Вообще, не завидую вам. Ждите разбора. Твою мать! Чего сидим? Сидят они. Значит так. Валите отсюда, к чертовой матери. Куда? Какая мне разница, куда? Главное, чтоб здесь вас не было. И запомните, я вас не видел и не знаю. Спасибо. Да пошел ты. Ну что, пойдем вещи собирать. Всю жизнь. Всю жизнь, как проклятый какой-то. Бегаю, бегаю. Куда бегаю? Ничего, остановимся. Побриться надо. Зачем? Да чешется уже. Что-то мы с тобой в последнее время как-то... Редко видимся, еще через замов общаемся. Непорядок, а? Мы же виделись позавчера на совете директоров. Ну, это официальные встречи, не считаемся. Мы, значит, будем исправлять. Да, вино какое будешь? Я за рулем. А где ж твой шофер гуляет? Я его отпустила. Вы меня по делу позвали? Или просто так посидеть? И просто так посидим и по делу. Красавец какой. – А, да. – Кто это? Это тигр, немец. – О, какой. – Красивый. Я вас слушаю. Да что ж так официально? Мы же не на собрании. Андрей Феликсович, что случилось? Лида, когда ты первый раз ко мне пришла в кабинет, я подумал, что какая-то махальная вообще девица. Нет, только ты меня не перебивай, а то я сам собьюсь. Ну, вот так вот я думал. Оказалось, что я был неправ. Все, к чему ты прикасаешься, превращается в деньги. Это, Лида, талант. И мне очень жалко, что ты не являешься членом моей семьи. Ну, мы же уже обсудили это. Нет, про Задорожного-то я все знаю. Но, согласись, вы все равно с ним не поженитесь. Правильно? Ну, при чем здесь Задорожный? Я выхожу за другого. Ну, как? За кого? Какая разница? Как это какая разница? Для меня это очень важно. А для тебя что, не важно? Ну, если тебе никакой разницы нет, выходи за моего сына. Не хочу усложнять наши с вами отношения. Чего вы боитесь? Да, я-то ничего не боюсь. Я боюсь за тебя, девочка. Ладно, когда гуляем? Никакого официоза. Даже так? Ну, а подарок тебе свадебный я могу сделать? Какой? Какой? Пока еще не знаю, какой. Ну, свадебное путешествие, там, отпуск. Так. Вот. Вот твой подарок. Нравится? Красавица. Алло. Женя, я согласна. Выйти за тебя замуж. Ее тоже передумали? Здравствуйте. Здравствуйте. А куда-то вы забрались? Да иду, так, потрошечка пройтись. Доброе-доброе. 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 День добрый. Дай Бог здоровьечку. Здравствуйте. Дедусь. А у вас никто комнату не сдает месяца на два, на три? Та тут кімнат зараз дуже багато, але я вам поражу, дуже гарно господиня. От тут живе на карпа буйного Маруся. В ней також були два хлопці, два соколи. Один десь раніше загинув, а другий тепер десь пропав. Але вам там буде добре, бо вона господиня гарна, сварить чого поїсти. Все буде добре. Это здесь вот, да? Да, так, так, от тут, так. Спасибо, дедусь, отец. Дай Бог здоровьечку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, забыла. Держи. Это что? Будешь оплачивать наши расходы. И это нужно делать мне. Ну да. Начинается. Грязное. Отлично, отлично. Просто чувствую себя альфонсом. Ну, хватит. Ну, как ты хотела. Давай кутить на твои. Давай. Ну, все будет хорошо, но умоляю тебя. Ну, успокойся. Пожалуйста. Женечка, Женечка. Давай никуда не поедем. Давай. Давай запремся дома. На всю жизнь. Не бери. Не бери. Ну, конечно, не бери. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, да. А что с ней? Мама в больнице. Да, хорошо. Спасибо. Что случилось? Ну, вот, все решилось само собой. Мы никуда не едем. Мама в больнице. Эй-эй-эй, девушка. Вы куда? Я… Вы куда, куда, куда вы? Я Морозова. Дочь. Да, я понимаю. У вашей мамы тяжелое состояние, но стабильное. Так что идите домой. Вам нельзя, нельзя, нельзя. Я не могу домой. Мы в одиннадцать лет не виделись. Понимаете? Я вас понимаю. Вы меня понимаете? Я не могу вас пустить. Посторонним. В реанимацию вход. Воспрещён. Послушайте. Вот вашей маме. Когда станет лучше. Её положат в палату интенсивной терапии. Вы туда придёте. Можете оставаться там сколько вам угодно. Сейчас я вас пустить не могу. Она спит. У неё капельница. Так что простите, но идите домой. Домой, 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 домой. Я всё это понимаю. Я медсестра. Я работала в хирургии когда-то и… Умоляю вас, пустите меня, пожалуйста. Если я не успею, я никогда себе этого не прощу. Пустите меня, умоляю вас. Халат накиньте. Накиньте халат. Сумку давайте. Спасибо вам большое. Только не рыдайте там, ладно? Ты пришла? Ч-ч-ч… Тich-ч-ч… Мамочка, тебе нельзя говорить… Маленькая… Тиюш… Галенькая… Поленькая… Топ... Где ты, так долго? Была… Тour... Ты... Т… Ты… Ты… Ч-ч-ч-ч… Ты… Мамочка, тебе нельзя говорить… Ч-ч-ч, ты прости меня. Тихо, мам. Ты… Папу прости. Ч-ч-ч, мамочка, тебе нельзя говорить. Паренька, не плачь. Не плачь. Да, да. Что, помощника нашла? На, держи. Спасибо. Ну что, сейчас баньку сделаем, и можно жить. Позвонить надо. Куда? Сёстрам. Не знаю, что ты здесь. Да, они не знают, жив ли я. Плохо. Нормально. Теть Марусь, а где у нас тут почта? Теть. 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 И мы там забегали, и мы там все, и радовались с ними, и разговаривали с ними. И тут налетели литаки, и начали бомбить, начали стрелять, там все так было страшно, даже небо, черно все было. Ну, я тогда попал в госпиталь, был поранен, ноги швидко заживали, был молодой, и рано швидко поїли, и не могу вам все рассказать, потому что это было страшно. Кто замовлял Ленинград? Вы? Санкт-Петербург. Так, так, так иди, 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 иди в жарку клейте. Ой, шо ты робилась, то было страхить, а то было страхить. Бига ты тут, совсем разбигалась. Алло! Лид! Это я, Таран! Хрен дождетесь? Ты че плачешь-то? Лид, ты че с ума сошла? Ты ж не ревела никогда? Ты пенсию ж треба получить. А чего ж домой не принесли? А че с ней? Не принесли. Ой, досить. Да слышу я. Я приеду. Ось вся ваша посылка. Будь ласка. Сказал приеду. Спасибо, спасибо. Приеде він, господи. Все, я еду. Спасибо. Куди? Де гроши кажу? Оце даешь людям? А хто платити буде? Я чи хто? Извините. Не розумію. Оце-оце ознахобніло, вже нема куди. Вони їжали тут. Спочатку за ним ганяйся, де він там сидить. А потім иди, грошей не платить. Звонил? Мать в больницу ехать надо. Ну да. Мама, это святое. А что, бери деньги, езжай. Ты это, тут будь. Не уезжай никуда. Слышишь? Дождись меня. Да. А куда я тут? Да, к матери. Может и мой, когда-нибудь вернется. Эх, мать. Ш-ш-ш! Давай, я поменяю. Ну, что значит, мы тебя сейчас разместим, а потом в больницу, да? Поехали в больницу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Когда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что ты здесь делаешь? А это... Да! Угу... Кто это? Продолжение следует... 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 А ты его любишь, да? Не говори ерунды. Да это не ерунда. Да. Любишь ты его, любишь. Люблю. И что? Всегда любила. А он ждал тебя. Я болела им, а он тобой. А я все надеялась, что смогу заменить. Ему тебя. Я даже готова была вытащить тебя из койки твоего гения и столкать газодорожного в койку. Лишь бы он понял, что я лучше, чем ты. Не получилось. Все хватит о нем. Что в Москве? Квартиру Колину отдала. Пришлось отдать. Жена бывшая отсудила. Вот. Снимаю холопку на окраине. Ну нормально. Лида, Журку я соберу. Что? Ты что, с ума сошла, что ли? Он что, игрушка, что ли, таскать его туда-сюда? Здесь школа, он здесь учится. Хочешь жить с ним — живи здесь. Зачем эта квартира? Она будет пустовать, сдавать я ее не буду. Ну пожалуйста, живи здесь вместе с Журиком. Нет, Лида. У меня работа и… Какая у тебя работа, Галь? Да никакой работы. Ладно, Лидочка, спасибо. Спасибо. Я подумаю. И думать даже нечего. Живи здесь, я тебе сказала. Хорошо. Спасибо тебе, Палыч, за все. Я, конечно, сволочь. Надо было бы пораньше объявиться. Кто его знает, надо было или не надо было, тебя уже никто не ищет. Да искать некому. Это как это? Те, кто раньше на тебя зубы мил. Сами уже давно или сидят, или лежат. Кстати, и змей тоже. Змей лежит? Сидит. Ему еще лет пять сидеть. Это за что же? А за что вы все садитесь? Ты парень, конечно, хороший, но дурной. Голову в руки не возьмешь, сам сядешь. Палыч, а ты про мою чего не знаешь? Про кого? Про Юленьку. Тебе как будет легче, чтобы я соврал или правду сказал? Понятно. А про сына? Слава Богу, не с ней. А где? В кадетке в Кронштадте. Спасибо тебе, Палыч, за все. Пойду я. Давай. Раз. Я немножко тянем. Два. Раз. Два. Шага. Марш. Раз. 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 Два. Три. Взвод. Правое плечо вперед, марш. Ревнись. Верно. Вольно. Курсант Крадцов выйти из строя. Курсант Крадцов выйти из строя. Что это за поворот такой, а? Что бы она ходить не может? Так быстренько стали все. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Водки дайте. Водки нет. Только пиво. Водка в кафе. А это что? А это бар. 但是. Водка. Водки неплохо喔. Два. Мpers. Фобо. Капорóp. Фобо ц過去. Водка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, я сяду? Конечно. Только я не одна. Да не вопрос, придет, уйду. Ты-то как здесь? Просто. Приехала. Давно? Давно. У меня тетка здесь жила. Одна. Угу. Она болела, и я за ней. Ухаживала, а потом она умерла и оставила нам комнату. Вот. Понятно. Ну, а ты-то как? Здрасьте. Ух. Привет. Ну, я сказала, здрасьте. Что? Познакомься. Это Тарас, ты руки мыл? Мыл. Опять врешь. Иди мой. Твой. Твой? Да. Сколько лет? Не твой. А чей? А чей? Какая разница? Не кричи. Не пугай ребенка. Не хочу суп. Хочу мороженое. Опять начинается. Ешь суп. Зачем? Положи на место. Иди, купи себе. Отдай. Пиши адрес и телефон. Не надо нам. Ты мне напишешь сейчас адрес и телефон. Я сейчас уеду и приеду. Я приеду, и мы с тобой поговорим. Только не ври. Держи. А ждать-то когда? Скоро. Ты что делаешь? Я не возьму. Я не возьму. Возьмешь. Сдача. Как зовут? Толик. Хорошо. Ох! Что ты? Ох! 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 Ну, вот. Твой паспорт готов. Быстро. Еще бы, все же схвачен. Ну, само собой. Да, все, держи. Спасибо. Спасибо. Ну, что, Тарас, чем собираешься заниматься? Да что, Лид, поеду, наверное, что, обратно поеду, на работу устроюсь. Вот. Че, на работу устроюсь, сына заберу. Ну, понятно, заниматься-то чем собираешься? Да что, шашлык буду жарить. Что? А че? Нормально че, под заработаю, денег в ресторанчик открою. Че, с Галкой будете приезжать? Море, еда, солнце. Солнце. Да, отлично, отлично. Угу. Ну, тогда я правильно поступила, наверное. Вот, держи. Это твое. Слушай, Лид, я ни хрена в этом не понимаю. Ты мне на пальцах объясни. Че это такое? Ну, помнишь те деньги, которые ты мне дал? Ну? Я их вложила в одно очень крупное… Значит так, здесь в двенадцать раз больше того, что ты мне приносил. Это акции. Деньги. Они твои. Ты можешь оставить все, как есть, в акциях. И жить на проценты. Очень хорошие проценты. Очень. Ну, ну, или можешь все продать. И купить там свой ресторанчик. Может, не надо, Тарас. Может, останешься здесь. Здесь откроем ресторанчик, я тебе помогу. Здесь будем шашлыки жарить. Не, спасибо тебе большое, Лид. Я на море. Я на море. А это можно продать? Можно, можно. Давайте так, вы позвоните мне завтра, когда я буду на работе. Да. 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 Хорошо. Хорошо. Всего-всего доброго. Ой, привет. Привет, сынок. Как погуляли? Привет. Ты разуешься? Жора. Жора. А ну-ка, открой дверь немедленно. Жор. Отстаньте от меня. Что это с ним? Да злится он на меня. А ну-ка, открой дверь, Жор. Галь, я пройду. Нужно поговорить. Заходи. Да, разумайся, разумайся. Вы где были? В кино, в кафе. Что там у вас произошло, а? Да я Жорику сказал, что собираюсь уехать в Израиль. Что? Куда? В Израиль. Почему в Израиль? Ну, хорошая страна, теплый климат. Понятно. Ну, родственники у меня там кое-какие. Наметились. Дим, какие родственники, а? Ну, какие у тебя могут быть родственники в Израиле? Ну, что ты врешь? Ну, появятся. Я познакомился с одной женщиной. Мы скоро поженимся. Ну, то есть, хороший человек. Ее зовут Ада. Мы поженимся. Это фиктивный брак. Она хочет мне помочь. Переезжать через границу, а потом мы разведемся. Дим. Поможет мне устроиться? Я все поняла. Меня подробности о твоей личной жизни совершенно не интересуют. Хочешь уезжать? Уезжай. Ради Бога. Да нет никакой личной жизни. Галь, мне нужно… Нужно от тебя разрешение на выезд из-за Жорика. Считай, что ты его получил. Не совсем. Мне нужна бумага. Ну, где я якобы выплатил тебе на Жорика алименты. До его совершеннолетия. За все годы. Так. И какая же это будет сумма? Ну, никто эту сумму не считает. Это формальность. Ну, а потом я, когда устроюсь, я буду присылать вам деньги. Жорику. Обязательно. Хорошо, Дим. Ну, я обещаю. Будет тебе разрешение. И белка тебе будет, и свисток. Езжай. Хочешь уехать — уезжай. Спасибо. Жора! Жора! Папа уходит! Не надо. Не зови его. Сегодня не надо. Вам плохо? Не-не, мне хорошо. Можете ордесу позвать? Да. Я вас слушаю. Вот ему что-то нужно. А вот. А чё-нибудь попить есть? Чай, сок, кофе, вода. А чё-нибудь покрепше есть? Спиртного нет. Не, спасибо. Извините. Спасибо. Угу. Легче? Сын у меня — два. Долгравляю. Спасибо. Сколько? Девять и одиннадцать. Килограмм? Где? Отойди. Чемодан тяжелый. Я ж держу. Да подожди ты. Подожди. Вот этот. Дима, нету сумки. Как нету сумки? С документами. Ну, а где она? Дома, наверное. А ключи? У тебя ключи. Ну, что ж там всегда, а? Посмотри там. В комнате или где? На кухне. Не знаю. Попоздаем на регистрацию. Жорка. Жора, привет, дорогой. Здрасьте. А где папа? Папа домой пошел. За сумку. Беги к нему. Здравствуйте. Здрасьте. А вы Галина? Да. А, да. Очень приятно. Да. Мне тоже очень приятно. А Дима… А Дима домой пошел. За сумкой. А с Жориком вы уже знакомы, да? Да. Так он к нам каждое воскресенье приходит. Понятно. Жорка, какой же ты молодец. Привет. Извини. Не успела вас познакомить. А мы уже познакомились. Да. Это моя Ада, Галя. Понятно. Сумку давай. Жор, я сейчас сумки положу. Стой, Жорик. Подожди, не мешай папе. Сейчас папа уложит и… А вы к нам приезжайте. Куда? Да. В Израиль. В Арат. Жорка, приедешь? Угу. У нас там Мертвое море. Приезжайте с Жоркой. Или на все лето к нам отправляйте. Спасибо. Спасибо. А, да. Жор, обещаешь мало слушаться? Точно обещаешь? Ну, все, пока, сынок. Ну, думаю, сейчас у тебя все будет отлично. Счастливо тебе, Дим. Дим. А вы правда приезжаете? Спасибо. Спасибо, Ада, за приглашение. Я подумаю. Приедешь, Жор? Ну, все, пока. Обязательно приедешь. Папа! Жора! Папа! Вот смотри. Сюда мы делаем подъезд такой. Машины подъезжают, подъезжают плавненько. Вот там, вот, все, что там стоит, убираем. Мы сделаем там маленькую парковочку. Вышел из машины. Спокойненько. Никуда не торопишься. Иди отсюда покажу. Вышел из машины и пешочком-пешочком пошел на площадочку. А здесь у нас... Открываешь двери тут, бог мой. Ты понимаешь? Океан целый. Слушай, смотри. Вот здесь мы поставим наш ресторанчик. Столики поставим, зонтик в огнем. Такой цветастый, как в Рио-де-Жанейро. Там я поставлю мангал. Буду делать свои эти фирменные шашлыки. Ну, я тебе рассказывал. Поел. И спокойненько пошел в бассейн. Покупался себе, вышел, высох, опять полежал. Потом опять ресторан, потом опять мангал. И все опять по кругу. Эх, красота. Да. Сурен — это не океан, это море. А да знаю я, что море. Ну, что ты меня обламываешь? Видимо, вода-вода. Ну и что, берем? Дорога. 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 Ну, что? Сколько там? Пять минут. Вот. Мы пока выпьем. Будешь? Нет, спасибо. Не могу даже видеть, как ты пьешь эту гадость. Нормальное шампанское. Может, тебе водички налить? Да, налей мне, пожалуйста, минералки. Держи. Спасибо. Ну что, как ты себя чувствуешь? Странно как-то, не могу понять. Последнее время ерунда какая-то. Что ты с ним церемонишься? Женя его на себе, да и все. Как? Он, ведь, по тебе сохнет. Ну, до полного высыхания ему еще далеко. Ну, готова? Сейчас-сейчас-сейчас. Пока ты жива-здорова, мне вообще ничего не светит. Может, в дом пойдем? Нет. Там душно. Здесь хорошо в темночке. Запах от шашлыка. Неприятный. Да. Нет, нормальный. Сырым мясом пахнет. Оно же далеко. Ну, значит, у меня нюх, как у собаки. Ты не беременна, случайно? Сейчас. С чего вдруг? Ну, а Женька тебя поздравил сегодня? Где он? В Венеции. На выставке? На выставке. Ну? Вспомнит вечером. Позвонит. А сестрица твоя чего не приехала? А? Не знаю, она где-то там. На выборе натуры не знаю. Ну, давай, неси уже. Все, готово. Ну, давайте. Ну, ням-ням-ням. Ну? Отлично пахнет. Горячий, осторожно. Да, хорошо. Аппетитненько. Пардон, сейчас. Я сейчас. Чё с ней? Не знаю. Ай. Ой, да... М-м-м, вкусно. Куда она клят? Лидка! Ну, где-то бродишь! Лидка! Лид, ты че? Лид, ты че? Лид, ты че, Лид, щас! Наташ! Скорую вызывай! Лид, ты щас! Что случилось? Скорую! Щас! А кто поедет с нами? Муж? Нет-нет-нет, я поеду! Хорошо! Я сумку забыла! Езжай, закладчи! Давайте! Музыка Доктор, а что это может быть? Ну, не знаю пока. Скорее всего, перитонит. Надо обследовать, посмотрим. Может быть, даже эктопическая беременность. Какая? В нематочная. Сколько мух? Какие мухи? Почему здесь столько мух? Доктор, ей совсем плохо. Сделайте что-нибудь. Кислород. Ну. Чего это такое? Это ее вещи. Сюда. Дозвонился? Час назад только. Он хоть трезвый был? Понятно. Через час самолет. Ну, че, как она? Пока без сознания. Ну, что, поехали домой? Ну, что, поехали домой? Вадь. Ты же не муж. Ну, мог быть. Да не мог бы. Да не мог бы. Теоретически. Теоретически-то наш. Так, вот ее вещи. Хотя я сама поеду встречать. Теоретически. Сиди. Я пошла. в полюбку и сётся TWO Ну что, сколько тебе еще времени надо? В смысле? Женя, мы едем? Куда? А, в больницу? А, она… Еще в реанимации. Завтра обещали перевезти в обычную палату. Да, да. Поехали? Женя? Нет. Зачем, если… Завтра. Завтра. Спасибо. Поехали. Продолжение следует... Вадь, ты где так надрался-то? Чего ты сюда притащился? Тебе домой надо. Куда ты ж? Не-не-не. Я не могу дома один. Мне… Ну где этот муж-то практический? Наверху, в душе. Мне компания нужна. Мне… Мне соратники, товарищи, стаи товарищей. Вот что бы вы сейчас делали, если б она умерла? Да типун тебе на язык. Не умерла же. А если бы Жейко вон плакал бы, вот ты бы, ты бы только рада была бы, сволочь. Придурок. Я бы… Я бы один только… плакал бы. Аккуратней. Как ты? Получше? Получше. Аккуратней. Опа. Он вообще никакой. Че он тут делает? Так я не понял, это что, зал ожиданий? Да что он тебе сдался, Господи? Посмотри… Я не понял, это что, проходной двор? Да отстань ты от него. Пусть вылетается отсюда. Да подожди. Жень, да прекрати. Че он раздох здесь, как у себя дома? Пусть себе лежит. Тебе жалко, что ли? Жень, тихо, тихо, тихо. Я устал. Я… Тихо, тихо. Он тоже переживал. Я хочу отдохнуть. Ну все, ну успокойся. А тут… Все, 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 хорошо. Тихо, тихо. Все, все… Здравствуйте. С приездом. Меня зовут Сурен. Проходите, пожалуйста. Пожалуйста. Вот там у нас бар, ботинь, пожалуйста. Мила, Мила. Да, Мила. Да. Конечно, не сезон. Ну… Но мы вот тут с дочкой решили немного отдохнуть. Да. Кто здесь дочка? Вы доехали. Легко нашли? Да, да. Спасибо. Хорошо. Кошмар. Вещи кто-нибудь заберет? А… Не-не-не. Я сам, я сам сейчас. Я все сам сейчас. Да. И вот здесь на отшибе мы будем жить? Да. Есть номера с видом на море и на горы. Вам какой? На море. Хорошо. Угу. Я целый день должна пялиться на море. На горы. А? Да сейчас. На море. Хорошо. На море. Я есть хочу. Обед будет только через час. А пока в номерах есть шампанское, коньяк, фрукты… Какая прелесть. Надеюсь, номер для молодоженов? Тарас, привет. Ты где? Ты приехал? Да нет. Ну, пока нет. Ну, собираюсь. Когда? Не знаю. Может, дня через два, через три. Ну, отлично. Я тебя жду. Слушай, Лид, чё поговорить с тобой хотел? Я сына хочу с собой забрать. Вот. Ну, это каза упрется. Да я готов даже ей денег заплатить. Лишь бы она только документы подписала, да и сына отпустила. Вот. Ну и, может, ты встретишься там, как-то… Чё там… Убедить ее, что ли? Ну, хоть что-то как-то предварительно попробовать. Черт, да не умею я говорить. Ну, хорошо, ты приезжай, я что-нибудь придумаю. Я поняла. Ну, давай. Я как пою, так к тебе звоню. Давай, пока. 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 Тарас, я не могу так больше. Как так? Вот ты что сделал? А чего я сделал-то? Не, ничего. Я… Я на рынок съездил, продукты купил. Молодец. Обед приготовил. В комнатах убрался. Я… Я даже замок, понимаешь, сам врезал. А ты что сделал? Ничего. Ну, я же говорю, ты ничего не делаешь. Нет, так не могу я больше. Нам работники нужны, понимаешь? Нам бухгалтер нужен. Нам, я не знаю, сантехник нужен. Нам уборщицы, в конце концов, нужны. Ну, что я тебе объясняю? Хорошо, я понял. Понял. Эй… Сурен, слушай. Я уеду дни на пять, да? Ты без меня тут справишься? Конечно. Тарас, это знаешь, как называется? Как? Это называется… Ты назвался груздем. Так тебе и надо, Сурен. Слушай, хватит уже кушать так. Ну, уже налей нормально. В тарелку сядь поешь. Ну, что ты делаешь, а? Все, все, все. Привет. Богатая сестренка. Я не твоя сестренка. Ты опоздала на двадцать минут. Ой, клиент очень заводной попался. Каждую среду ходят ко мне, как на работу. Растешь профессионально? Скоро возглавишь профсоюз? Когда тебе на пенсию? Ну, что ты, какая пенсия? О чем ты говоришь? Ну, по здоровью. На восстановление здоровья нужны деньги. Угу. Хочешь подкормить? Откуда такая доброта? Ты подписываешь кое-какие документы, отказываешься от своего сына и гуляешь. Вовку решила купить? Угу. Прикольно. На фига? Тебе тридцатник уж скоро, а ты все нафига и нафига. А нафига — это не твое дело. Другой вопрос — сколько ты за это хочешь? Я же понимаю, ты не для себя стараешься. Для братенька своего, да? А вот это? Видела? Не получит он Вовку ни за какое бабло. А за какое бабло? Ну, оглохло. А за такое бабло? Сумма в долларах. Угу. Откуда у него такие деньги? Это мои деньги. И больше ты не получишь. Если ты откажешься. Я натравлю на тебя не только ментов, но и медицину. Угу. И через день весь город будет знать, что у тебя спит или что-то в этом роде. Даже бомжитя в подружки не возьмут. Угу. Угу. Тебе же легче. Ты когда Вовку последний раз видела? Месяц назад. Да? Да. Не заливай. Ну что? А если я соглашусь? Я ведь смогу вылезти из этого дерьма? Сможешь, наверное, если захочешь. А уехать смогу? Куда? Ну, не знаю. В Италию, в Грецию. Все равно куда? Сперва ты подписываешь отказ от ребенка, тебя освобождают от всех обязательств. И ты едешь на все четыре стороны, куда захочешь. Все, поехали. Куда? Свидетельство о рождении Вовкина дома. Дома? Ну вот, поехали сперва к тебе домой. Он же забудет меня совсем. Ты скажи ему, что я вернусь к нему когда-нибудь. Поехал? Поехал? Да, все, давай, я позвоню. Давай, да. Звони, если что. Здравствуйте. У вас все в порядке? Да, в порядке. Сурен, ослепнешь. Я все сделала. Чего сделал? Все, что ты просил. Смотри. Свидетельство о рождении ребенка. Юридически оформленный отказ матери от сына. Решение опекунского совета о передаче опеки над ребенком отцу. Заявление твоей. Вот это решение суда о передаче ребенка отцу. Все. Можешь его забирать. Черт. Это как ты за три дня-то успела, Лит? Связи. Тарас, послушай. Ты что, серьезно хочешь его забрать? Да. Нет. Ну, как он без... Без женского. Ты же один. Или уже не один? Не-не, ты что? У меня там такой корифан. Господи. Одни мужики. Ну, как он будет? Ребенок. Без домашнего уюта. Ну, кто им будет там заниматься? Я. Ну, а что, отец не человек, что ли? Лит. Спасибо тебе огромное. Но я его с собой забираю. Тарас. Ну, там же другая страна. Как он без Родины? Я не согласна. Ой, Ледуха, Родина, Родина. Где она, эта Родина-то? Ребята у нас, конечно, разные, но ваш... Педагоги даже не знают, как его унять. Бьет всех подряд. За что? А за все. Не так стоишь, не так летишь, не так свистишь. Педагоги пытались с ним поговорить. Молчит. Я его несколько раз к себе вызывал. Молчит. Мы ему на ряду вне очереди. Идет и молчит. Ну, конечно, карцеров у нас нет. Воспитываем по-человечески. А учеба? Так, а что учеба? Учеба все нормально. Не отличник, конечно, но не ниже плинтуса, как говорится. Да, вот потому и жалею парня при такой-то матери. А все, нет будешь матери. Как? Когда? Да жива-здорова, мамаша. Отказалась она. Вот документы. Отказалась? Понятно. Я забрать его хочу. Забрать? Надолго? Насовсем. Насовсем? Так, ну-ка, ну-ка. Я сейчас просто в другой стране живу. У меня там нормально все, и у него все будет нормально. Море, фрукты. Ну да, море. Фрукты. А может, это и к лучшему? Только так и будет лучше. Да. Ты меня помнишь? Жалеешь, что уезжаешь-то? А что говорит, разучился? Ну и хорошо. Значит так, сейчас мы уезжаем с тобой. Жить будешь у меня. Я на море живу. На море был хоть раз? Ну вот. Понравится, будешь купаться, сколько влезет. Учиться сам будешь. Вот воспитывать тебя буду я. Бить будешь? Чего? Ну, воспитывать, значит, бить. Значит, слушай сюда. Я тебе пальцем не трону, я тебе обещаю. Но ты больше никогда тоже не будешь драться. А если будешь драться? И что? Что будет? А ничего у тебя не будет. Ничего не будет. Поверь мне. Левая рука указывает на мяч. Головку ракетки под мяч через низ и вот в эту сторону. Смотрите на мяч. Вот туда. Ух ты. Отлично. Ага. Назад. Ага. Свободней. Вот, смотрите, как хорошо. Привет. 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 Сейчас, минутку. Что случилось? Завтра совет директоров. Ну, я знаю, что. Ты за этим приехал? Ну, подожди я сейчас. Вот, приглашение на свадьбол. Личное. Поздравляю. Давно пора. Ну, не знаю. Можешь хоть теперь успокоиться. Что? Можешь хоть теперь успокоиться. Забуду тебя. Ну, надо дождаться. Кого? Сейчас дождемся. Дело сделаем и поедем. К морю? К морю. Ты есть хочешь? Катя. 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 Тарас. Катя. 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 Найди домой. Твой дядя, наверное, уже волняется. Вряд ли. Вряд ли. Ему на меня наплевать. У него семья. Тетка, две девки. Катя. Бедный мальчик. Я не бедный. Я тебе старше. Ладно, спокойной ночью. Ладно. Сейчас в глаз дам, Толстый. Чё? Ладно. Плей cadre топлив. Ладно. Ладно. – Привет. – Привет. Привет. Привет, Толь. Здрасьте. А ты к кому? К тебе. Где? Не прошло и года. Ну… А я думала, что… Не, ну я обещал же. Вов! Вовка! Иди сюда! Толь, подойди. Вот. Ну? Ну, знакомь. Ну, значит так, пацаны. Вовка — это Толя, Толя — это Вова. Вы братья. Так получилось. Молодец. А так сразу? А как надо-то? Толя, Вова. Это он так, шутит. Говорит какой-то хирург. Пацан, ты есть хочешь? Ну. Пойдём сейчас. Яичницу с варганем. Включи. Пойдём. Пусть они тут сами разбираются. Пойдём, быстрей. Откуда ты свалился на мою голову? Оттуда. Кать, выходи за меня замуж. И всё. Ты что? Ну, а чё? Я отец, одиночка. Ты тоже… Ещё не замужняя. Давай как-то объединимся. Если, конечно, мое преданное тебя не напряжёт. А где ты был-то весь год? А где ты был-то весь год? Я? Дом строил. Дом? Дом. Какой дом? Большой красивый. На берегу моря. Телефон там есть? Мог хоть раз позвонить. А деньги приходили? Ой, да при чём тут деньги? Приходили, спасибо. Где ты был весь год? А если б я тебя не дождалась? Ну, дождалась же. Дождалась. Кать, у Вовки матери нет. Ну, считай, что нет. Толик тоже без меня рос. Давай как-то, не знаю, объединимся. Я, ты, они. Я, ты. Он, она. Вместе целая страна. Да я не знаю, что тебе сказать. Ну, чужое тебе прогони. Уедем сейчас. Будешь к нам Толян на каникулы присылать? Куда? К морю. Кать, поехали с нами. Поехали к морю. К морю. Ну, да. Есть хочешь? Хочу. Ну, пойдём. А то холодно. Аккуратно там. Яйца. А? Открываю уже, открываю. Привет! Здоров-здоров! Здравствуй, дорогой! С приездом! Здравствуй, дорогой! С приездом! Здорово! Все нормально? Конечно! Понимается в Сыганский табор. Здрасте! Здрасте! Хорошо! Что хорошо? Хозяйка хорошо! А красивая хозяйка, так ещё лучше! Эти два бандита, Вовка и Толик, по дороге подобрались. Здорово, бандит! Здрасте! Пусть, думаю, будут. Конечно! Пристрои их куда-нибудь на кухню. Да, Лёшку, они у меня поварят и на кухне будут. Пошли, пацаны. Вон туда. Паспорни! Паспорни! Катя! Паспорни! Падаем! 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 Да так! Смотрю! Потом посмотришь! Пошли, пошли! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Работы наши молодожёны! Ура! Ну, а где твой-то? Работает. Ли, ты мне только не вредила. Решили пожить отдельно. Наверно, кризис жанра. Не надо. Ты со мной? С вами. Ну, я вижу, вы не рады этой свадьбе. Я, да. И вообще, вся эта история меня очень беспокоит. Очень сильно. Наташа… Наташа не та женщина, которую я хотел бы видеть членом своей семьи. Решили. Молодцы! Решили. Молодцы! Решили. Молодцы! Решили. Решили. Мне кажется, она его любит. А вот этого не надо мне говорить, пожалуйста. Я людей чувствую, как собак. Решили. Решили. Вы можете ошибаться. Конечно, могу. К сожалению, ни разу ещё не ошибся. Решили. Где тут?! А-а-а-а! КОНЕЦ О, смотри! О! Хорошо стоите! А у вас тут чудесно! Да, спасибо! Скучно только! Да! Да! О! Посмотри! У него два широких крыла! Он немного похож на орла! Так! Ну зачем ты человека смущаешь? Послушайте, мне кажется, вам тоже скучно! Заняться нечем! Да я… Нет, нет! У меня много дел! Да ладно! Ну, подождите! Но должны же вы как-то развлекать своих гостей! Вы знаете, у нас сейчас просто нет пока этого аниматора! Стоп! Зачем нам аниматор? Да! Аниматор у нас уже есть! У нас есть аниматор? Нам бы с живым человеком пообщаться! Как вы насчет пообщаться? Молодой человек! Катя! Катя! Да, чего? Подожди, Катя! Да! Чё, обиделась, что ли? Чё, чё? На этих улиц обиделась? Нет, а что мне на них обижаться-то? А чё, на него обиделась? На кого? На кого ты обиделась? На меня обиделась? Слушай, ну… Да нет, ну ладно, ладно, да вообще все бессмысленно! Да не бери ты в голову, а! Всё, ну не надо, пожалуйста! Да я не беру в голову! Чё я здесь делаю только? Я не понимаю! Ну а чё ты здесь делаешь, а? Ну вот что, что? Вот именно, что я здесь делаю? Уборщицей работаю… Какая ты уборщица? Ну почему ты уборщица? Ты бухгалтер и еще… Я не… А? Ладно, хорошо, хорошо, я… Хорошо, я бухгалтер, пользуйтесь на здоровье! Если б я что-нибудь понимал в этом, я бы помог, но я же в этом не разбираюсь ничего, а? Ну… Да, зато в бабах-то разбираешься хорошо… Ну в каких бабах-то? Тебе чё, по скандали что ли хочешь? Мы на море! Ну по скандали! Давай! А чё скандали-то с тобой? Я… Ну я что ли скандали… Чё ты всё в одну кучу начинаешь лепить? Я вообще не скандали, я вообще молчу! Почему ты? Зачем? Понимаешь? Ах ты… Ну чё там? Да ничего, мать твоя, бабские капризы… Заткнись! Сам заткнись! Живёте здесь на всём готовом! Ах ты запрях! Ну ладно, всё, хватит! Надоело! Ну… Ну не надо, вот это пожалуйста, пожалуйста, не надо! Вон дерутся! Ах ты! А ну! Я сказал не драться! Всё, всё! Что ты делаешь, а? Что такое? Покажи! Урод! Сам урод! Не молчи, тебе не стыдно, а? Эти наказаны оба! Ясно? И что ты сделаешь? Выбаришь, да? Успокойся! Он первый начал! У тебя младше! Надо будет! Выбарю! Тарас! Тарас, успокойся! А ты вообще не лезь! Что ты сказал? Тарас! Твоя мать шлюха и шляйца неизвестно где! Да разуток же нельзя! А как можно-то, а? Ну всё, успокойся! Как можно-то? Извинись! Не буду! Я сказал, извинись! Не буду! Пошёл отсюда! Я сказал, пошёл отсюда! Так всё, хватит! Собираем вещи, уезжаем домой! Всё! Молодец! Что? Вот мою мать кто-нибудь назвал бы шлюхой? И что? Просто залезал бы! Я отец! Какой ты отец? Ты какой отец? Ты что думаешь? Ты сына родил, уже всё, отец, да? Ты ребёнка обидел, ты Катю обидел, понимаешь, да? Ты себя обидел! Ничего, переживу! Да, ты переживешь! Скоро совсем один останешься! Ты зато не один! Тебя здесь много! Давай-давай, ещё скажи, понаехали! А у тебя дети есть? Есть, сын! На тебя похож! Я, правда, не видел его два года! Ну, говоришь, есть! Зовка это со мной будет! А вот это ты видел? Инвалид кончен! Хрен тебе, а не ребёнка, понятно? На голову отмороженный, понятно? Жить бы ж у меня! Я на море живу! Ты на море-то был хоть раз! Ну вот! Воспитывать тебя буду я! Бить будешь! Чего? Ну, воспитывать, значит, бить! Значит, слушай сюда! Я тебе пальцем не трону, я тебе обещаю! Значит, я выхожу из метро Маяковской, дальше… Переходишь через Невский… Это я поняла! Поняла, да? И чуть левее пойдёт улица Маяковского. А он тебе не позвонил? Маяковского? Ну, да! И идёшь до Жуковского, пересекаешь и… Там я увижу поворот, да, на Некрасово? И по правой стороне идёшь, поворачиваешь… Подожди, направо! Направо? Здравствуйте, девочки! Ой, Валерик! Ну вот… С днём рождения! Спасибо! А откуда ты узнал? Ну так, китайская разведка доложила! А кто это у нас сейчас в китайской разведке работает? Чего я? Чего я-то вообще? Ну… Понятно… Знаешь, может быть, сейчас пойдём попьём кофейку? Ну, я… Ну, я не могу, я… Да ладно, я сама уйду! Ну, что за секреты? Ну… Знаешь, я… Просто соскучился. Может быть, сегодня вечером сходим поужинам куда-нибудь? А потом? Ну, потом не знаю. Ну… Понятно. Послушай, Валер, ты… Прости, но сегодня я договорилась с сестрой идти ужинать. Уже не могу отменить. Ну, хорошо. Завтра. А… А завтра… А завтра… Прости, спасибо. Не получится. Ладно, ладно. Ладно, ты извини меня за поздравление, а? Угу. Ну, звони как-нибудь, а? Обязательно. Ну, тогда всё. Пока. Чёрт! Ну, что? Угу. Ничего. Ну, и дура. Такой мужик подвернулся. А она как рыба мороженая. Вон, какие цветы приволок. Да, цветы правда красивые. Спасибо тебе, кстати, за это. Ну, ладно. Я, я, я ему позвонила. Ну, пришёл-то он сам. Ну, что там? Ну, что там? Так, это же из его группы. Да, конечно. Ты куда? Домой. Не поедешь никуда? Поеду. Ещё как поеду. Спасибо. Погостили у моря. Пора и честь знать. Ты моей женой будешь жить здесь. С каких-то пор я твоя жена? Ну, тебе свадьба нужна? Ну, давай распишемся. Да не нужна мне свадьба! При чём здесь свадьба? Ух. Кать, ну, прости меня. Ну, дурак я. Ну, не умею я жить. У меня же не было никогда. Ты пойми. Помоги мне, Кать. Не уезжай, пожалуйста. Я тебя, я тебя очень прошу. Ну, что? Что ты будешь пить? Нет, я не хочу. Я это вообще не очень люблю. Галь, день рождения. Надо выпить. Ну, ты же не пьёшь. Я за рулём. А ты должна выпить. Нам, пожалуйста, молодой человек. Да. Коньяк. Сколько? Пятьдесят грамм. Одну секунду. Будешь коньяк. Ладно, будет коньяк. Тебе всё, всё равно. Но так же нельзя. Галь, у тебя любовник есть? Пожалуйста. Да тише ты. Ну, что тише? Что? Нет. Нужен. Для красоты и для здоровья. Пей. За это и выпьем. Ну, вот. Не всё потеряно. Что нового? Как Жорик. Нормально. Нового ничего. Жорик учится. Кроме компьютера вообще ничего не интересно. Галь, поехали ко мне? Ой, нет. Нет, Лидочка, к тебе не поеду. Вставай, ты родная. Куда к тебе? Жорика возьмем. На все выходные. Поедем. Хорошо. Нет, я Жорика оставила у друзей. Едем ко мне. Это не обсуждается. Халат и тапочки я тебе обеспечу. Нет, Лид, я… Галь, ты отдохни уж по-человечески. Хоть раз. Едем. Рассчитаете нас? Да, да, конечно. Нет, нет, не поеду, Лид. Ой, ну вот наконец-то. Добро пожаловать. Сейчас растопим камин, сядем около него, откроем красное вино. Какой кайф. Пошли. Добро пожаловать. А с Димой ты общаешься? Ну, постольку поскольку. А с Жорик, он, конечно, общается. Он ездил тут недавно к нему в Израиль. Да ты что? Отдых на море, все достопримечательности. Ада его принимала по полной программе. Знаешь, подарков сколько надарила? И мне сколько прислала. Господи. У них близнецы, ты знаешь, девочка и мальчик. С ума сойти. Ты хочешь сказать, что он работает? Ну, работает, конечно. Прекрасный, примерный семьянин. А говорят, люди не пытаются дрессировки. Вот, пожалуйста. Проходи. А в доме никого, прислуги нет. Так что? Распустила всех на выходные? Уволила всех. Надоели, сил нет. Очень быстро привыкают. Начинают чувствовать себя как дома. Знаешь, или еще другой перекос. Заставляют уважать тебя как личность. А потом воруют. Личности. Или ничего хуже. Господи. Заводят душевные беседы. Я все выслушиваю. Начинают грузить тебя своими проблемами. Тоже мне подружки-ацахи. Ну все, отдохну, наберу ногу. А пока в доме тишина. Наслаждайся. Так. Так. Женя. Жень. А… Ты что здесь делаешь, а? А… Привет, девчонки, а? Лида, ты извини, я тут небольшой беспорядок. Я пришел за… ну, за вещами техниками. Тихо. Лидунь. Подожди, Галь. Они тебе нужны сейчас, Жень? Да очень? Тихо. Действительно. Зачем мне все это? Зачем? Вот это. Зачем мне задницу рвать? Я кто? Я муж Лидии Морозовой. Я просто твой муж. Все. Не, ну ты добилась в жизни, чего хотела. Это куча денег. А я так, я при тебе, я при этой куче. Ну, домашний дрессированный педилек. Женя, служить? Женя, лежать? Я, отлично, выполняю команду. Правильно? А че? А че я там сам хочу? Не важно. Че ты-то может хотеть? Че ты-то может… Жень, ну что ты несешь? Ты давно живешь отдельно. Ну, кто тебе мешает? Иди уже. Ты мне мешаешь. Я… ты меня… подавила. Понимаешь, я без тебя… Нуль. Песик хочет писить. Вау. Лидия, я пойду, ладно? Подожди, Галь, ну он сейчас уйдет. Ну, подожди. Так. Так, знаешь что, разбирайтесь с Касаби, а я возьму такси. Держите. Послушайте, а вы можете меня в другое место отвезти? Ну, это будет стоить дороже. Хорошо, на большую монетную. Плюс двести. Угу. Ну, ты как раз… Поехали. Вдюх. Угу. 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 Продолжение следует... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. Валер, привет. Это Галя. Да, я понял. Да. Я тут с сестрой договорилась и решила к тебе приехать. А, да? Да. А, слушай. Вообще, это самое... А где ты сейчас, а? Ты где? А я тут. Где тут? Подожди. У тебя под дверью. Да ладно. Да ты что? Непонятно. Да. Подожди сейчас. Да. Щас. Чего не позвонила-то? Да я... не знаю. Валер, я нашла полотенце. А, прости. Прости, я все поняла. Галь. Галь, да ты, да ты не поняла, ну... Валера, ты куда? Что случилось? Да ничего не случилось. Давай, иди. Так, куда ты? Да куда ты? Жора? Жора? Это что происходит, а? Здрасте, Галь. Здравствуй, Артур. Ну, ты ж сказал, что тебя не будут. Говорила, что у тети Лидии поедешь. Ну, у нее переночуешь. Ну, и что? Это значит всю ночь за компьютером, что ли, надо провести? Да что сразу всю ночь? А ты ночи сли смотрел? Смотрел. Жор, я, наверное, пойду лучше. Да что ты? Куда ты пойдешь? Там... Значит так, Артур сейчас пойдет домой, а ты выключишь компьютер и спать ляжешь. Понятно? Угу. Сейчас. Давай, до завтра. Пока. До свидания. До свидания, Артурчик. Жора? Жора, я тебе сказала что-то? Ты меня слышал? Да слышал я. Компьютер выключай. Да сейчас подожди, да играю выключу. Никаких доигрываний. Мне уже надоело. Все время за компьютером сидишь. Не все. Нет, все. Когда ты дома, то ты все время сидишь за компьютером. Я тебя только со спины вижу. Угу. Ты не понимаешь, что это болезнь? И глаза испортишь к тому же. Блин, вот приставы-то. Что ты сказал? Ничего. Что ты делаешь? Кто тебя просил это делать? Ты ж гробишь компьютер. Ничего, переживешь. А будешь так со мной разговаривать, я его вообще выкину. Понятно? Не выкинешь. Посмотрим. Блин, ну почему все всегда должно быть по-твоему? По-моему, не по-моему. При чем здесь это? Угу. Понятно. Что тебе понятно? Да понятно, почему от тебя отец свалил. Ты куда собрался, а? Никуда. Ты никуда не пойдешь, слышишь? Пойду. Это что такое? Это что такое, а? Жвачок. А ну-ка стой! А ну-ка стой, я кому сказала! А ну-ка остановись, я кому сказала! Смотри, смотри, я тебе покажу. Вот берешь так, вот эту штуку срубаешь, потом вот здесь. Можешь сам по кругу? Да. Ровно так, ровно по кругу. Молодец, а я пока лук по чичку. Ну что там у тебя получилось? А это что за леопардера? У тебя что, нож не лежит? Режет. Точно лежит? Да. Нет, давай поменяемся ножами, мне не нравится. Вот ровно-ровно, гладко должно быть, понимаешь? А то, когда кушать будешь… Молодец, теперь вот это изнутри надо снять. Вот-вот. Можешь, когда хочешь, а раз. Да почему нельзя? Ну почему нельзя? Распишите нас, да мы уйдем отсюда попросту. Да не могу я вас сегодня расписать. Ну не могу, ребята, я не могу. Распишите нас, да мы уйдем отсюда и все. Порядок такой. Через месяц приходите, пожалуйста. Нас нет месяца, ну распишите вы нас сейчас, да мы уйдем отсюда. Подожди, сядь. Ну не могу я, у нас порядок такой, понимаете? Не могу, Тарас. Ой, свидетели-то у вас есть? Да какие свидетели? Мы что, потерпевшие что ли какие? Зачем нам свидетели? Распишите, да мы уйдем отсюда. Да, хорошо, хорошо. Давайте паспорта ваши. Вот паспорта. Ребята, вы чего мне голову морочите, а? Ну вы же граждане России. Ну? Ну, не положено. Не могу. Как это? Ну как? Так. Все, пойдем. Ну, вы понимаете, я не могу. Никак. Ну, а как? Жалко, конечно. Но не могу. ГРОХОТ ГРОХОТ Субтитры сделал DimaTorzok О, с концами или как? Так, в отпуск. Тебя колышет? Приславь себе «да». Давно? Чего давно? Тебя колышет? Давно? Да как ты появился, так и колышет. Ты за кого бы ж всё переживал? За неё или за себя? Может, за меня? Чего она в тебе нашла-то? Может, то чё, у тебя нет? Спасибо. Слушай, я честно скажу, давно ждал, когда ты свалишь. Ватик. Тебе-то какая радость с того. Насколько мне известно, тебе всё равно ничего не светит. Ну, посмотрим. Смотри, смотри. Ладно, ты чё приехал-то? Проводить меня? А, Илью в ЗАГС везти? Так это ещё рано. Нам сначала нужно развод оформить, потом… Да и ты, насколько я знаю, женат? Да и нет. Уже нет. Даже так? Поздравляю. Спасибо. Сам ушёл или папа послушался? Может, поедем? Подождёшь, не развалишься. А ты чё, командир, что ли, большой? Ты не командуй тут. Тыкать мне не надо. Кто кому тыкает? Хочу тыкаю, хочу не тыкаю. Сейчас, закрой рот. Опа. Ты кому рот закрываешь? Закрой рот, я тебе говорю. Я тебе сейчас так рот закрою. Мало не покажется. Ты чё вылез? Давай залезь. Ты вообще больше не открой. Сейчас поедем. Понял? Связывайтесь вы с ним. Давай забирай своего этого. Езжай, ты ехать хотел? Ты не обращайте внимания, он немножко… Рот закрой. Поехали. Я тебе закрою рот. Всё-всё, поехали. Ехать хотел? Давай ехай. Поконите. Ехай. Ты у меня сейчас поедешь. Не обращайте, не слушайте, он со всеми так. Это вечная история. Вах, Вах, Вах. Смотрите, я вам праздник обещал, я вам праздник сделал. Вовка, где Вовка? Вовка! Иди сюда. Сок будешь? Буду даже. Катенька. На, дорогой. О, ни фига себе. Долик, держи. Ну иди, садись, где ты бегаешь? Слушай, на самом деле, я тебе хочу сказать, что не расстраивайся. Есть штамп, нет штамп. Вот, например, у меня есть штамп, нету жены. А у тебя есть красавица-жена, но нету штампа. Данду его. Колька. Сурен, ну что за детский сад? Сурен, перестань. А, хватит, Сурен, какой. Да ладно, хватит. Все по-семейному. А кто это? А, это пожарники. А почему пожарники не в форме? Ты Морозов? Я Морозов. Ну, пошли, перетрем. Пойдем. Приятного аппетита. Посиди тут. Сурен. Сурен, что происходит? Все нормально, Катя, происходит. Так всегда происходит. Сидим спокойно. Сурен. Бандиты, ешьте. А почему пожарники не в форме? Ну, они ж не на работе. Что хотели, парни? Ну что, делиться надо? А что, с кем? С вами, что ли? Тебе что, пальцем показать? Ребята, я же ни сном, ни духом. Не при делах. Покажите. А он? Угу. У-у-у, парни. Без вопросов. Падла, блин. Ваши ребята? Мои. Так что, в багажниках? Нет. Пусть отдохнут. Садись. Платить вам? Мне. Сколько хотите? Вот это твое. Я хочу. У меня сегодня свадьба. У тебя тоже семья есть. Если кто-нибудь захочет тронуть твою семью, что ты с ним сделаешь? И я тоже. Не к ворам. Не к ментам я не пойду. Но платить тебе буду. Потому что это твой город. Я к тебе приехал, ты здесь верховодишь. И тебя уважают. Но ты наглый. Такие долго не живут. Да я знаю. Будут проблемы. Заходи. Все. Андрей Феликсович, здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Извини, что так без предупреждения. Да что вы? Да при чем тут? Я бы сама приехала, если бы вы позвонили. Да, ну зачем же? Я хочу с тобой поговорить наедине. Что-то случилось? Да, да, случилось. Андрей Феликсович, у меня сосед врач-кардиолог. Может быть, давайте просто давление измерим? Ну, я вижу, что-то не так. Давайте давление померяем, просто, пожалуйста. Да какие врачи? Какие врачи? Ага. Ну, я же вер... Присядь. Что это? Это... Это отчеты за последние полгода. Вот это одна сумма, а это совсем другая сумма. Между ними небольшая разница. Вот. Всего два миллиона. Лида, это что такое? Я не знаю. Ну, да. Ты не знаешь. И вот это вот. Что это за сумасшедшие кредиты, которые ты берешь вне моего ведома? Да. Это какое-то недоразумение. Я не пони... Два миллиона долларов! Два миллиона долларов! Два миллиона долларов. Это недоразумение. Андрей Феликсович, Андрей Феликсович, минуточку давайте, подождите. Я это вижу в первый раз. Мы сейчас разберемся. Да-да. Вы слышите меня? Мы сейчас все по... Я сама не... Я не... Лида, Лида, ты глупо. Воруешь у меня у нас. Воруешь... Валя! Не могу. Валя, скорую! Валя, скорую! Скорую! Скорую вызывай. Сейчас, сейчас, сейчас. За все, что я для тебя сделал... Сделал... Подождите, подождите. Минутку. Андрей Феликсович, подождите. Господи, Боже мой. Гурую, слышишь? Подождите. Минуточку. Подождите. 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 Господи, Боже мой. Подождите, я вас умоляю. Хватит, Боже мой. Сопли, подотри, не изображай великое горе. Это ты его грубил. Заткнись, пожалуйста. Не устраивай здесь. Не здесь. А это кто? Разрешите пройти. Жена. Чья? Да, Вадика. Конечно, в разводе. Да, в разводе. А че, приехала? Конечно, приехала. Денег хочет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жизнь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Садись в машину. Спасибо, я сам как-нибудь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Садись. Пойдешь со мной, твою машину подгоним. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда едем? В офис. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нам на поминки еще надо. Ничего. Успеем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, давай рассказывай. Что рассказывать? Все. Ну, ладно. Родился я в тысяча девятьсот... Не паясничай. Я не это хочу от тебя услышать. Ну, что еще? Наташка от меня ушла, потому что я тебя всегда любил. Сейчас расплачусь. Ты? Нет, ты никогда. Нет. Что ты хочешь услышать? Как ты деньги из оборота вынимал? Ага. Да просто очень. Подделывал ежемесячные доклады, показывал меньшую прибыль. А разница мне помогала, вынимать могла бы их. Я ему платил хорошо. И все. Ну, в этом я и не сомневаюсь. А. Взял несколько кредитов. Довольно крупных. Кстати, под твое письменное обязательство. Ну и все. Сколько там говоришь? Два лимона? Да, черт, я думаю, побольше будет. Зачем ты это делал? У тебя денег не было? У меня? А у меня вообще что-нибудь было свое? Или мне нужно было просить у отца, а у тебя? Да? Так. Ты отдашь мне все? Ну да, сейчас. Ты мне отдашь все. Вплоть до резинки от трусов. Да. И дома тебя переписать. Отцовские акции тебе передать. Эта компания такая же. Моя, как твоя. Так что хрен-то, что получишь? Алло. Лидочка. Лид, мне нужна твоя помощь. Срочно. Жорик в милиции. Господи, я сама ничего толком не понимаю. Галь, я не могу сейчас. Я занята. Ты не поняла. Они были с пацанами в компьютерном клубе. Там какие-то наркотики. Господи, какие наркотики? Они же дети совсем. Это какая-то ошибка. Нужно что-то делать. Лидочка, помоги. Умоляю тебя. Гали, я поняла. Я тебе перезвоню. Хорошо. Хорошо, Лидочка. Хорошо. Иди сюда. Иди сюда. Пиши. Что писать? Чистосердечное признание. Я сейчас позвоню к прокуратуру. Тебе за что-то, так как явку с повинной. Иди, пиши. Ну, давай. Давай. Звони прокурору. Только я один не сяду. Я тебя с собой возьму. Подписи на бумагах не мои стоят. А чьи? А? Чьи? Вот. Вот. Молодец. Тварь. Сука, дождалась, значит, когда отец умрет. Решил по тебя все подметить. Так? Ты отца в груб загнал. Подонок. Ну, это ж неизвестно, кто его туда загнал. Ну, ладно. Я вор. А ты у нас святая прям. Да? И бухгалтерия у тебя вся беленькая, прозрачная. Сама прям крылышками трепещешь. Ну, все, ладно. Хватит цирка. Я свободен? Свободен. Свободен. Завтрашнего дня. Совсем. В смысле? В смысле, ты уволен. Ну, не смешив же. Ну, все. Полаялись, погавкались и все. Хватит. Ладно? Давай сделаем ей, что все в порядке. Завтра нормально. Будем работать дальше. Все. Замнем. Мир. Нет, не замнем. Не знаю, что война. Ладно, извини, мне пора. У меня там еще поминки. Бобик, убери своего. Пусть идет. Ключи. Так. Так. О, Господи. Так. Ой. Да. Алло, Галя. Лизочка, деньги собрала. Сейчас в отделение поеду и… Я поняла. А ты туда приедешь? Давай, ты туда приедешь. Там… Тебе не я нужна, а задорожная. Какой задорожная? Пиши его телефон. Ага, хорошо. Пишу. Девять шесть… Тридцать два… Трид два… Пятьдесят три. Ох… Звони ему. Спасибо, Лид. Ага. Тридцать два… Куда вам? У меня денег нет. Ничего, садитесь. Может, вы меня боитесь? Тогда вам придется идти пешком. Садитесь давайте. Я сам домой хочу. Хватит. Много уже. Хватит. Много уже. Пойдем. Там нам накрыли столик. А коктейль? Принесут. А коктейль? А коктейль? А коктейль? А коктейль? Нет. А коктейль? Спасибо. 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 Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас заказан стол. А, нет, я… Извините, у нас только по предварительной договоренности. А, я к задорожному. К задорожному? Минутку. Прошу вас. Сюда, пожалуйста. Пожалуйста. Валентин Юрьевич просил его подождать. Хорошо, спасибо. Вы что-нибудь закажете? Кофе можно. Хорошо. Тебя что-то не устраивает? Меня все устраивает. Ну, я же вижу, что тебе что-то не нравится. Ну, не может же нравиться все, правда? Конечно. Нет, что-то может не нравиться, я согласен, но тебе же не нравится абсолютно все. Нет, не все. Не все? Ну, хорошо, скажи, что тебе нравится. Добрый вечер. Добрый. Позвольте. Пожалуйста. Спасибо. Машковь. Спасибо. Ты боишься, что тебя со мной кто-нибудь увидит? Милая, это я должен бояться, что тебя со мной увидят? Останови машину, пожалуйста. Перебьешься. Я хочу выйти. Останови машину. Походи, кто тебе мешает. Стой! Прошу. Спасибо. Я тебе платье порвал, извини. Завтра новое купим. Да? Да. Ты говори по делу, что тебе нужно. Смешно об этом говорить, столько лет прошло, но я так и не смог тебя забыть. И сейчас, когда ты совершенно одна… А я не одна. У меня есть моя семья. У каждого из них своя жизнь. А у меня есть только ты. И у тебя есть только я. Ну, и твой сын, конечно. Я хочу знать, что, когда тебе понадобится помощь, ты позвонишь мне. Это все, что я прошу. Задорожный. Исчезнь. Просто исчезни из моей жизни, и все. Я понимаю, тебе сейчас трудно. Но ты подумай. Я всегда буду рядом. Глена Алексеевна, Валентин Юрьевич, к сожалению, не сможет приехать. Но он просил передать, что решит вашу проблему. О, хорошо. Спасибо. Это вам. От Валентина Юрьевича в знак дружбы и признательности. Спасибо. Валентина Юрьевич. Вы не беспокойтесь, все оплачено. Отдыхайте. Угу. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Ты чего? Чего не спишь? Тебе, что, плохо? Нет, нормально. Нормально. Ты чего? Чего не спишь? Тебе что, плохо? Что с тобой? Что, голова болит? Может, таблетку дать? А? Нет. Не, не надо. Нормально всё. Ты чего? Доброе утро, Надя. Доброе утро, Лидия Алексеевна. Вам тут письмо принесли заказное с уведомлением на ваше имя. Угу. Ты расписалась? Да. Спасибо. Угу. Надь, кто принес это письмо? Курьер молоденький такой. А что? Он оставил какую-то квитанцию? От кого? Сказал? Ой, да нет. Нет. Тогда или нет? Ну, я расписалась у него в бумаге, и он ушёл. Он спешил куда-то. А что такое? Пустые листы. Так может, это какая-то ошибка просто? Очень может быть. И, скорее всего, твоя. Ну, мы все разговариваем. Говорите, боксом в юности баловались? Ну, так, да. Павловск. Угу. Ну и чё там? Ой, да ничего хорошего. Последствия мозговых травм. Сотрясений сколько было? Может, пятнадцать? Семнадцать? Я сейчас не помню. Угу. Я боюсь, что в ближайшее время вам необходима будет операция. Но делать ее лучше не у нас. Угу. И какие шансы? Шансы сорок к шестидесяти. Шестьдесят что, видеть буду? М-м. Да вы не волнуйтесь. Если не получите за это время еще одной травмы, все будет хорошо. Да я давно не дерусь. Угу. 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 УСЕЛАowne Нашла. – Это прятался? Извини, я не знала. Да нет, не про сна. А вчера? Позавчера? Да нет, пожалуйста. Я не против. Только дела стоят. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какие? Какие? Я без тебя и пяти копеек со счета снять не могу. Сауну надо достраивать. Дети тебя совсем не видят. Ты хозяин, а тебя нет. Нет. Ты просто ни в чем не участвуешь. Лодку видишь? Какую лодку? Катюх, я на тебя все перепишу. Сама рули. Лады? Что случилось? Да ничего. Нормально все. Нормально. Нормально. Но я же вижу, что ненормально. Глаза? Глаза? Да. И глаза тоже. В Питер. В Питер надо. На операцию. Глаза. Алло, здрасте. А Лиду Морозу могу услышать? Здоровая, сеструха. Да, я. Я где? Да тут, в Питере. Да уж недели две. Да, операцию там делали на глаза. Да ерунда какая-то. Да, да не кричи ты, все нормально. Не хотел просто беспокоить. Да меня ж завтра выписывают. Ну, давай за тобой заеду хотя бы. Ну, да, давай. Давай до завтра. Давай, все, пока. Ой, горе луковое. Олег. Олег. Да. Что-то случилось? Это я хочу тебя спросить, что случилось. Я получила только что сообщение. Очень интересное содержание. Ты в курсе, что московская компания какая-то скупает наши акции? Да. Ну, это же, это же совершенно… И как давно ты в курсе? Пару дней. А точнее? Неделю. А я почему знаю об этом только сейчас из каких-то сомнительных источников? Ну, во-первых, контрольный пакет акций все равно принадлежит нам. Я не хотел беспокоиться. Все это несерьезно. Угу. Несерьезно? Ну, хорошо. Спасибо, что ты меня успокоил. Ты можешь собирать свои вещи. То есть? То есть ты уволен. Еще вопросы? Нет проблем. Вы остаетесь с открытой спиной. Что? Что ты? Я уже неделю как хожу тут голая. Ну-ка быстро! Пошел вон отсюда! Истеричка. Надя, дай сигарету. Сейчас. Да не надо мне. Подождите. Может, кофе вам сделать? Я могу с кардамоном или… Хотите, с коньяком? Ищи работу. Я тебя оформлю на три месяца вперед. Увольняйся, пока не поздно. Поняла? И сделай мне кофе. Ну, ты засранец, а? Ну, ты мог хотя бы позвонить? Спасибо, что встретила. Лид, да не люблю эти все. Ахи-вздохи больничные, а? Все закончилось. Теперь и пообщаемся. Ну, и что врач говорит? Говорят, жить буду. Некоторое время. Слушай, пожалуйста, ты знаешь куда, а? Ах, так драться мне больше нельзя. А, вот беда-то. Ну, и чего? Как дела? Как жена? Как дети? Да отлично все, Лид. Отлично. На все вопросы один ответ. Отлично. Ну, и чего, когда ты обратно? Да не знай, как билет куплю. Лид, я поживу у тебя дня два-три. Ну, давай, только Рада. Ну, вот это моя квартира. Проходи. Я здесь не живу сейчас, поэтому можешь тут жить сколько хочешь. Вот здесь спальня. Там еще одна комната. Ну, где хочешь, там и располагайся. Вот сейчас я тебе покажу тут туалет. Да, Рома. Ага. Ну, вот. Ну, все. Ну, а ты что, уедешь, что ли? Я? Ну, не знаю. Могу остаться, мне все равно. Ну, конечно, оставайся. Что я здесь один-то буду делать? Ну, давай. Ну, тогда что? Может, поедим сходим куда-нибудь? А куда? Ну, куда-нибудь, я не знаю. Да нет, давай никуда не пойдем. Ну, давай. Я тогда что-нибудь… Давай. Ты только не суетись. Ладно. Нет ничего больше к чаю. Спасибо. Лид. А? Ну, вот скажи, пожалуйста, что у нас вот все не как у людей-то? Ты о чем? Да, во всем. Двадцать лет назад разбежались что-то. Ты туда, я сюда. Галку в другую сторону. И что у нас есть? У тебя, у Галки. У меня. У меня? У меня есть. Да все у меня есть. Магазины твои? При чем здесь магазины? Да, в магазинах. Ну, у меня магазины. У тебя гостиницы есть. У Галки. У Галки есть сын. Вроде бы. Вроде бы. Вроде бы. Че там Галка писала? Че, Джорка учиться бросил? У нас прям в крови это. Все бросить да свалить. Мы проблемы все так решаем. Взял, все бросил и свалил. А начинать? Чего семьи-то нет? Почему у Галки нет семьи? У тебя? У тебя? У тебя есть? Да, есть. Вроде бы. Вроде бы. Понимаешь? Не умею я в семье-то. Не приучен. Как котята какие-то. Бегаем, мечемся. Туда-сюда. А как че случится, мы сразу раз все бросили и свалили. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Открывай. Чего? Дверь открывай. А? Сейчас, сейчас. Как же? Что сейчас? Работаем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошли! Стоп! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Руки на пол!! Пошли, пошли! Бегом, 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 бегом! Чисто! Чисто. Чай здесь, иди тихо. Сигареты есть? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. Кто это? Лида Алексеевна, это я. Суржиков из охраны. У нас здесь ОМЛАНД. Какого черта? Трубку положи. Звонит он. Видал? Да обзаглели совсем. Чисто. Мы на месте. Ты куда? Че случилось-то? Все потом. Я к себе в офис. Угу. Ага. Алло. Надя? Извини, что разбудила. Да, случилось. Найди мой адвокат срочно. Да, все. Давай сейчас одену все с тобой. Нет, не надо. Сейчас выходим. Нет, не надо. Будь дома, пожалуйста. Я наберу, хорошо? Вот ключи. Угу. Хорошо. Ах ты, черт. У-у-у-у. У-у-у. У-у-у. Ах ты, черт. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Куда назад? Я здесь работаю. Ну да, разогнала. Сейчас. Сказано назад, значит, назад. Дорвётся тут одна. Как фамилия? Фамилия. Морозова. Морозова. Пусть пройдёт. Иди. Алло, Надя. Срочно свяжись с моим адвокатом. И перезвони мне. Слышишь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что происходит? О! Что так рано, Лидия Алексеевна? Не спалось? Что ты делаешь в моём кабинете? А это больше не ваш кабинет. А чей? Ой. А вы кто? Следователь прокуратуры Сорокин. Объяснения будут? Конечно. Десять дней назад состоялся суд, на который вас вызывали. Но вы не соизволили явиться. Это враньё меня никто никуда не вызывал. Ну как же. Твоя секретарша расписалась в получении повестки. В этом конверте не было никакой… Ну, не было. Так. В этом конверте не было никакой повестки. Вы подонки. Вот только не надо. Не надо Лидии Алексеевны этих громких фраз. Вот подлинные документы. Вы можете с ними ознакомиться. А ты мне угрожала. Так вот, вчера экстренно был создан совет директоров, который ненагласно решил освободить Лидии Алексеевну Морозову от занимаемой должности представителя совета. И теперь, теперь новый директор этой замечательной компании я. Угу. Угу. Стоять! Что? Это вы кому? Мне? Вам. Вам, Лидия Алексеевна. Привыкайте. Вы задержаны по подозрению в вымогательстве и по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Так, руку выньте из кармана. Я имею право на звонок. Кино меньше смотрите. Сержант, уведите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Лид! Кто это? А это кто? Евгений. Какой Евгений? Ты кто? Где Лида? Лид нет, я Тарас. Какой Тарас? А, понял. Брат, а я ее муж. Привет. Привет. Где Лида? А я почем знаю. Ей в пять утра кто-то позвонил, она оделась да сорвалась. Понятно, значит, я не в курсе. Не в курсе чего? Наш там уже с утра околачивается. А ваш это кто? Телевидение. А телевидение-то зачем? А ты что, вообще ничего не понимаешь? Нет, а что происходит-то? Телефон ее не отвечает. В офисе, наверное, тоже уже вырубили. Рейдеры, знаешь, кто такие? Нет, не знаю. Ну, в общем, некие дяди, которые отбирают у хозяина компанию, и… Чего? И… И повод им не нужен. Это как-то? Как просто? Обычно. Захват офиса, изъятие всей документации. Пока бывший хозяин трепыхается, пару дней. Эту компанию уже раза три успевают перепродать разным лицам. И все. И никакой суд тут уже не поможет. Понял теперь? Это неважно, где сестра. Вот и я хотел бы знать. Ты готов? Поехали. Да, готов. Да, Лида. Нет, это Галя. Жень, ты? Да, я. Так что там у вас случилось, а? Я новости смотрела. Это понятно, понятно. Что ты хочешь? Лида где? Не знаю. Хорошо, я к вам сейчас приеду. Куда? Зачем? Нет, мы тебя ждать не будем. Кто это мы, Жень? Я и Тарас. Тарас? А Тарас откуда? Понятия не имею. Потом сама у него и спросишь. Когда я приехал, он был уже здесь. Ах, хорошо. Куда вы собираетесь поехать? Я не знаю, куда мы едем. В контору, в офис. Надо что-то делать, выяснять, в конце концов. Хорошо, я… Ладно, я к вам сейчас приеду. Не надо! Что ты там будешь делать? Так, Жень, все, я еду. Так, все, если ты хочешь куда-то приехать, приезжай сюда. Ключи буду консьерж. Что она здесь сделала? Все, пока. Расслабься. Она не скоро выйдет. Посиди здесь, я сейчас. Посиди здесь, я сейчас. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Морозы вылезли к Севну. Так… Так, год рождения и место рождения? 10 сентября 1973 года. Поселок Ведяево, Мурманской области. Мурманской области. Ведяево. Так, место работы. До сегодняшнего утра я была председателем совета директоров группы компании… Забудьте. Вы так и запишите в протоколе? Так… Так, вон машина стоит. Вот, скажите… Может, нет, да? Мы работаем, это хорошо. Мы с пятого стоим. Странно, верно, даже смотри вообще. Что-нибудь прояснилось? Нет. Машина ее здесь, а она… Почему я не могу позвонить домой? Ну, что вы все время глупые вопросы задаете? Лучше вы рассказывайте. Чисто-сердечно, желательно коротко. Следствие это учтет, как говорится. Раньше сядете, ну и дальше по тексту. До нас никого не было. Мы приехали на работу и нам говорят, что все. Всех уволили. Кто уволил? Кто-кто? Ну вы хозяин. А кто хозяин-то новый? Мамонтов. Вадим Андреевич. А это что за хреб? Сынок ее бывшего босса. А Лида, ты где? Да точно никто не знает, но говорят, что в тюрьме. Где? В тюрьме. Ты плохо слышишь? Я очень хорошо слышу. Я вижу, плохо. Понятно. Вам знаком гражданин Мамонтов Вадим Андреевич? Да. Это вы организовали его похищение? А его похитили? Да. Это вы его похитили? Нет. Что нет? Его никто не похищал. А у меня вот есть заявление гражданина Мамонтова, что такого-то числа, такого-то месяца, к нему в квартиру ворвались двое молодых людей, которых он до этого никогда не видел. Взяли его, как говорится, под Микитки и доставили к вам в офис. Не унижая и запугивая, они заставили его отказаться от своего имущества в вашу пользу. Мой адвокат вызван? Конечно. Конечно. Тогда дождемся его, хорошо? Только учтите, у нас с вами мало времени. Да? По-моему, мне некуда спешить. И что ты думаешь, она здесь? Не знаю, может и не здесь. Выяснять надо. Ну, давай выясняй. Сейчас припаркуюсь. Ну, паркуйся. Так, ну что, так и будем молчать. Ну, если это заказ, какая разница, что я скажу? Ну, если это заказ, какая разница, что я скажу? Пишите свою оперу. Я ничего подписывать не буду. Пишите свою оперу. Уведите. Налево. Направо. Направо. Слышь, фотограф, а че с Лидкой-то разбежались? У меня такое ощущение, что это я в КБЗ. Ну, не хочешь, не говори. Да ты понимаешь, в двух словах ты как это не расскажешь. Расскажи в трех. И попроще. Сделай скидку на мое умственное развитие. Она меня подавила. Собственно, может, из-за этого я и… Да че виноватых-то искать? Понимаешь, сеструха твоя, она… Сильная дама. Коня на скаку остановит и так далее. В общем, жесть. Со всеми вытекающими. Это с виду. А внутри-то она как ребенок. Вот ребенок орет в игрушечном «хочу куклы» и все. Для него ничего, кроме этого «хочу» не существует. Вот так и Лидка. Только у нее игрушки другие. Да ладно. Все это уже не важно. Главное, что мы нашли ее. Черт. Кто же этот адвокат-то ее задевался? Да слился он, ищи другого. Да. Жень, Жень, тут с обыском приходили, всю квартиру перерыли. Час назад примерно ушли, а пришли в одиннадцать. Почему ты сразу не позвонила? Да, Жень, я набирала, у тебя заняты постоянно. Че там? Хорошо, ладно. Галя звонила, у нас был обыск. Ну, в смысле, у Лиды дома. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Че надо? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Позовите следователя! Сейчас. Разбежался. Что значит разбежался? Я тут… Да на каком основании? Я тут не могу ни здесь, ни лечь! А во сколько она уехала? Да рано, часов пять ей позвонил кто-то, она собралась и… Значит, она только успела доехать до офиса, ее сразу арестовали. Подождите, но вы что-то выяснили? Что там произошло-то? Ну, этот… Захват, рейдерская атака, называй как хочешь. Утром в офис, вся документация была захвачена, а к вечеру уже все подприятие продали с потрохами. Как это продано? Кому? Кому? Это у Вадика Мамонтова спроси. Какому-то столичному дяде. Подождите. Ну, когда Лида выйдет, она же все это сможет вернуть? Как? Ну, как? Ну, через суд, наверное. Это вряд ли. Нет, наверное, днем еще что-то можно было сделать, но теперь… Скорее всего, Лида продержит еще несколько дней, за это время предприятия перепродадут еще раз за три. И все это абсолютно законно. Нет, концов не найдем. С этим все ясно. Сейчас надо думать, как Лиду вытаскивать. Лиду вытаскивать. Лиду вытаскивать. Задорожный. Задорожный. Что? А он тут при чем? Он чё, живой? Живой. Кто? Даже если не при чем, то точно знает, кто при чем. Сейчас, прости. Сейчас. Надо было этого козла спалить тогда к чертовой матери. Сейчас бы ж отсидел. Сейчас, 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 сейчас. Это тот, который… Так. Да. Закатушный. У меня был его телефон где-то. Так. Так. Угу. Выключен. ЗВУЧИТ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Простите? Да, мы закрыты, мы открываемся через час. Да, но мне нужно найти одного человека. Он здесь работает? Нет, он… Ну, бывает у вас часто. Вы из милиции, девушка? Да нет, что вы? Ну, тогда извините, до свидания. Мы не называем имена наших гостей. Послушайте, я же вам даже имени никакого не называла еще. Тем более, пожалуйста. Вы, послушайте, он приглашал меня сюда пару месяцев назад и… Я вас не помню. Его зовут Валентина Задорожный. Я не помню, пожалуйста, покиньте помещение. Ладно, извините. Всего доброго. Извините, пожалуйста. Постойте здесь, пожалуйста. Подождите, хорошо? Не знаю. Присадьте. Хорошо, спасибо. Спасибо. Сейчас. Не положено, вы понимаете? Нет, объясните, почему. Вот если мы принесли передачу, мы же можем и… Не положено. Я сказал, не положено. По закону вы не имеете права. Так, я ее адвокат и требую меня пропустить. Сейчас, секундочку, я доложу. Извините, пожалуйста. Меня просили передать, что за вами сейчас приедет машина. Спасибо. Секунду, я бумагу достану. Держите. Галина Алексеевна? Да. Прошу вас. Спасибо. Спасибо. А если он мне не поможет? Сейчас не таких сажают. Не каркай. Сам не хочу. Жена все-таки. Сплюнь. Пойдемте. А куда мы приехали? Вы сами все увидите. Ага. Здесь, подождите. Ага. А так нормально. Вроде чувствую себя хорошо. Так отдыхаю целыми днями. Книжки читаю. А так не болит? Ну, бывает. Колит. А так, спокойно, все в порядке. Ничего конкретного не говорят. По-моему, они пока просто не могут ничего такого сказать. Просто неизвестно еще. Через какое-то время. А если она его не встретит? Встретит. 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 Ну, что? Не просто все это. Даже не знаю. Этот Мамонтов не по своей воле в последний раз все-таки к ней поехал. Проворовался он хорошо. Суд надо было подавать сразу. А так все стало. Даже не знаю. А кто знает? Тарас. Че Тарас? Че ты здесь стоишь? Иди делай чего-нибудь. Да подожди ты! Сейчас. Сейчас, ребят. Через секундочку приду. Че ты на меня смотришь? Спасибо, Катюша. Спасибо, Катюша. Здравствуй. Как сын? Нормально. Он в Израиле у отца. Девушка, здравствуйте. А? Вы к Задорожному. Здравствуйте. Да. Пойдемте со мной. Проходите, пожалуйста. Валентин Юрьевич, ну что же вы курите в палате? Валентин Юрьевич. Ага. Хм. Все, иди свободно. Ну нельзя ведь. Иди отсюда, я сказал. Дверь закрой там. Как хотите. Приползла? Я знал, что приползешь. Что с тобой? Ветрянка. Как у вас дела? Лида в СИЗО. Да что ты. Ужасно. Прекрати, Валь, поясничать. Я же знаю, что это ты. Ты всегда умницей была. Вы обе были умницами. А ты еще и красавицей была. Ты теперь красавица. За что ты так с нами, Валь? А за что вы обе со мной так поступили? Почему вы меня обе бросили? Лидка тебя всю жизнь любила, она и сейчас тебя любит. Да брось, любила. Всегда поступала по-своему. Брала у меня все, что можно. Деньги, связи и летела дальше. Ни слова благодарности от нее не слышал. Почему? Ну так спроси у нее сам об этом. Ей сейчас другие вопросы задают. Хочешь, чтобы ее засадили, да? Я хочу сломать вас, сестры Морозовые. Я хочу сломать так, как вы сломали меня. Я хочу посмотреть в глаза ей, как она через десять лет выйдет из зоны. Страшная, больная, никому, никому не нужная. А зачем, Валь? Ты же этого не увидишь. Ты и зимы-то, Валь, не увидишь. Сколько раз тебе уже химию делали? Два раза? Три раза? А теперь отказываются, да? По разным причинам. Кровь не та, медикаменты не те. Я права? Что, сломать нас хочешь, да? Так тебе это не удастся. Хочешь, чтоб я перед тобой тут ползала, так у тебя это не получится. Никогда не получится. Понятно? Будет. Приползете еще. Эй, там. Там не капает. Не капает. Не капает. Тай, там. Тай. Не капает. Ёб��. Субтитры создавал DimaTorzok Так когда вас уволили? Час назад Ну что, Морозова я отпустил, дело закрыто, из-за недостаточности улик Ну то есть как отпустил, что значит закрыто? Вот так и значит, что закрыто Что тут удивительного? И еще На вас подан встречный иск по поводу расхищения средств вашей компании Каких еще средств? Какой компании? Бывшей? Бывшей компании-то, разве такое возможно? У нас все теперь возможно Единственное, что я могу для вас сделать Это Не заключать сейчас под стражу А взять подписку А не выезде Из страны, из города, из квартиры лучше не выходить И являться ко мне по первому требованию Слушайте, вы же деньги получили Че ты орешь? Ну, получил Вот я их и отрабатываю Мог бы вообще в наручниках вывести Ручка, пиши Ручка, пиши Галя Ой, господи Галя Ну все Все, все нормально Все, все хорошо Галя 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 Привет, Павел. Привет, Павел. Привет, Павел. Привет, Павел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А чё ты, Рита? Ну? Чего? Да нет, я скоро поеду. Ну… Следователь меня игнорировал. И вдруг здрасте. Все обвинения сняты. Меня отпускают в течение часа. Такое бывает? Ну да. Так, давай, тебе… Я не пью. Тебе надо-надо-надо. Для дезинфекции. И я чуть-чуть с вами. Ну, ладно. Чего? Ты куда? Не-не, я поеду. Ну ты чё, посиди хоть поеду. Не-не-не-не. Ну, мне пора. Держи. Так, ключи. Давай-давай. Так, ну, все. Все, счастливо. Я позвоню. Тарас, закрой за мной. Угу, давай. Ты была у него? Да. Ну, что ж вы не чокаюсь. Ой. Все у вас через задницу. Женька вернулся. Давай я открою. Я открою. Сиди-сиди-сиди. Ку-ку. А вы почему не спрашиваете? Кто там? Ну? Ты зачем пришел? Просто так. Поздравить. Твое дело закрыли, а мое открыли наоборот. Так что меня тоже можно поздравить. Ты куда? Сейчас. Где тут? А нас? Вадим, уходи. А куда? Куда мне идти? Мне идти некуда. Мне нет больше ничего. Вообще. Понимаешь? Вадик, у меня тоже ничего больше нет. Ой, ну хватит тебе прикидываться-то. Нет у нее ничего. Ты же все не придумываешь. Я же тебя знаю. Я тебя знаю гораздо лучше, чем ты сама себя знаешь. А? Ты зачем пришел? Не знаю. А может, прощения попросить. Так. Вадик, тебя Бог простит. Считай, что меня не было в твоей жизни никогда. Вот так вот просто. Нет, ты была, Лид. Была. Ты же мне всю жизнь испортила. Сломала меня, из меня тряпкой сделала. А я тебя все равно люблю. Лид, ну? Лид, ну прости, ну. Мы ж квиты. Ну забери ты свое заявление из методки. Ну, что тебя счастливить, если я сяду, а? Я ж там сдохну. Ну, Лид, ну, спаси меня. Лид, ну спаси меня. Вадик, я ни при чем. Не имею к этому никакого отношения. Я не помочь тебе, ничем не могу идти. Пойдем. Тарас, ну мы сами разберемся. Да я вижу, как вы разбираетесь. Давай, давай. Да не леди, мы сейчас сами-сами разберемся. Тарас, не надо! Руки убери от меня! Руки убери! Тихо, 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 тихо. Ты что? Тихо. Что такое? Что такое? Тарас! 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 Ну, дурак, а! Тарас! Вот дурак! А? Я не хочу. Вот дурной, а! Тарас! Тарас! Ну, дурной! Тарас! Ручку где-то на дыбу выйти. Тарас! Лида! Как дети малые, а! 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 Ну, че, все нормально. Ты отцарапался? Жаль, не кричи, я отцарапался. Че ты? Покажи! Ты ничего оперила! А ну-ка, покажи! Ты оперил чуть-чуть! Лида! Ты оперил нормально все! Ты ничего! Нормально все! Лида, Лида! Скорую! Какую скорую? Тарас! Покажи! А ну-ка, покажи! Покажи, что у тебя там! Да я оперила ударился! Успокойся! Да все нормально! Тарас! Вызывай скорую! Звони в скорую, Лида! Ты отцарапался я! Не работаю! Лида! Не работай! Не работай! Лида, Лида! Где уже моменты? У меня нет битов! Не работаю! Я не пойму! Да успокойся! Что ты мечешься? Да все нормально! Как так, набирать? Набирать, как говори! Ты сядь ты, уж перьоди! Да разве я не понимаю! Как с мобильного звонить? Как с мобильного набирать? Скорую! С PowerPoint? Мамы из закру ! Я не знаю, как с мобильного мы regresали! Что ты делаешь? Пожалуйста! Я не знаю… Так, держи. Приживай. Приживай рукой. Кажешь меня, Гая! Я не знаю, что делать, что делать, что делать, не за мной! Лик, я тебе тут измашкал все. Блин. Ника, нету льда. Нету льда, нету льда, нету льда. Тихо. Тихо. Так, что это? Гай, он курит. Слышишь, ты что, ты что? Ты что, может? Так, держи. Это фигня там сама. Преж 집, прижми рукой. Тихо, тебя дьявол. Прижми рукой. Так, держи... Подержи, пришла, держи... Все нормально... Все нормально, девчата! Пожалуйста, ну пожалуйста. Тихо, не засыпай, слышишь? Не засыпай, слышишь? С-с-с! Из-за ра! Друс! Папа! 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 Липко смыл суету Долгий задумчивый дождь Небо принес чистоту Легче дышать Знаем, что время песок Вряд ли, что он золотой Верим, что есть прозапас И завтра не срок В день, а за ним ночь Вечно бегут прочь Прочь Тима, а за ней Свет Есть Или нет Белая Белая Скрыла вуаль Всю неприглядность Забот Что-то становится жаль Может быть, снег Белая Время Время Есть прозапас, так было всегда. В день, а за ней ночь. Вечно бегут прочь. Тьма, а за ней свет. Есть иллюзия. В день, а за ней ночь. Вечно бегут прочь. Тьма, а за ней свет. Тьма, а за ней свет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова